24 июня 1945 года в 10 часов утра на Красной площади в Москве начался, пожалуй, самый знаменитый военный парад 20 века. Командовал парадом маршал Рокоссовский. Принимал Георгий Жуков. 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Без малого 4 года наша Родина вела самую тяжелую схватку, которая когда-либо выпадала на ее долю. Более 26 миллионов человек заплатили жизнями за то, чтобы защитить свою страну, освободить пол Европы и сокрушить военную машину Германии, противостоять которой до этого не мог в мире никто. Когда-то гордо реевшие над Прагой, Варшавой, Парижем, стяги фашистских частей и соединений теперь летели к подножию Мавзолея. А по брусчатке Красной площади шли те, кого потом назовут самым высоким из возможных званий – солдаты Победы. В горниле этой страшной битвы у Советского Союза появилась целая плеяда великих полководцев – Рокоссовский, Василевский, Рыбалка, Чуйков, Новиков, Кузнецов и многие другие. Их имена знала и боготворила вся огромная страна-победительница. И все-таки самым популярным в народе был Жуков. В тот год ему исполнилось 49. Он был на самой вершине. И ему казалось, что так теперь будет всегда. Не думайте, что я хочу сказать что-нибудь необычайное. У меня самый простой, самый обыкновенный тост. Я хотел бы выпить за людей, у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, которых считают винтиками великого государственного механизма, но без которых мы все маршалы и командующие фронтами, армиями, говоря грубо, ни черта не стоим. Какой-либо винтик разладился и кончено. Я поднимаю этот тост за людей простых, обыкновенных, за винтики, которые держат в состоянии активности наш государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. Наше правительство сделало немало ошибок. В 1941-1942 годах были моменты отчаяния. Наша армия, отступая, оставляла наши родные города и села. Другой народ сказал бы своему правительству, вы не оправдали нашего доверия. Уходите, мы поставим новое правительство. Но русский народ пошел другим путем. за народ, который держит нас как основание вершину. Спасибо тебе, русский народ, за доверие. Ура! 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 Бокалы поправь. Слышишь, Шура, я на параде была, всех внимательно пересмотрела, ее там не было. Кого ее? Ну, че ты, Шур? Что? Ну? Что с того, что он ее сюда привез? Кого ее? Ты чего, Шур? А ты чего, Ливич? Ну, ты же хочешь поговорить об этой докторице, а молчишь. Вот что я тебе скажу, подруга. Говорить я об этом не хочу. Была у него. Была по ПЖ. Таскал он ее по фронтам, да? По привычке. Подстилку эту, да? А теперь все. Он домой приехал. К девочкам и ко мне. Домой. Сашка, Сашка, какая ты умница. Жена настоящая. Да. Раскисать тебе больше не позволю. Не позволю. Мне сегодня три часа прическу делали. Я потом еще два часа дом переделывала. Ну, что я тебе скажу. Прекрасно. Следи за тем, что... Я по своим опытам могу судить. Танк, мощная машина. Любого врага сомнил. Но вынь из него пару нужных винтиков развалится. Государство, машина. Тут сбоев нельзя. Выпьем за винтики. Ура! 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 Паш, ты... Поосторожней насчет ошибок-то. Не на передовой. А сам-то вчера что сказал? Четыре миллиона солдатиков в сорок первом плен завали. Я понял. Теперь-то можно. На дачу. Приезжай. Поговорим. Товарищ Ахцера, да? Всех сегодня вечером жду к себе. Товарищ Ахцера, вечером у меня. Хорошо. Вот, смотри. Маргарита сорт. Сам посадил. Кстати, так дочку его от Волокова зовут. Красивая. Красивая, красивая. Пахнул. А дочка-то? Навещает он. Ну, конечно. Ты знаешь, какой он отец? Травинскую никогда не бросит. Одни девчонки у него. Ой, о сыне мечтает. А ты роди ему сына. Ну что, действительно? Прямо вот сейчас вот. В моем возрасте, да? А вдруг получится? А чего? Знаешь, у меня одна старушка есть. Все может. Я сейчас тебе адресок черкну. Я с молодой по бабкам не ходила. И эту подвинем. А старушка, она посильнее порткома будет. Прости, Господи. Посильнее порткома Людус ничего нет. Уж поверь мне. Товарищ Сталин, вы так замечательно сказали о русском народе. Откуда вы, грузин, так хорошо знаете русский народ? Я не грузин. Я русский, грузинского происхождения. Грузинский. Грузинского происхождения. Грузинский. 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 Товарищ Сталин. Снимайтесь. Снимайтесь. Заслужили. Садитесь, товарищи офицеры. Садитесь, товарищи офицеры. Товарищи, приготовились и… Ой, боюсь я чего-то. Чего ты боишься? Боюсь, только и слышишь — жука, 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 жука… А я-то его знаю. Голову поднимет, у дела закусят, и вперед! Хватит славить его. А кого нам славит-то? Сталина. Во время войны кто побеждал? Сталин? Сталин. Вот сейчас надо говорить Сталин. А кому это понравится, когда вдруг Жуков? Я на параде на Сталина смотрела. Не на Жора на белом коне, а на него. Стоит. Мрачный. А какой он должен стоять? Что он хохотать должен на мавзолее? Правильно стоит. Суровый, мрачный. Суровый, мрачный. Так. Дороги-ка, смотри. Народные гуляния. Все на Красной площади идут. Эх, посмотреть бы. Не насмотрелся от Варшавы до Берлина? Тишины хочу. На рыбалку. Удочка, прикормка, черви. Все в багажнике. Останови-ка здесь. Есть. Здравия желаю. С праздником вас, женщины. С великой победой. Красота такая. Да и давайте. Все возьмем. На заднее сиденье. Давайте. Рука! Помоги! Помоги! Спаси, Селенаш. Мы вам и так отдадим. Нет, так не надо. А я за так не отдам. Только за поцелуй. Отчаянно, ребята! Отчаянно! 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 Он такую бледную есть не будет. Даже в рот не возьму. Разве что? Приучила его к своей готовке. Теперь всех мочу. Порумянули, чтоб корочка была. Подруга, пойдем отсюда. А то провоняем рыбой. Нам никакие кокош-шанелию не помогут. Капустка. Хитрая закуска. И подать не стыдно, и сашу не жалко. Спасибо. Это тоже. Дожарь. Так. Вот. Подожди здесь. Есть. Ох, я соскучилась. 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 Подожди. Дома. Да. До свидания. Вот. Это что? Все снимки? Да, пожалуйста. А где же? Держите. А где же здесь? Товарищ Сталин? Петр Николаевич, он, он сам не захотел фотографироваться. Пусть будут только военные. Встал и ушел. Уверен? Так при мне же было. Товарищ Сталин встал и пошел к двери, ну, в туалет. Ну, я потом попросил позвонить Власику. Он сказал, что Иосиф Виссарионович на дачу уехал. Члены союзного контрольного совета подписали совместное соглашение по управлению Германией в штабе маршала Жукова. Именно ему обязаны советские войска своей победой над Германией. За Соединенные Штаты подпись поставил генерал Эйзенхауэр. За Британию — фельдмаршал Монтгомери. За Россию — маршал Жуков. По мнению многих наблюдателей, именно Жуков является преемником… Что? Говорить разучился? Никак нет, товарищ Сталин. Является преемником Сталина во главе коммунистической партии и советского государства. Авторитет Жукова среди армии и населения России фактически безграничен. Продолжение следует... Продолжение следует... Господин немного предпочтения «Раззраш» ...безусловно, хватит на сегодня. Слушай… Хватит. На сегодня. Слушаюсь. Кто тебя просил зажигать свет? Я виноват, товарищ Сталин. Абакумова и Берию ко мне. Срочно. Слушаюсь, товарищ Сталин. Что ж ты на Красную площадь не пришла? Я не посмела. Я подумала, там она как... Как бы я пришла? Ну и что? Она ж тебя даже не знает, как ты выглядишь. Ну, я-то знаю. Не надо, Георгий. Ты здесь, ты и сидишь. И мне хорошо. Я рада. Что, тебе пора? Только ты не уходи сразу. Я скучаю, я скучаю, Георгий. Пора. Нет. Прости меня, прости. Да, ну ладно. Всегда куда-то пора. Плесни-ка мне еще. Угу. Ну, гости ждут. В пятницу заеду. Отставить слезы. Войну пережили. Ну-ну-ну. Только не кричи сразу, ладно? Я ребеночка хочу. Хочешь, рожай. Как? Она же не простит меня. Да ладно, простит. Рожай и все. Только обязательно мальчика. Мне сын нужен. Наследник. Ну, давай. Все. Ушел. 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 Не спал я, товарищи, сегодня. Да и вчера не спал. У вас как, Лаврентий Павлович, хорошо со сном? Очень хороший сон, товарищ Сталин. А у вас, товарищ Абакумов, крепкий сон? Спасибо, товарищ Сталин. Садитесь. Вот, выиграли мы войну. Так? Так точно, товарищ Сталин. И всенародно отметили победу. Так, Виктор Семенович? Так точно, товарищ Сталин. А народ об этом должен узнать, так? А как он должен узнать? Через радио, газеты, через средства пропаганды, как вы считаете? Товарищ Сталин, в органах пропаганды Великий День Победы отмечен широко. В кинотеатрах идут документальные фильмы, вышли ряды статей, фотографии. О, фотографии, кстати. Товарищ Поспелов корректуру прислал. Я ознакомился с тем, товарищи, как вы оценили мой вклад в победу. Большое спасибо. Оценили. Думаю, товарищ Сталин, номер не может в таком виде выйти. Почему? Раз так уж вы решили. Ну, мы не решали. Это упущение. Главного редактора упущение. Надо разобраться. Большое спасибо. Кушайте. Спасибо. Из горе мне прислали. Очень вкусные яблоки. Разобраться? Главный редактор, правда, разобрался уже. Засомневался, увидел руку врага, а вот где вы были, в этом предстоит разобраться. Мне вот книжку дали почитать о жизни 12-ти Цезаря. Я говорю, две тысячи лет назад. Написали. Твоя победа твоему лучшему другу… Видится, как личное оскорбление и поражение. Ну, жена, встречай победителей. А рыбку-то приготовила, а то я голодный, как волк. Иосиф Виссарионович, я предлагаю немедленно созвать весь высший комсостав и переснять. Зачем? Пусть народ-победитель видит своих героев. Жукова видит, рыбалко. И даже тут простые генералы вместе с народом отмечают. Вот что завтра враги наши увидят. Нет товарища Сталина в Кремле. Не вижу я его. Плохо, товарищи. Украли вы у меня мою великую победу. Подумайте, крепко подумайте. И приходите как-нибудь, если позову. А это решите без меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а теперь… За победу. Два коротких, один длинный. Ура! 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 Ура Так, а где у меня клей? Ох, не к чему ты милому ходи! Валенки, валенки! Это не подшиты, сталинки! Валенки, валенки! Это не подшиты, сталинки! Пусти, крылья! Давай, давай! Пусти! Сиди дома, не гуляй! Не ходи, смогут конец! Валенки, 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 валенки! Я говорю, не подшипы ставить их. Ах, хорошо-то как. Тишина. Давайте. Долго мы эту тишину ждали. Мы не ждали. Мы воевали за нее. Думаю, только война эта не закончилась еще. Что? Все так серьезно? Забздели они нас. Силу почуяли. Только виду показывать не хотят. Улыбается так, улыбается, аж за ушами трещит. Напутывыбка и оскал. А он из Энхайера вручает орден победы три недели назад во Франкфурте. Он мне поднимает полторы тысячи самолетов. Вроде как парад. Мол, смотрите, какая сила ждет, если попрете. Забздели это хорошо. Главное, чтоб глупостей со страху не натворили. Нам бы годков пять переждать, селенок накопить. Подскажу вам, мужики, в будущем война. От техники зависеть будет. Значит, перевооружение? Не только. Порядок нужен. Чтоб каждый винтик знал свое место. Для чего он? Чтоб свое дело от и до. От зубов отскакивало. Правильно. Для этой сильной рука нужна, чтобы все под единым началом. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, товарищ Сталин. Здравствуйте. Да, да. Товарищ Сталин, по поводу фотографий в газете все выяснили. Тут ошибка фотографа произошла. Он пошел на поводу у товарища Жукова. И я лично допросил... Фотограф дурак, это ваше упущение, товарищи министры. Два прибора принеси, пожалуйста. Хорошо. Как в первый раз, и не в первый раз, и не во второй. Это результат многочисленных системных ошибок, допущенных вашими ведомствами. Отпустите фотографа, товарищ Шабакубов. Поспелого не трогать. Так точно, товарищ Сталин. Обоих наградить. Садитесь. Ну? Спасибо. Хороший фотограф, хороший редактор, хорошая газета. И фотография нужная. Народ-победитель должен знать своего героя. Молодцы, пропагандисты. Кушайте. Получается, я виноват. Вышел по малой нужде, вернулся, а генерали Симуса не находят. Нету его. Спасибо. Потеряли. Поссать нормально не дали генералиссимусу. Ставит генералиссимус в Кремле в углу. В такой торжественный день. И никого нет. Снялись и пьют водку. Тебя нет. Тебя нет. Кто в этом виноват? А? Что скажет на это товарищ Абакумов? Товарищ Сталин, извините. Это упущение. Лично мое упущение. А кто? Лучше нас армия-то знает. Не берешь с Абакумовым? Я думаю, после поздама он меня в Москву запросит. Да, высоко метишь. Армия сейчас огромная сила. Кто ее управляет, у того власть. Ты думаешь, что он ее просто так отдаст? Он мне верит. Я это чувствую. Да и выхода у него другого нет. Если не хочешь, чтоб сорок первый год повторился. Разрешите, товарищ Сталин? Знаете, я считаю, есть вещи поважнее, чем эта фотография. Георгию Константиновичу Жукову вручили орден Британской империи. Угу. Орден Бани. Впервые в истории награждается иностранница. Ну что ж, мы должны поздравить товарища Жукова. Ну, конечно, мы его попросим отказаться от ордена. Но то, что наши союзники видят таланты наших военачальников, это хорошо. Дальше что? Дело в том, что осул Майский уже принял этот орден за Жукова, не проконсультировавшись. Майский. Майский. А, дурак он. Хоть и еврей. Товарищ Сталин, я уверен, вот эти факты доказывают, англичане целенаправленно вербуют Жукова. А может быть, уже завербовали? Что ты говоришь? О чем ты говоришь, гектар? Какие факты? Дали орден факты? Фактов действительно нет. Это ясно. Но, товарищ Сталин, такое поведение маршала это недопустимо. Он думает, что его до сих пор недооценили. И все операции, которые проходили во время войны, были разработаны только лично им. Одним словом, бонапартизм Жукова налицо. Бонапартизм. Хорошее слово. Бонапартизм. Образован ты, Лаврентий. Красивый. А главное, нужные слова знаешь. Бонапартизм. И кроме того, товарищ Сталин, буквально все иностранные газеты возвеличивают славу Жукова в отношении победы над немецко-фашистскими захватчиками. Вот, пожалуйста, Нью-Йорк Таймс. А кого они должны возвеличивать? Вас вдвоем. Вам легко говорить. А я с ним все пять лет вместе. И никогда не заметил вашего бонапартизма за ним. Я знаю. Товарищ Жуков склонен к сознайству. Это все знают. Но мы все не без греха. Народу нужен национальный герой. Жуков — национальный герой. А за прямоту спасибо. Вообще, я посоветовал бы вам повнимательнее отнестись к этой истории с фотографией. Страна лежит в руинах. Надо поднимать страну. Зачем нам в мирной жизни так много генералов? Тут есть над чем подумать. Бонапартизм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Пшено. Волшебное? Волшебное. Ах так! Ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа. У нас мальчик будет. Угу. Константин Георгиевич. Сын. Да? Да. Только, только надо на всякий случай посмотреть, утонула ли пшено. Утонула. Вот. Страшно. Давай я? Нет. Все будет хорошо? А ну утонула. Угу. Жуй быстрей. Угу. Изучай. Заявление жены Жукова просит вернуть достопочтимого маршала в семью от этой военно-полевой жены Лидии Захаровой. Ты помогал маршалу выхлопать ей квартиру на покровке? Так точно. Постарался? Молодец. А теперь поговори с ней по-дружески. Пусть держится от него подальше. Пусть не высовывается. Может, и завербовать получится? Как думаешь, справишься? Конечно, справлюсь, Лаврентий Павлович. Действуй. Письмецо я заберу. Письмо верни. Разрешите идти? Идите. Поехали. Поехали. Лаврентий Гусей О! Иван Александрович! Здравия желаю, Лидия Владимировна! Здравия желаю, Лидия Владимировна! Проходите. Спасибо. Как жизнь молодая? А… Хорошо. Это хорошо. Ну. Проходите. Спасибо. Спасибо. Как Георгий Константинович? Давно был? Ой, давно. Я скучаю. Понимаю. Понимаю. Может быть, чаю? Давай. Чай. Спасибо. А может, покрепче чего? Я рюмочку принесу. Покрепче? Ну, давай, давай, да. Разговор у нас с тобой длинный. Спасибо. Вот. Ну. Ты как? Выпьешь? Нет, нет. Я нет. Ну. Ну. За победу. Да. Я смотрю, у тебя уже и закуска готова. Или ты ждала кого? Подруга заходила. Вот посидели. Подруга. Подруга ведь хорошо вам. Ух, Лидочка, Лидочка. Вот что, Лидия Владимировна, слушай-ка меня внимательно. Жена Георгия Константиновича письмо написала. Ну, куда написала, надеюсь, ты понимаешь. С просьбой оградить его от тебя и от твоего воздействия. А я-то что же. Я вот и на всей перед вами сижу. Я никому зла не желаю. Вот что, Лида. Лида. Я тебя сейчас очень прошу. Давай вот без вот этого всего, ладно? Ты девушка не глупая, поэтому слушай меня и вникай. Если Георгий тебе позвонит, скажешь ему, чтобы месяц к тебе не ногой. О нашей с тобой встрече Георгия Константиновичу знать не нужно. Любопытно. Это почему? Угу. Так времена меняются. Меняются, Лидочка. Ох, как меняются. Ну, ладно, ладно. Видите, у нас с тобой основная задача какая, элит? Угу. Правильно. Чтобы маршал был жив, здоров, крепок, бил, так сказать, врага, не трогнувшей рукой. Да? Ну, а у нас с тобой на этот счет должно быть полное взаимопонимание. Да, Лид? Ну, хорошо, смотри. Вот я ем сейчас вот эту самую селедочку с вот этой тарелочки. И думаю, а вдруг вот эту самую селедочку только что до меня маршал кушал. М? М? Вкушал? Вот. Видишь? А ты говоришь подруге, а вдруг вокруг маршала заговор. М? Или шпион какие-нибудь. Лид, я тебя прошу, пожалуйста, не дари. Давай-ка, по-дружески, честно, выкладывай. Лида, с тобой там все в порядке? Я съела что-то? Лида, с тобой там все в порядке? Я съела что-то? Лида! В мае 45-го, когда в Европе отгремели последние выстрелы, закончилась самая кровавая в истории человечества война, в результате которой миллионы людей остались без крова, без документов, без каких-либо средств к существованию. Всех их ждали тяжелые и голодные первые послевоенные годы. Но это будет потом, чуть позже. А в первые мирные дни люди просто радовались, что живы. Еще шли кое-где бои местного значения, но солдаты союзнических армий уже мечтали о дороге домой. Еще поднимались бокалы и звучали торжественные речи за победу и боевое братство. Но в тени кабинетов и совещательных залов уже активно обсуждались планы строительства послевоенной Европы. Жуков, возглавивший советскую оккупационную администрацию, играл в определении судьбы послевоенной Германии одну из ключевых ролей. Историю молчивает. Видел ли он западную хронику, где его называли «наследником Сталина». Но если видел и промолчал, это была его стратегическая ошибка. Такое Сталин не прощал никому. Все это время рядом с Жуковым был один из самых близких на тот момент ему людей. Уполномоченный НКВД СССР по группе советских оккупационных войск Германии Иван Серов. Именно Серов помог Жукову организовать доставку в Советский Союз нескольких вагонов мебели и вещей, купленных Жуковым, кстати, на свои деньги. И это была еще одна ошибка. Когда Сталину позвонили и спросили, что с этими вагонами задержанными на границе делать, тот, подумав, приказал – пропустите. Он не спешил. Он пока лишь готовил удар. Обращаю ваше внимание, что в связи с участившимися случаями мародерства среди советских военнослужащих, комендатурам гарнизонов усилить контроль за выезжающими военнослужащими и проверкой убывающих в Советский Союз эшелонов. В связи с важностью поставленных задач и сложившейся обстановкой, считаю, необходимо приступить к работе немедленно. Данный приказ принять к немедленному исполнению. Все свободны. Товарищи офицеры! Товарищи офицеры! Пойдем-ка зайдем. Толковник, я здесь уже больше получаса. Я докладывал вас. Виктор Семенович, командующий занят. Доложите еще раз. Командующий помнит о вас. Уехал я. Командующий ждет вас. Разрешите? Здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза. Почему не доложили сразу по приезду? А что, не учили субординации? Товарищ Жуков, я приезжаю не в первый раз. И цель моих поездок вам известна. Почему были произведены аресты без согласований со мной? Согласование прошло по линии уполномоченных НКВД. Уполномоченных? Пока что я здесь главнокомандующий, у меня уже есть один уполномоченный. Серов, я его знаю, а ты… В общем так, приказываю немедленно освободить арестованных и в 24 часа вон из Германии. В противном случае отправлю под конвоем. Свободен. Прямо так и выгнал? Начальника контрразведки? Так точно, товарищ Сталин. Ну что ж, нужно тебе новую должность подыскать. Посолиднее. Да и Жукову нужно новую должность. Кто-то засиделся вон там, в Германии. Товарищ маршал, Георгий Константинович, товарищ Сталин на проводе. Я слушаю, товарищ Сталин. Не разбудил, товарищ Жуков? Нет, не разбудили. Хотел с вами посоветовать, товарищ Жуков. Правительство США отозвало из Германии Эйзенхауэра. Вместо него назначили генерала Клея. А английское правительство отозвало Монтгомери. Не следует ли и вам вернуться в Москву? Согласен, товарищ Сталин. Кого? Думаете оставить вместо себя? Возможно генерала Соколовского. Он лучше других знаком с работой контрольного совета. Не возражаю. После очередного заседания контрольного совета выезжайте в Москву. Приказ о назначении Соколовского последует через несколько дней. И еще один вопрос, товарищ Жуков. Мы решили ликвидировать должность первого заместителя наркома обороны. А вместо него иметь заместителя по общим вопросам. На эту должность будет назначен Булганин. Он представил мне проект послевоенного переустройства вооруженных сил. И там нет вас в числе основных руководителей наркомата обороны. начальником генерального штаба назначается Василевский. Главкомом военно-морского флота. Думаем назначить Кузнецова. Какую должность вы хотели бы занять? Я? Не думал об этом, товарищ Сталин. Но буду работать на любом посту, который ЦК сочтет для меня. По-моему, вам следует заняться сухопутными войсками. Мы думаем, во глаза их надо иметь главнокомандующего. Не возражаете? Согласен. Хорошо. До свидания, товарищ Жуков. Так, дамочка, свободная. А вы, доктор, останьтесь. Останьтесь. Я чего-то понять не могу. А Захарова у нас что? Беременна? Да, четвертый месяц почти. Четвертый месяц? А почему я об этом узнаю только сейчас? Она не хотела, пока говоришь. Да ты что, гнида. Слаба мозгами к старости стала. Аборт. Немедленно аборт. Да как вы со мной разговариваете? Я доктор наук. Что вы себе позволяете вообще? Ну-ка. Значит так, доктор наук. Узнаешь? Братец твой. Изменник Родины. Расстрелян. С крыла. А вот это маман, если я не ошибаюсь. А это у нас папа. Ты что ж думала, а? Дворяночка ты моя недобитая. Что если ты фамилию мужа взяла, так все? От нас все скрыла, что ли? Мы ведь все знаем. Вильжбета Яновна. Я тебе русским языком сказал. Сообщать мне о каждом ее шаге. Тут же. Ну, что ты затеялась сегодня тебе-то, а? Как ты чего? Тебя девочки четыре месяца не видели. Знаешь, как они обрадовались, когда я сказала, что мы будем сегодня ремонтом заниматься? Они к тебе даже подойти боятся. Ты ж у нас великий. Теперь будет время. Папа, мы муравейник нашли. А? Где? Пойдем посмотрим. Ну, пойдем. Пойдем посмотрим. Давай я, мам. Только подожди. Как называется этот цветок? Вот это не знаю, а вот это мать и мачеха. А зачем он? Что знает зачем? Развернуто спросить. Можешь? Вот Эра говорит, что все на земле для чего-то нужно. Все к чему-то предназначено. Да. Вот я сорвала этот дохлую травку. Значит, я тоже для чего-то предназначена. Дома, чего ты молчишь? Отвечай. Знаешь, сколько у нее таких вопросов? Если я начну отвечать, как полагается, мы до вечера не закончим. Ну, ты ж сегодня никуда не уедешь. Как раз до вечера и объяснишь. Вот муравушки. И они тоже для чего-то предназначены. Ну, в общем, да. А если я их растопчу? Я ж сильная, да? Я их могу тут всех потоптать, так? Ну, так. Трава эта. Я ее сорвала. Эра говорит, я ей больно сделала. Получается, если я сильная, они слабые. Значит, могу тут все рвать, топтать, так? Подожди. К чему ты все ведешь-то, а? Папуля-то она ведет к тому, что она может все рвать и топтать. Жуков что-нибудь знает? Хватит в молчанку играть! Я на хрена тебя сюда посадил! Знаете или нет? Нет! А вот это хорошо. Это уже очень хорошо. Плод здоров? Вполне здоров. Будет, наверное, мальчик. Значит так, Вербета Яновна. Плод? Болен. Рахит. Да он. Я не знаю. Плети все, что хочешь. Тебе она поверит, потому что тебя все жены лечатся. И еще скажи, чтобы она никогда, ни при каких обстоятельствах, ничего не рассказывала Жукову. Ну, а консилиум я тебе обеспечу. Но вы поймите, это сломает ее психологически. Она все равно расскажет Георгию Константиновичу. Она женщина. Значит так, Вильжбета Яновна. Георгий Константинович является одним из лидеров нашего советского государства. А еще у него и жена, и дети, и партия очень внимательно следит за моральным обликом его семьи. А я твоей. Поняла? Поняла. Почему люди убивают друг друга? Не знаю, доченька. А ты убивал? Убивал. Только я врагов наших убивал. Мы ведь защищаемся. Тридцать лет уже. Они все лезут и лезут. Не дают продых. Ну ничего. Победа. Теперь заживем. А вообще-то, доченьки, давайте про цветочки поговорим. Вот это вот, мать и мачеха, очень полезно заваривать. Полезно от кашля. А вообще-то, Эл, ты права. Все на свете кем-то создано. Только вот. Только все. Ну-ка, побежали. Ну-ка, бежим. Ну-ка, бежим. Бежим, ну-ка. Ух ты! Кто из пошел? Давай быстрее, стоп! Господи, дай счастье мне девочкам. Господи. Мама, мама! Промокнишь! Дай счастье всем. Господи. Звони Захаровой. Я не могу ей звонить. У меня нет ее телефона. Звони Захаровой. Звони Захаровой. Лидуша, здравствуйте. Это Эльбета Янна узнали. Ко мне тут пришли анализы крови. Что-то у нас рою повышено и антитела, что-то не в порядке. Может, заглянете? Завтра? В любое удобное время. В любое время буду вас ждать. Хорошо. До встречи. До свидания. Ну, ну, ну. Видите, как все просто, Эльбета Яновна. М? Фотографии я вам дарю. На память. Фотографии я вам дарю. Ой. 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 Спасибо. Спасибо. Папуля. Хорошо. Спасибо. Жора. Жора. Подойди ко мне, а? Что? Подойди, говорю. Обними меня. Что такое? Да холодно. Ну, что? Ой. Ну, ну. Я тебе кое-что сказать хочу. Жора, любимый, родной, единственный. Прекрати с ними ссориться. С этим Абакумовым. С этим булганным. Прекрати. Да что с тобой? Что случилось? Ну, как это что? Все говорят. Не успел приехать, как какие-то реформы, затея, учения. И все это через голову булганин. Да это ты ладно. Что? Кто тебе все говорит? Ну, кто тебе сказал? Какая разница? А-а. Это кто, Русланова говорит? Ну, и дуреха. И Крюков дурак, что рассказывает ей. Ты выиграл войну? Выиграл. Тебе что, малонародной любви? Я тебя прошу, не высовывайся. Не высовывайся? Не высовывайся. Помолчи. Это не твоего умодела. Не буду я молчать. А кто тебе еще научит, как делать? У тебя дочки. Ты о них должен думать. Хотя, конечно, смешно. Кто я для тебя? Домработница, да? Хотя ты меня всегда слушал. Я тебе книжку «Двенадцать цезарей» не зря подсунула. История говорит о том, что все победители, которые вернулись с победой, с войны, они обязательно пострадали. Твой любимый Суворов, Кутузов. А Волгут. А говорят, и из митрополии выгонят. На край империи. Это в лучшем случае. А Тухачевский? Блюхер. После гражданской войны, когда победили, что с ним стало? Слушай, я устала твоих страхов. Ай, что ты! Жора, вот этот твой перевод, он просто тебя отодвинуть хочет. Не хочет, чтоб ты был первый. Понял? Все сказала. Маршал Жуков, в присутствии генералов и старших офицеров, высказывал недовольство своим… Недовольство своим положением. Должность главкома сухопутных войск он считает номинальной. Ему, видите ли, власти не хватает. Дальше. Первый заместитель наркома обороны Булганин докладывает, что у него с маршалом Жуковым происходил конфликт. Жуков не желает подчиняться министру обороны, начальнику генштаба, маршалу Василевскому. Он считает, что должен иметь возможность докладывать о положении дел непосредственно вам, товарищ Сталин. Садись. Благодарю. Что ответил Булганин? Булганин ответил, что товарищ Сталин и без того перегружен делами партии и государства. Дурак. Простите, товарищ Сталин. Дурак твой Булганин. Разве дела армии это не забота партии и государства? Полностью с вами согласен, товарищ Сталин. С чем ты согласен полностью? Давай дальше. Жуков сказал Булганину. Дословно следующее. Сегодня нарком Сталин, а завтра кто-нибудь другой. Не для отдельных лиц пишутся законы, а для конкретной должности. Мне кажется, товарищ Сталин, это заявление Жукова свидетельствует о его желании совершить государственный переворот. Тем более, под его командованием теперь сосредоточены все сухопутные войска. Иди туда. Иди. Какую должность занимал товарищ Жуков в Германии? Командовал нашими войсками на освобожденных территориях товарищ Сталин. Так вот, в Берлине половина генералов обязаны ему погонами. И смотрели на него, как преданные собаки. И рядом еще союзники под боком, которым товарищ Сталин как кость в горле. Почему маршал Жуков не воспользовался этим обстоятельством, не повернул войска свои на восток, не забрав с собой американцев и англичан на помощь? Через месяц Жуков мог сидеть в Кремле. Обосрался ты. Не получилось у тебя записать Жукова в изменники. Разрешите дальше, товарищ Сталин. Есть еще о моральном облике. У Жукова имеется любовница. Некая Захарова. Бывшая медсестра, 35 лет. Это девка товарищ Сталин. На официальных приемах в Германии прилюдно с ним вместо жены появлялась. Захарова? Какой ребенок? Меня это совершенно не интересует, больше не звоните. Продолжение следует... А чего дошли? Человек с обликом бабника не может руководить армией. Докатились. Докатились, Виктор Семенович. Полностью с вами согласен, товарищ Сталин. А у тебя есть любовница? Товарищ Сталин. Есть. И не одна. Значит, и тебя надо отстранять от должности. Ты тоже докатился. Вот Акуневская артистка дала тебе по роже. Молодец. Русская смелая баба. При всех на приеме. Скажи, она хорошая как баба? А? Хорошая. Очень хорошая. Ничего у тебя с ней не было. Врешь ты все, Абакумов. Вот Жуков не языком мелет с любовницами. Он делом с ними занимается, а ты слабак. Посадил Акуневскую красивую женщину. Зачем ты ее мучаешь? Отпусти. Есть сведения, товарищ Сталин. Акуневская связана с английской разведкой. Не дала она тебе. Вот ты решил ее замучить. Конечно, она была связана с разведкой. Покрутила хвостом перед Тито. Жуков, Жуков. Нет такого маршала или генерала, которые не имеют любовниц. Даже кавалерист Буденный, которому уже скоро 200 лет, как большому театру. Он тоже имеет любовниц. Только форменный дурак не имеет любовниц. Но то, что мы Жукова прижмем немножко, это хорошо. Это во время. Господи, Боже мой, что делать? Проходи. Проходи, проходи. Побыстрее, не задерживай. Что ты делаешь? Ты что делаешь? Тебе помогаю. Решила уборку затеять. Хвалю. Шур. Ну все. Ну все. Ну, хватит. Ну, пожалуйста. Ну, хватит. Ну, успокойся. Мне сказали, она мальчика, и его хочет родить. Ну, пойдем, пойдем. Ну, кто сказал? Ну, что? Ну, ты же знаешь, у нас по доброте душевной, от зависти, от злобы. Чего не скажут? Ну. Ну, успокойся. Убери быстро. Шурочка, ну давай, садись. Садись. Тихо, тихо, тихо. Принесите нам чайку. Чувствую. Ой, чувствую, понимаешь? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну, тихо. Уйдет он в другую семью. Куда он уйдет? Никуда твой Жуков, Жуков не денется. Ну все, хватит. Успокойся. Никуда твой Жуков не денется. Шатается, вернется. Вот попомни мои слова. Все. Ну все. Успокойся. Все. Давай, давай, попить. Давай. Вот так вот. Молодец. Давай. Вот молодец. Давай, давай, давай. Ну. Господи. Все. Господи. Не отпустит. Господи. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Посиди. Скоро уже. Да-да. О! 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 Можно? Добрый день. Здравствуйте. Что же это у нас уже и мужики стали женскими хворями страдать? Ну, нет. Это муж моей пациентки пришёл за рецептом. Как чувствуешь себя, Ледуш? Я превосходна. А вы? Отлично. Сейчас посмотримся. Так, прошу. Да это как всегда. Так, сейчас посмотрим, как у нас и что. Товарищ Серов, она на приёме. Всё под контролем. Вон там. Ну, а где Георгий? Почему его нет с нами? Жуков занят, жена не пустила. Брать, чтобы он Геевну послушал. Значит, послушал. Да у него там чёрт ногу сломит с этим бобьём. Ну что? Давайте. За победу. Эй, живчики, давайте за победу. За победу? Давай. Ну что, Ледуша, организм здоровый, но есть осложнения. Какие осложнения? Альжбета Яновна, две недели назад всё же было хорошо. Ну, было всё хорошо. Ты в последнее время ничего тяжёлого не поднимала? Да нет, боже упойся. Что случилось? Возникли осложнения. Придётся прервать беременность. Как? Что вы? Извините. Я… Я не понимаю, Альжбета Яновна, что… Почему я… Я не могу… Через две недели аборт делать будет поздно. Нужно решать сейчас. Почему? Я же прекрасно себя чувствую. У меня нет ни боли, ни кровотечений. Вы с чего это взяли? Ну, ты ещё спорить со мной будешь? Я буду спорить, потому что я фельдшер по образованию. Я в этом тоже немного понимаю. Ну, а я врач. Если я говорю что-либо, я знаю, что я говорю. Плод располагается неправильно и формируется неправильно. Понимаешь? Так он что же это… Может, родиться неполноценным? Все мы под Богом ходим. Семёныч, одна сетка уже готова. Видишь, поплавки притоплет. Там уже… Ну, действуй. Ага. А он что с тобой? Всегда так за поневрата? Да. Он у меня уже давно. Сибиряк. Крутой. Прямой, как три рубля. Мы с ним навились и в атаку ходили. У меня тоже вот такой был. Два раза меня прикрывал. Погиб. Вот такие войну ты и выиграли. В сорок третьем, когда Виленчик погиб, он хоронить ездил. Я не мог. Все, что осталось, сыночку похоронил. Приехал, стал рассказывать. И как зародай, он виляно как сына любил. Ну, с характером. На прошлой рыбалке, когда уху переперчил, Жуков уху наземь и руку на него поднял. А этот ему говорит… Георгий Александрович, не доводи до греха. Тот аж отпрыгнул. Чё? Ты кто такой? А он говорил, я только медведя бою. А медведь в тайге. Так Жуков до сих пор смеется. Солдат, полотенце. Есть. Мне нужно подумать. Подумай. Хорошо подумай. И через пару дней приходи. Спасибо. До свидания. Ну, вот и все. Слышали? Альжбета Яновна. Ах! Позвольте. Лидия Владимировна. Лидия Владимировна, подождите. Вот так. Альжбета Яновна. Я вот что думаю-то. Эйзенхаур – американский победитель. Готовится к президенту. У французов Деголь – уже президент. А у нас на улице кого-нибудь спроси. Кто? Кто у нас символ победы? Не ты, Паш, не Вася, не я. А маршал Жуков – национальный герой. Оно ведь только пятьдесят. Самый смог, а? Так. Вот почему его здесь с нами нет? Ну, сколько мы можем молчать? Ты же обещал с ним поговорить. Ты поговорил? Поговорил. Да он как из Германии вернулся в весь делах. Ничего не видит, что под носом творится. И никогда не увидит, пока сам голову не расшибет. Чего мы ждем? Мы же ему эту победу на блюдечке поднесли. Он же в сорок первом армию с дерьмом смешал. Направо и налево расстреливал. А и на других списывал. Он же всех их вырезал, лучших. Что, опять? Хватит! Не рей! Не хватит, Паша! И мы следующие. Как дела, товарищ Жуков? Отличный, товарищ Сталин. После того, как вы меня пригласили… Ну, как не пригласить, когда вокруг все, слушай, говорят, Жуков недоволен, Жукову не нравится, не дают работать. Кто говорит, товарищ Сталин? Я ведь только про это… Ты же охотник, да? Так точно. Можешь почистить ружье? Конечно. Садись, садись. Я читал, читал твой проект. Очень много там нового, я бы сказал, полезного очень много. А вот министр обороны так не считает. Вообще-то, нехорошо, конечно, через голову булганина решать какие-то вопросы. Обижаешь ты министра, а? Товарищ Сталин, да он ничего не понимает в нашем деле. Как? Ты хочешь сказать, что партия и правительство поручило такой ответственный пост дураку? Нет, я хочу сказать, что есть более знающие люди. Например, ты, да? В том числе. Хочешь всю армию держать в руках? Товарищ Сталин, я всегда хотел и хочу служить нашей великой родине и коммунистической партии. Если проекты утвердят, то армия в кратчайшие сроки сможет стать мобильной и отражать любые атаки. А что в свои руки? Для чего мне это? Хорошо, хорошо. Все равно я тебе не верю. Врешь ты все, Георгий. Внимательно прочитай и подпиши. У меня... У меня... У меня... У меня рука с лобода. Я не могу. Понимаю. Я тебе сейчас и эту руку оторву. Ты у меня зубами будешь... Подписывай! Держи! Левой рукой! Расписывайся! Что у меня просьба? Спрашивай. Можно меня в другую камеру пересадить от этих страшных людей? Не знаю. Посмотрим. Давай вспоминай, о чем еще говорили на озере. Он же все красиво написал о развале Красной Армии. Правильно. Почему не уточнил-то? О том, что хотели раскручивать самолеты, чтобы они не могли летать. Да глупости это все. Новиков командующий, маршал авиации. Зачем ему? Ну, правильно. Правильно, друг. Все правильно. Новиков командующий. Выкормишь? Английский. Ты кого защищаешь? У меня столько показаний. Водителей, адъютантов. По какому поводу на озере была сходка? И о том, что был там резидент? Резидент был? Да какой резидент? Правильно. Какой резидент-то? Генерал Гордов. Гордов, генерал. У тебя ж там все в протоколе написано. Я удивляюсь вообще, как советский генерал мог написать вот такую вот ахинею. Это же, это же какой-то бред. Чистый. Воды. Ты пойми, друг, мы с тобой вскрыли шпионский заговор. Заговор против кого? Против товарища Жукова. Ты понимаешь? Да. Поднимайся. Поднимайся. Давай-давай. 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 Молодец. Молодец. Сейчас, как вот написано в протоколе, да, ты повторишь слово-слово в присутствии свидетеля. Давай-давай. Не видите? Мне пушки отпили. У меня кровь идет. Повести этого. Я ссать не могу. Скажи, пожалуйста. Пожалуйста. Зажись, брат. Пожалуйста, скажи. Сойкин поднялся, сел на табурет. Знаешь, я не часто смотрюсь в зеркало. А иногда, когда увижу себя, я говорю, врешь ты, все, Йосиф. Не верю я тебе. Замышляешь ты что-то против товарища Сталина. Что так серьезно слушаешь? Пошутил я, слушай. А вот птичка. И птичке не верю. Вдруг эта птичка прилетела из-за границы. А что, если эту птичку кто-то кормил неделю назад там? А может, это был Черчилль? Значит, ты говоришь, Георгий, что твой друг Эйзенхауэр хочет напасть на Советский Союз? А почему он мой друг, товарищ Сталин? Ну как же, ты же по приглашению Эйзенхауэра хочешь поехать в Америку? Да, самолет готов, но я думаю, что это общее дело, политическое. Политическое, говоришь? Эх, Георгий, политика — это не твое дело. Политики хитрые, а ты чистый, прямой. Давай, выпьем за тебя. Нет, за вас, Иосиф Виссарионович. За великого полководца. Ты следующий пойдешь в эту камеру. Тебя отделают по полной. Я клянусь тебе. Ему двадцать три года. Отпусти. Он же еще ребенок. Подпиши протокол. Подпиши все, о чем говорили на озере. Все подписали. Ты один упертый. Сибиряк Хрянов. Подписывай, говорю. Я ничего не слышал. Я на озере был. Сетку вытаскал. Я говорю, Сойкин. Подписывай. Здравия желаю, товарищ Мирклуп. Писал? Нет. Ну, подписывай и отпущу всех. У них же семьи, дети. Чего ты уперся один, как дурак? Ну, вот. Говорят, ты один на медведях ходил? Так точно, товарищ генерал армии. Шапку ему в халю кидаешь. И под ноги. И ножик ему по горлу. Ну, вот и давай, Сойкин. Ножа им в горло, сволочам. Они жируют, а ты за них отдувайся. Подписывай. И слово офицера отпущу. В Сибирь поедешь к медведям. Ну. Слово офицера. Отпустите. Все. Слово офицера. Всех домой. Клянусь. Клянусь. Так это, Жуков. Жукова не было на озере. Но потом-то он приехал. Рыбалка звонил Жукову. Они его там ждали на этом озере. Не было этого. Скотина, ты у меня Машкой станешь через неделю? Подпишешь. Маршалы и генералы ждали Жукова на этом озере. Жуков главный персонаж этого гнусного заговора. Ах ты! Отстань! Отстань! Скотина! А эти подписали? Так точно, товарищ Шмельклов. Ну и хорошо. Скотина! Пожалуйста. Молодец. Ну ладно. Шутки в сторону. Не должен ты ехать в Америку, Георгий, недостойно советскому полководцу, герою войны. Ехать не по официальному приглашению президента. С частным визитом ты едешь к Кейзенхауэру. А он кто? Капиталист. А ты? Большевик. Он что, ровня тебе? Он что, Сталинград выиграл? Курс выиграл? Берлин взял? Кто он такой? Всего лишь неплохой генерал. Не годится. Я об этом не подумал, товарищ Сталин. Тебе надо подать телеграмму, что, к сожалению, откладывается моя поездка в Болин. Ну, большой театр Ивана Сусанина показывает. Пойдем вместе туда. Позовем Политбюро, журналистов позовем, дипломатов позовем. Пускай увидят, как мы врагов наших топили в болотах. Ну? Понял, товарищ Сталин. Только дипломаты ведь увидят меня там. Поймут, что неволен. По фальшивому предлогу в Америку не еду. По фальшивому? Они три года не могли второй фронт открыть. Ждали, пока Красная Армия не захлебнется в крови. Садись. Нечего тебе там делать. Какие они нам друзья. Вот в Кито поезжай. В Польшу езжай. Я за. Там наши друзья. Теперь понял? Все понял, товарищ Сталин. Пойдем покушаем. Что-то кушать я захотел. Какой навар. Сталин. Тааа! Напоил, ненавижу эту мочу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну-ка, допусти. Есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Георгий Константинович! Боится. Собственные тени боится отец родной. Птичка. Птичка. Отлеталась птичка. В клетке птичка. Меня он боится. Меня. Птичка. Птичка. Георгий Константинович! Заклин, это американцы умоляют! Ну, загоримся, умоляю! Все, сели. Сели, Георгий Константинович! Студебекера из гаража придется пригнать. Оставить нытье. Сейчас все поправим. Сой за руль. Георгий Константинович, давайте я можно... Садись, сказал. Сейчас все поправим. Есть! Садись! Гацу только! Давай газу! Давай! Газу давай! Давай-давай! Давай-давай! Давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай, родной. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Кто там? Я Впустишь, нет? Заходи, заходи скорей Ой, что случилось? Что случилось? То случилось Сейчас Случилось Наливал, лил, лил Ничего, главное Не скажешь, пока семь бутылок Десять не выпил А он, может, одну от силы Пьяный Пьяный Жуков, да Пьяный Пьяный А чё грязный такой? Машину вон Из грязи вытаскину Немножко протрезвел Сейчас опять пить буду Водку Русскую водку дай Водки Русской водки Побольше Давай Русской Я Подожди Я сам, Лид Просто я сам Ой, это я Я вижу, впрочем, по фаршюрскому стрелку двойный кросс Три километра бегала Сейчас, подожди Никто главнокомандующего не обогнал Собственно, не очень старались Боялись меня даже Да Я их погонял, этих жирных ночфинов Всех Всех На турник, на коня готовься Угу К труду и обороне Я и сейчас могу Хочешь? Куда? Десять раз подтянуться Хочешь? Где у тебя десять раз подтянуться? Негде Отжаться могу десять раз Не надо Отожмусь десять раз Не надо А то смотри Смотри Ой А на Дальнем Востоке Фору на турнике давал всем Где Дальний Восток? Там Ты моё солнышко Нет, солнышко я не могу, конечно Пистолетик? Осторожно, колено Пистолетик Не надо У вас десяти бутылок этого грузинского пойла Ой А ладно Лидия, давай серьезно Поговорим, Сталин вызывал Лично хотел Показать, где моё место А я дурак, все понять не могу Сын Сапожника Внук Ребоснова После этого дружбе нашей, мне кажется, конец Ты меня прости Втянул я тебя в историю Втянул я тебя в историю Молоденького тебя офицерика Ну а да Прости меня Прости По Москве слухи ходят Неспокойно, понимаешь Оглядываются все Недавно был у меня Ну ты понимаешь Ну давай Давай Ну вот Он мне и говорит Уезжай, говорит, отсюда подальше На гастроли, чтоб на время забыли Так что сужается круг Шурочка вокруг Георгия Сужается Слушай, а кто это сказал-то? Он кто? Вот этот вот Поклонник кто? Поклонник? Ну чё так смотришь? Ну Ну ты ж сама сказала, он домой вернулся Вернулся и развернулся Ну давай О, Георгий Георгий А мы тебя заждались Лида пришла Давай садись, ужинать будем Правильно Шур Садись Давайте Ужинать будем Ну, Лид, чё ты на меня так смотришь-то? Пошли Почему пыль везде? Георгий Константинович Ну мы же волнуемся Тебя почти сутки дома не было Лид Давно хотел тебе сказать Не лезь, а? Шурка-то знает, что ты у неё был Не лезь Жор, ну как не лезь? Ну как не лезь? Прости, ну Не прощу, Лид Вот Поссоримся ведь Мы в генеральный штаб Собирались звонить Пилихин тебя разыскивает Ну не дай бог с тобой что случилось Время-то какое Новиков арестован А? Откуда знаешь? Ну я не последний человек в Москве Имею знакомых Не болтай, подумай о этих знакомых Жор Ну что будет-то? Он же к тебе К тебе присматривается Жор Поёшь хорошо, а болтаешь глупости Не лезь куда не следует И не болтай О чём не знаешь Надо обратиться к Сталину Наверняка он не знает о Борисе Всё он знает Новиков из-за Васьки взяли Генерала Васьки не дал Ещё раз говорю, не твоего ума это дело О моем отделе где-то целые сутки пропадал Неужели он Сталина? Хочешь знать, был я у неё или нет? Был Потому что дорога она мне Как и Шурка Как и дети дороги Как ты дорога Как и Крюков Так что сейчас не надо сюда ездить Но это знаешь Знаю И Крюкову скажи, чтоб не звонил сюда Вообще поезжайте куда-нибудь подальше Куда-нибудь от Москвы Я устал, спать хочу Жор Я сказал судонос не показывать Поя держись от меня подальше Всё А что кричать-то Да вон Георгий говорит, чтоб не ходила я больше к вам И мужа своего сюда не водила Ну раз Жуков говорит, что так надо, значит надо Он лучше знает А вон оно как Ну ладно Спасибо на добром слове Прощайте, люди добрые Спасибо Лид, ну Лид, подожди Ну ты ж сама всё понимаешь Ну всё, хватит Не бежать Устала я от вас Я вас провожу Не надо Здравствуйте Здравствуйте Я на минутку Пройдёмте Проходите, пожалуйста Георгий Константинович вам не звонил? Да, звонил Он сказал, что вы приедете Только не сказал зачем Присаживайтесь, пожалуйста Вот путёвка Вы едете отдыхать Срочно В Сочи вас встретят Поезд сегодня вечером, лидия Владимировна На вокзал вас отвезут А здесь на два лица Георгий Константинович поедет со мной? Поселитесь в центральном доме отдыха министерства обороны Ясно Вы орденоносец, имеете право Потом вас отвезут в Гагры Там объяснят И ещё Георгий Константинович просил никому не говорить Я понимаю, понимаю А он приедет в Гагры? Вот это в дорогу У вас отдельное купе В дороге тоже не надо ни с кем особо Вы понимаете? Да, понимаю А Георгий Константинович приедет в Гагры? Он не приедет, лидия Владимировна Неужели непонятно? До свидания Счастливого вам отдыха Да Товарищ Соночкин Да Оружие при вас Нет Следуйте за мной Прошу 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 Передайте Георгий Константиныч К телефону срочно Слушайте, Вы что, совсем обнаглели? Может мне ещё к вам приехать Полы помыть Прошмандовки Я не прошмандовка вам Передайте ему, что арестован его адъютант арестованный адъютант Георгия Константиновича, товарищ Сёмочкин. Александра Деевна, передайте, передайте Георгию Константиновичу. Алло. Алло. Лидия Владимировна, отчего это вы двери не закрываете? Двери надо закрывать. Лид, ну, ну все. Лида, тихо, 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 присядь, присядь. Вот так вот, тихо. Ну, ну. Ага. Ну все, успокойся. Давай-ка мы с тобой соберемся сейчас, да? И поедем. Давай? Да. Давай. А куда? Куда? Лид, ну, не на юг. В другое место надо ехать. В другое. Лида. Лид. Лида. Лида, подожди, послушай меня. Нет. Лида, пожалуйста, открой дверь и выслушай меня. Нет. Нет, Иван, нет. Лида, пожалуйста, открой дверь. Лида. Нет. Нет. Нет, Иван, уходи. Хорошо, послушай, выслушай меня. Мы сколько с тобой знакомы? Нет. Нет. Три года. Я за это время хоть раз зла пожелал тебе или нет? Нет. Уходи. А почему? Да потому, что я люблю Торзе и уважаю его, может быть, больше, чем тебя. Лида, я к нему представлен. Для того, чтобы у него все было хорошо. Для того, чтобы у тебя все было хорошо. Для того, чтобы у Александры Диевны все было хорошо. Лида, открой дверь, я сказал. Жор. Жор. Жор, вставай. Что? Захарова твоя звонила. Что случилось? Семочкина арестовали. Я говорила, что вот эта вот тайная жизнь до добра не доведет. Нет никакой тайной жизни. Все, что делал, у всех на виду. Ни от кого не прячься. Бучин. 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 Что? Бучин. Что? Возьмите ее в темную комнату. Гости у нас. Есть. Кто такие? Товарищ Жуков. Обыск. Ордер есть? У нас все есть. Все по закону. Ночью по закону предупреждаю. Стреляю на поражение. Как минимум двоих с собой заберу. Пошли вон, собаки. Уходим. Лида, ну неужели ты подведешь Георгия Константиновича и без того, в сложное время? Георгий Константинович хочет этого ребенка. Он мечтает о сыне. Я знаю, знаю. Успокойся. Знаю. Лидочка, давай-ка. Ну-ну-ну, все. Давай, садись, выпей воды и успокойся. Давай. Давай-давай-давай. Давай. Ну, давай. Вот так. Он не простит тебя. Он не простит вам. Лида, хорошо. Вот. На. Полюбуйся. Это какая-то повестка. Это ордер. Ордер на другое лицо. Лида. Лида, послушай меня. Да неужели ты не понимаешь, что у меня приказ? У меня есть приказ. Сопроводить тебя по месту жительства. А сюда прописать других людей. Георгий Константинович знает об этом. Георгий Константинович ничего не знает. И знать не должен. Услышь меня. Над Георгием сейчас сгустились тучи. И мы его с тобой в эти дела посвящать не будем. Я ведь не пугать тебя сюда пришел. Я пришел помочь. Помочь? Да. Убив моего ребенка? Я пришел сюда помочь остаться в живых тебе, ему и себе заодно. Неправда. Ну, хорошо. Вот еще одна бумажка. И в этой бумажке уже не я тебя запугиваю. Что это? Это ордер на твой арест. Я тебя прошу, давай мы сделаем все, как я тебе говорю, и всем будет хорошо. Я буду тебя защищать, я буду Георгия защищать. Но пойми ты, в этой ситуации я не все могу сделать. Мне нужно позвонить Георгию Константиновичу. Лида, послушай меня. Лида, послушай меня! Точно такая же бумажка. Выписана на его фамилию. Я ее видел своими собственными глазами. Жуков на проводе. Со Сталина соедините. Выбирай. Поехали. Поехали. Я не могу. Лида, ну я тебя прошу. Поехали. Я не могу. У меня срок. Да. Мне врач сказал, что у меня никогда не будет детей. Я не могу этого сделать. Я не могу. Я не могу. Лида, 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 ну, ну, Лидочка, ну, давай. Ну-ну-ну. Лида. Иосиф Виссарионович, ко мне тут пытались торгнуться с незаконным обыском. Ночью? Может, это обыкновенные воры? Да нет, Иосиф Виссарионович. Говорят, у них был ордер на обыск. А что мне искать-то? Это вы у меня спрашиваете? У меня из личных вещей. Трубка, китель, солдатское одеяло. Ко мне никто с обыском не приходит. Сколько не прошу. Значит, есть что брать. Есть. Много скарба навезли из Германии. Товарищ Сталин. Ладно, разберемся. Спите спокойно, товарищ Щуков. Скоро ваше персональное дело будем разбирать. Подкрепитесь, подготовьтесь. Какое дело? Когда? Где? Так они и пришли, чтобы сказать, где. А вы выгнали их. Недружелюбно поступили опять. Ладно, вам надо выспаться и крепко подумать, что отвечать на заседании. До свидания. Это показания? Дерьмо это, а не показания. Мы работаем, товарищ Сталин. Ладно, иди. Новиков даст показания, товарищ Сталин. Это теперь уже дело чести. Голову подойми. Подойми голову! На меня смотреть засранец. Смому не надоело. Пятый день одно и то же. Не считать начал. Ну, это хорошо. Скоро со счета собьешься. Может, тут с вами целый месяц кочевряжемся. Я думаю, маршал авиации не так часто сидят на вашем стуле. Да какой ты, Маша? Ты так говнюк. Это ты на воле был маршалом, когда заговоры готовят. А здесь ты просто кусок дерьма на лопате. Что тебе, Жуков, еще говорил? Когда? Он много мне что говорил. Слышь, это меня несли. Когда? Да когда вы товарища Сталина поносили. Сначала про сына его Василия. Потом про Сталина. Что он армию развалил. Страну довел. А потом к Телегину поехали и составили антигосударственный заговор против ПКПБ и правительства. Мы знаем. Мы все знаем. Чепуха, бред. Никогда этого не было. Заткнись, дурак. Мы вас уже целый год слушаем. Все ваши слова. С какой бабой заснул, с какой бабой проснулся. И товарищ Абакумов тоже все знает. Веселая у вас жизнь. Слушай, дай послушать, а? Не умничай, подонок. Ты хотел стрелять в товарища Сталина. Я ничего не слышу, а. Ты хотел стрелять в товарища Сталина. Я ничего не слышу. Ты хотел стрелять в товарища Сталина. Я не хотел. Я уже это говорил. И товарищ Жуков. Меня об этом не просил. Я ничего не слышу. Что там, опять что-то случилось? Нет, все в порядке. Девочки спят, все хорошо. Я Жор поговорить хочу. Говори, а то я сплю на ходу. Жор, мы не нужны ему больше. Война нас спасла. Если бы и не война, то в лагерях бы сгнили. Ну все, война кончилась. Одна закончилась, другая вот-вот начнется. Мы для Запада как кость в горле. Так вот, если начнется, он вас опять из лагерей достанет. И будете служить ему. Мы всегда служили своему народу. И партии. И ему. Потому что он возглавляет партию и ведет народ. Но сейчас вы ему не нужны. Какая у вас сила, посмотри. Вас народ любит, сила, любовь. Он, ты что думаешь, этого не видит? Спасибо. Пожалуйста. Что же мне делать-то? Стреляться? Не буду. Я внук крепостного. В благородство не играю. Ты просто смирись. Покажи ему, что он хозяин и все. Мне не нужна власть, не нужна слава. А что тебе нужно? Работа. Я боевой офицер. Армия моя жизнь. Мне больно смотреть, как дилетанты ее разрушают. Сердце кровью обливается. Ты хоть понимаешь? Ты у меня сейчас прочитаешь эту бумагу и сейчас… ты у меня сейчас… прочитаешь эту бумагу и сейчас… я же подпишешь. Я… я смерти не боюсь, товарищ Лихачева. Но я хочу тебе сказать, как герой Советского Союза. Да у меня больше боевых вылетов, чем ты провел допросов. Какой ты герой Советского Союза. Тьфу! Сняли с себя и герои Советского Союза. И ордена, и звания. Все сняли. Ты рядовой забыл, что ли? Ты из параши пил уже? Пил из параши! Бумагу эту ты у меня сейчас прочтешь и подпишешь. Вникай. Бракованные самолеты принимал с завода в результате аварии и гибель экипажей. У тебя сколько образований-то, а? Триклассный коридор. Да ты истребитель видел? Живой. Понимаешь, что без бензопровода двигатель-то не работает. Да мне это и знать не нужно. Это тебе, вредителю, нужно знать. Поднял! Или хочешь, чтоб я Василия позвал, чтоб он тебя опять отделал? Доказательство гибели летчиков. По халатности. И не один раз. Ну какая, какая организация? Ну как же мы победили фашистов с бракованными самолетами? Ты понимаешь, что ты мне тут сует? Стоять! Вася! Вася! Быстрей! Отдай! Ну стоять! Ну вон вставать! Оставь это дерьмо! Пусть здесь пока лежит. Столовая открыта. Я вам тут и котлеты и макароны принес. Слышишь? Котлеты и макароны! Сегодня заседание высшего военного совета. Будут разбирать мое персональное дело. Ты помнишь, что я тебя просила, да? Пожалуйста, смирись. Хорошо? Христом Богом прошу. Ты кайся. Просто смирись и кайся. Пожалуйста, если ты себя не жалеешь, то хотя бы нас пожалеет. Детей, меня, Захарова, в конце концов, свою пожалею. И это тоже коснется, если уже не коснулась. «Слышишь» Здравия желает, товарищ Сталин! «Все в порядке. Товарищи офицеры! Я бывший командующий ВВС Советской Армии. Я бывший командующий ВВС Советской Армии, главный маршал авиации Новиков, доношу до сведений партии и правительства и лично товарища Сталина ниже следующие факты недостойного и вредного поведения со стороны маршала Жукова по отношению к правительству и Верховному Главнокомандованию. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Пропускай. Остановись. В течение многих лет маршал Жуков, несмотря на созданное ему правительством и Верховным Главнокомандованием высокое положение, считал себя обиженным, выражал недовольство решениями правительства. Ждем приказа. Маршал Жуков, утеряв всякую скромность и будучи увлечен чувством личной амбиции, считал, что его заслуги недостаточно оценены, переписывая при этом себе в разговорах с подчиненными разработку и проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая те операции, к которым он не имел никакого отношения. Жуков ведет вредную, обособленную линию, то есть сколачивает людей вокруг себя, приближает их к себе и делает вид, что для них он является добрым дядей. Таким человеком у Жукова был и я. А также Серов. Жуков был ко мне очень хорошо расположен, и я, в свою очередь, угодничал перед ним. КОНЕЦ 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 Ну, уж я тебе тоже налью, и чтоб ты мог с нами тост поднять. За товарища Сталина. КОНЕЦ 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 Что-то вы у меня молчуные оба. Вон один молчуный, а вот второй. Ой! Поехали! 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 Ой, сука! Танцевать будем? Поехали! 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 Да что ж это... ПЕСНЯ Зазнайство не так опасно. Опасно перерождение личности. Яконье в среде высшего командного состава стало формой поведения. В последнее время это антигосударственное явление можно охарактеризовать так. Мы воевали, а вы в тылу сидели. Мы герои, а вы тыловые крысы. Мы кровь проливали, а вы и так далее. Победа ковалась всем советским народам. И не только на фронтах. И не только бравыми маршалами-орденоносцами. А доменщиками, шахтерами, фрезеровщиками, колхозниками. Все советские люди совершали каждодневный подвиг. И подвиг, Георгий Константинович, не меньше, чем ваш. А порою, может быть, даже и больший. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Твою мать! Держись, держись. 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 Медработник! Вот так. Держись, держись, держись. Держись. Вот так вот. Вот так вот. Так. 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 Вот так. Вот так. Это я! Она пыталась покончить с собой. Вены вскрыла! Скорую сюда! Быстро! Из ближайшей больницы! Быстро! Держись! Сыка! Я тебе с двух утки дам! Ты у меня жить будешь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Зазнайство, неспособность к диалогу, к самооценке. Мы, товарищи, об этом уже все знаем. Жуков фактически никогда не дослушал ни один доклад до конца. Он всегда все знал. Высказывать возражение Георгию Константиновичу означало наткнуться на личную неприязнь. Как работать, если правду сказать нельзя? Можно нарваться на хамство, на грубость, а то почти еще можно зуботычину получить. Поймите, товарищ Жуков, я не в качестве личной мести, а с целью восстановить справедливость, потому что это полное недопонимание друг друга. А с чего началось, Филипп Иванович, это недопонимание? Вам напомнить, как вы лично с товарищем Мехлисом... Нам пока еще слова никто не давал, товарищ Жуков. Пошли. Проходите скорее, она в ванной. А где ванна-то? В двери налево. Быстрее, быстрее. Продолжение следует... Что она? Жить будет в основе? Да. Разрешите мне? Товарищ Сталин, товарищи, я знаю товарища Жукова многие годы. Это мой друг. Будучи в конце войны соседом по фронту, в частности, во время берлинской операции, я неоднократно сталкивался с диктаторскими замашками товарища Жукова. Спорить порою было просто бесполезно. Если Жуков решил, что будет так, значит, никак больше не будет. Махнешь рукой и... Конечно, неприятно, когда наорут. Особенно при штабных. Но в войне-то мы победили. Врага разгромили. Что же теперь, Ворошид, прошлое? Да, сейчас везде, во всех газетах пишут, Жуков спас отечество. Жуков приехал в Сталинград, и все пошло как по маслу. Жуков приехал в Ленинград и спас ситуацию. Конечно, тем товарищам, которые вместе ковали победу, обидно это слышать. Как будто их и не было там. Поэтому считаю необходимым указать товарищу Жукову на его зазнайство, особенно в присваивании чужих заслуг. Холодной водой перевязанной в Ленинград очень эффективно, но только совершенно безжалостно. Страшно подумать, что испытывал организм, который таким образом возвращали к жизни. Моя задача не допустить, чтобы она умерла. Моя тоже. Карту Нечаева дай. Сейчас. Вот, возьмите. Вы будете делать операцию? Да, я. Эта женщина беременна. Отсюда она должна выйти уже чистой. Понимаете? Если вы имеете в виду аборт, то она наблюдалась у гинеколога? Да. И, наверное, дала согласие на операцию. Так вот, пусть тот врач делает ей аборт. Хорошо. Сколько продлится операция? У вас есть время. Я доложу о вашем отказе. Где у вас телефон? Телефон у нас только для медперсонала. У вас что, давление? Автомат на улице, за углом. Товарищ Сталин, разрешите? Я вот что хотел сказать. Конечно же, у Георгия Константиновича есть недостатки. А у кого их нет? И у меня они есть. И у присутствующих здесь товарищей тоже. Считаю письмо маршала Новикова сфабрикованной фальшивкой. Я знаю Сан Саныча много лет. Лично я не могу поверить в то, что это он написал. Считаю, надо разобраться. Иначе так можно любого из нас взять и попросить написать вот такое письмо. О каком зазнайстве идет речь? Лично я неоднократно видел, и любой тут может подтвердить, Жуков является душой высшего командного состава. И на передовой, когда приезжали артисты, и после победы он неоднократно приглашался на дни рождения, брал гармонь и вместе с нашей прославленной Руслановой пел, как простой мужик. И на фронте, если застревала машина, он пересаживался на броню танка и ехал вместе с рядовым составом на броне. И солдатики видели, вот он, Жуков, под пулями, вот он, Жуков, вместе с нами. А что такое проехать 30 километров на броне? Кто ездил, тот знает. А кто не знает, пусть послушает. Я не понимаю, за что его здесь судят. За характер? Так если судить за характер, мы бы войну проиграли, как бесхарактерные неумехи. Замолчите все! А что вы, товарищ Жуков, нам скажете? Если я в чем виноват, готов нести наказание. Ну, мне, товарищ Сталин, не в чем оправдываться. Я всегда честно служил партии и нашей Родине. Обвинение же в том, что я якобы группирую вокруг себя недовольных и противопоставляю себя правительству, верховному главнокомандованию. Считаю провокацией. Прошу также разобраться, при каких обстоятельствах были получены показания от маршала Нойкова. Я его знаю много лет, встречался с ним на фронте. И убежден, что кто-то вынудил его написать неправду. Пройдемте. Мне сказали, что она порезала вены. Да, но это не имеет значения. Операция назначена на сегодня и сегодня должна быть проведена. Больной Захаровой прибыл, ее врач. Проводите в операционную. Пойдемте, доктор. Я покажу вам, где переодеться и подготовиться. Пойдемте, доктор. Да-да. У вас кровь на рукаве. Пойдемте, доктор. Совсем новый. Теперь еще не оттерять. Пульс ровный. Да. Сердце хорошее, сильное. Ну, что, в палату ее? Пойдем. Вот черт. Хорошо, идите. Приволок все-таки. Кого? Гинекологы. Будут абортии делать. Ну, чего ждем? Готовим больную Захарову к операции. Что же касается присвоения мною заслуг за чужие операции. Мне-то зачем? Если и было, что сказано, то было сказано не мной. Как это не вами? Вы же говорили корреспонденту в Берлине. Это же все напечатано. Товарищ Конев, он присвоил ваши заслуги в проведении Корсун-Шевченковской операции? История нас рассудит, товарищ Сталин. Факты вещь упрямая. Товарищ Конев, надо внимательно прочитать эту статью. Я не читал. Но я думаю, корреспондент все напутал. То, что вы один на всех фронтах выиграли сражение, это напутал корреспондент. Продолжайте, товарищ Жуков. Мы вас внимательно слушаем. Что же касается обвинений меня в бонапартизме, тут надо задуматься. Если я был груб, нетерпелив, прошу всех меня извинить. Простите меня, товарищ. Простите, товарищ Сталин. Ну, пусть будет так. Так, считаю, сказанное здесь товарищами наводит на глубокие мысли. Я думаю, товарищ Жуков, вам на время нужно покинуть Москву. Тут надо подумать, подыскать достойную работу. За мной. За мной. Товарищ акцентеры! Мы хорошенько подумаем и сообщим вам. Товарищ Сталин. Идите работать, товарищ Абакумов. Как все прошло? Хорошо. Она жива, она бесплодна. Боюсь, что навсегда. Когда она придет в себя? Ну, не знаю. Завтра, сегодня, вечером, сейчас. Что нужно для скорейшего выздоровления? Покой, хорошее питание. Стареть. Впрочем, не знаю, как она поведет себя после того, как узнает, что потеряла ребенка. За этим будет следить наш человек. А вы можете идти. Вы выполнили свой долг. Благодарю. Мне нужно поговорить с заведующим отделением. Срочно. У меня только по Уралу не хватает порядка двух тысяч единиц руководителей высшего и среднего звена. Кадровый голод чудовищный, товарищ Сталин. Зачем нам держать такую ораву адъютантов, поваров, водителей? По опыту знаю, боевые генералы – прекрасные руководители. Но война окончилась. Надо страну возводить. Шахты пускать, домны. Города из руин поднимать. А то живут прошлыми победами. А ведь простому советскому труженику неважно, кто кого из них на каких стадиях какими почестями обошел. Я до глубины души возмущен, считаю, что в армии должны остаться истинные большевики. Ну, хватит. Приготовь свои соображения и выноси на политбюро. Подумаем. Считаю, основной костяк наших воинспецов – честные добросовестные товарищи. Ну, а шелуху мы сдуем, просеем, не будем рубить с плеча. А мне понравилось, как маршалы все за него вступились. Честно, прямо без обиняков. Поругали в меру и поддержали. Молодцы! Особенно хорошо маршал Рыбалко выступил. Если хотите знать мое мнение, товарищ Сталин, не до конца честен был товарищ Рыбалко. Чепуху нес. Дружка выгораживал машину, товарищ Сталин. Идите работайте, Лаврентий Павлович. Лаврентий Павлович. Ускаля. 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 Усилло. Ускаля. Ускаля. Лежать. Тихо, лежи, а то ремнями койки привяжу, ходить под себя будешь. Тихо, тихо, тихо. Успокойся. Тихо. Павел Семенович, при пальпации желудка, прощупывается легкое уплотнение. Придется провести обследование в стационаре. У меня учебные стрельбы, я не могу. Ну, стрельбы подождут. Я думаю, нам теперь не до стрельб. И так сорок раз. Так какой же я больной? Нет, я ложиться не буду. Плановые обследования проходят все, товарищ маршал. Это не моя прихоть. Приказ. Здоровых мы тут не держим. Недельку и все станет ясно. Тихо. 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 Да-да, конечно. Георгий! Ну, кто ж так делает? Мне Телегину позвонили, я концерт отменила в Центрике. Ну, зачем? Я же говорю, не надо сейчас со мной. Константин, Владимир Викторович, Лида. Да как же так-то? Ну, что же, ну как же ты? Ну, как же я по-другому-то могу? Может, они русские, что ли? Русские? Слишком уж русские, вижу. Спасибо вам. Я вам благодарен. Спасибо. Все знают, что ты невиновен. Все знают, что это ссылка. Ну, мы тебя любим. Слышишь? Мы с вами душой и телом. Все будет хорошо. Лида, я тебя приказом вызову. Своешь одесситом? Ну, я вечно буду для тебя. До конца дней своих. Спасибо вам. Удачи. Товарищ маршал. Разрешите войти? Пойди. Есть. Пошли. Есть. Пошли. Есть. Шестое. Здесь. 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 Выпечу. Горячий. Зачем ты это сделала, Лид? У меня больше никогда не будет цена. Так доктор сказал? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пления Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Проходите. Прошу вас. Спасибо. Сейчас. Не тронь, девушка. Извините. Не для тебя написано. Я давно тебя ждала. Давно. Проходи. Проходи. Стало быть, как... Это что, вам Лида про меня рассказала? Да? Никто мне ничего не говорил. Ну, что же ты хочешь, жена невенчанная от мужа своего? Невенчанная. От чего жена хочет от мужа? Любви. Верности, честности. Чтоб жив был. Чтоб по сторонам не глядел. Чего захотела. Девушка, видать, ты забыла, кто он. Он человек войны. Он воин. Да такой, которых раз в тысячу лет рожают. Он привык брать свое. Так и тебя взял когда-то. Так и победу взял. Так и все берет, что ему надо. И ни у кого ничего не спрашивает. Пришла той по гибели просить. Не спорь. Все в жизни надо называть своими именами. Опоздала ты. Как? Она же жива. Жива да не жива. Хоть и живет, и двигается, и говорит. А умерла. Убили душу ее, добрые люди. Больше она тебе не опасна. Будешь с ней встречаться. И говорить будешь. Знаете, это вряд ли. Даже помощи у нее просить будешь. Сказать, что Жукова восторженно встретил простой одесский люд, это значит ничего не сказать. Другое дело высшее партийное руководство города. Уж больно крут оказался маршал. Не можете обеспечить жильем офицеров. Это ваши проблемы. Я требую. Не можете победить преступность. Хорошо, я решу и эту проблему. За три дня. С помощью войсковой операции. Незаконно. Ограбить людей среди белого дня законно. Партийная элита Одессы с тревогой наблюдала за все возрастающей популярностью Жукова. И прежде всего среди простых людей. И не ожидала, что увидит такого, не сломленного маршала. До поры до времени Сталин с усмешкой читал секретные донесения из Одессы. Его любимец, которого он, похоже, не хотел и не собирался добивать, себе не изменял. Неудобным Жуков был человеком. Что тут поделаешь? Но настал момент, когда Сталин понял. Надо в очередной раз поставить маршала на место. В феврале 47-го на очередном пленуме Жукова вывели из числа кандидатов в члены ЦК ВКПБ. Проверка Одесского округа специальной комиссии ЦК не выявила серьезных нарушений со стороны командующего Жукова. Ага. А что за жалобы тогда? Жалобы имеют под собой основания. Круто подходит товарищ Жуков к решению вопросов. Отобрал новый дом у города, поселил там офицеров. Террор устроил в городе военный. Ну что же, ваша комиссия совсем с ума сошла? Вот пишет, нет нарушений. Главный вывод комиссии, вот. В Одессе и по области ликвидирована организованная преступность. Простые люди в массе своей очень довольны действиями Жукова. Он теперь там герой и ведет себя так же, как в Германии. Свита снова вокруг него. Он своеволен, воскомерен, как царь какой-нибудь, король Одессы. Георгий, Георгий, как ты не хочешь понять? Пойдем. Каялся ведь. Признал свои ошибки. А теперь опять все то же самое. Вот, сказал не открывай штуру, она все равно открывает. А можешь ты ее заменить? Кого? Палю? Не надо. Она о моем здоровье заботится. Хочет, чтоб я солнце видел, воздухом дышал. Вон ты с мороза пришел, румяный весь, а я на солнце смотреть не могу. Глаза болят у меня, свежим воздухом не могу дышать. У меня кашель появляется. Я постарел, наверное. Ну, что вы, товарищ Сталин. Что там с операцией «Узел»? Вот. Можете сами посмотреть. Что это? Некоторые выдержки из разговоров ближайших друзей Жукова между собой и с ним самим. Телегин какой мыслитель, да? Знает, как надо делать. Надо его пригласить. Пусть нам подскажет. И Русланова пусть придет и скажет, кого нам надо арестовывать, а кого не надо арестовывать. Болтуны неблагодарные. И Жуков что, тоже что-то говорил? Покажи, где? Нет, товарищ Сталин. Как нет? Что нет? Не говорил. Жуков только отмалчивался или пресекал разговоры. Никогда сам ничего подобного не говорил. Но и донесений о недостойных высказываниях друзей от него тоже не поступало. Ты тоже хочешь, чтобы маршал сам тебе писал доносы что ли? Сдурел что ли ты, Виктор Семенович? Ну почему доносы? Партийная дисциплина. Ты мне скажи, у тебя есть что-нибудь на Жукова или нет? Есть сведения, подчеркиваю, товарищ Сталин, не проверенные пока. Жуков хранит у себя значительное количество ценностей в золоте и драгоценных камнях. Видимо, на случай внезапного отъезда к своим друзьям на запад. Бриллианты – это не мебель и не машины. Это серьезно. Погряз – значит, Георгий Константинович в буржуазных ценностях. Надо помочь маршалу выпутаться. Из этой заразы. Виктор Семенович. Да. Найди. Это чемоданчик с бриллиантами. Так, задачи вам ясны, так что все свободны. Гришаев, Лихачев, останьтесь, пожалуйста. Значит так, получено новое вводное. Мы должны во что бы то ни стало найти чемоданчик с драгоценностями, принадлежащие Жукову. Виктор Семенович, так это слухи? Ну, один раз тут на допросе ляпнул, чтоб не били. Неважно, ляпнул, значит, что-то где-то слышал или видел. Дыма без огня не бывает. Меня интересует этот чемоданчик и не только меня. Может, Жуков хранить его у Руслановой? Исключено, Виктор Семенович. И вообще не думаешь, что Жуков разбирается в бриллиантах. Я спрашиваю, можем ли мы организовать поиск и обнаружение этого чемоданчика у Руслановой? Будет ли это выглядеть правдоподобно? Подтверди-то на это на допросе. Это возможно? Думаю, что да. Но как-то это все очень кривовато, Виктор Семенович. Кривовато. 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 Что у нас там в сухом остатке? Только ордена, да? Да, Виктор Семенович. Он с удовольствием их награждал. И Русланову, и Крюкову, и Телегина, и остальных. Ну и что, что награждал? Генералы воевали, кровь проливали. Она пела. Она два полка «Катюш» на свои деньги купила. Да хренатин это все. Отмоются. Виктор Семенович, решим. Хорошо. Напоминаю, операция «Узел» одобрена Сталином. Он недоволен. И я недоволен. Поэтому прошу быть всех предельно бдительными и внимательными. Провалим. Сами понимаете, мне голову тут же. А если мне, и вам тут же всем. Так что ищите чемоданчик. Все бы свободны. Виктор Семенович. Да. А если барыг прижать? Кого к стене? Кто сам принесет? Ну, как говорится, с миру по нитке. И негласный обыск у Жукова. Там все и найдется. Тем более, что у его жены наверняка что-то свое имеется. Маршал ведь не бедствует. Хорошо, я подумаю. «Да». ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В чём дело, товарищи? Куда вы меня привезли? Да не волнуйтесь, расстреляем. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Рисунок какой-то непонятный. Ну-ка, посвяти. Вот ещё одна картина. Ещё. Так. Сатуэтка какая-то. Товарищ, я действительно так ничего не увижу. Зажгите хотя бы свет. Мы вас предупреждали, работать придётся в сложных условиях. Предупреждали, когда сюда привезли, когда поставили перед фактом. А вы радуетесь, что не к стенке. Работать в сложных условиях я согласен. Но не при полной же темноте. Я и при свете-то плохо вижу. Что? Где стоит? Ты не дёргайся. Мы всё покажем. Давай, давай. Тогда зачем я вам здесь? Зачем меня ночью тащить? Тогда вы сами всё напишите, а я подпишу. Ну, действительно, вот так это не работа. Зажгите свет, и мы с вами всё определим. Что, сколько, сто. Это вы кто? Вы кто такие? Осмотрись. А? Проверка паспортного режима. Какого режима? Три часа ночи. Что вы тут делаете? Я что хочу, то и делаю. Я здесь живу. Ордер. На обыск. Читайте. Сейчас прочту. Что вы тут делаете? Ещё раз спрашиваю. Я... Я вообще-то немножко выпиваю. Понятно. Почему в темноте? Только я уже столько дней выпиваю, что мне Света и не нужен. Я её проклятуще уже в темноте чую. Да. А Свет, он же, понимаете, он же как-то и глаза режет. Мужики, а может выпьем, а? Твоё. С детей, здесь у Константиновича. Выпивки! Я молчу. Пойдём. Пойдём, 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 пойдём. Всё. Пошли, Топтон. Пошли за мной. Располагайтесь, будьте как дома. Давай, садись, садись, садись. Садись, всё в порядке. А вы... Так, отлично. Давай. Так, вы знаете, у меня как-то всё какая-то суета, суета. Вот это мне всё надоело. И вот, и я решил сюда, вот, к брательнику уехать, вот. Отдохнуть, как-то так, понимаешь? Всё. За хозяйством, кстати, посмотреть. Он меня любит. И я его тоже, кстати. Давай, всё. Подойди. За нашу победу. Отведи его. Простите. Эй, подожди, ты куда? Да. Ну так вот, пьянство грех не большой, свинство большое. Давай, выпьем за нашу победу. Будь здоров. Да, закусывай, закусывай. Бумажку ещё раз покажи мне. Ой, старая снегная радость. Значит, запой. Очки у тебя есть? Нет. Нет? Ну ладно. Да, серьёзная бумажка. Правильная, правильная. Да, сам товарищ Абакумов подписал. Ну что же, за нашу победу. Чего ищем? Да много чего. Вот, например, чемоданчик. Вы не видели? У Георгия Константиновича чемоданчик. Чемоданчик? Чемоданчиков полно. Да вы посидите пока. Там люди разберутся. Да нет, я просто покажу, где они. Я же эти чемоданчики, я же за вход. Ты понимаешь, да? Этих чемоданчиков полно. У меня всё маршальское хозяйство под контролем. Чемоданчик. Маленький. Вы у Георгия Константиновича не видели? Это вот такой, что ли? Ну, не совсем такой. А с сапфирами и бриллиантами. Сапфирами? Бриллиантами? Откуда у Константиновича сапфиры и бриллианты? Говорят, есть. Ай, ай, ты плюнь в рожу тому человеку, который это говорит. Да не могу я. А вдруг это товарищ Сталин? Извини, извини. Извини, товарищ. Так, и… Собственно, о каком чемоданчике идёт речь, простите? О маленьком чемоданчике. С бриллиантами, сапфирами и рубинами. Ну, вы подумайте, может, вы всё-таки нам поможете его найти? С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. Это вам или мне? Пожалуйста. Понял, да. Сейчас выезжаю. Срочное дело. Производить обыск и опись имущества. С этого глаз не спускай. Смотри в оба. Все карты нам сходят обратили. Тебя как зовут? Константин. Константин, нехрич, сними кепку за столом. На, давай, выпей. Константин. Ну, что ты мне суёшь? Читай сам, что нарисовали тут. Не только нарисовали, Виктор Семёнович. Все в наличии, обнаружили у него. В ночь с 8 до 9 января сего года, по личному распоряжению товарища Сталина, проведен обыск на даче Жукова Георгия Константиновича. В поселке Рублёво под Москвой. Негласный обыск. Виктор Семёнович, не получилось. Там брат его оказался, Пелехин. Да вы что? Вы понимаете, Сталин ждёт. Он как только видит меня теперь, тут же, чемоданчик где? Докладываю, обнаружен 51 сундук и чемодан. В них свыше 9 тысяч метров дорогой ткань, 223 соболиных, лисьих, котиковых, каракульных шкур, 44 ковра, 55 ценных картинок классической живописи. И вот, тут и бриллианты, и дольщи марки, и драк камни, и золото. Виктор Семёнович, есть два варианта. Бумага с чемоданчиком и без. В этой описи обнаружили чемоданчик, в этой нет. Если идём на первую, тут же маршала к нам и трясём. Пыль из него выбиваем. Понятые были, всё сдокументировано. А ну-ка выйди. Гришаев, подожди там. Гришаев, подожди там. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Хе-хе! Спасибо. Спасибо. Здорово, Михаил Михайлович. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Здравствуй. А где Шура? Дети обещали встретить. Здравия желаю, товарищ маршал Советского Союза. Вот ты понимаешь, они неделю тому назад прибыли из Одессы, ну и началось. У девочек школьные подруги, у Диевны свои, заботы, потом это, простуды еще все переболели. А этот вот с тобой. Здорово стоит. Здравия желаю, товарищ командующий. Майор Сутягин, теперь Георгий Константинович — ваш новый водитель. А где Бучин? Что с ним? Приболел ненадолго. Давай машину. Есть! Прошу вас. Как арестовали Бучина? Где? Я не знаю. Одно знаю, Георгий. У всех твоих друзей и большие неприятности. А вот дела. Ехал, а? Из огня до в полымя. Думал, все здесь закончено. Да, мне так кажется, все только начинается. Кустыню хотят сделать. Все хосят, а? Серого скажу. Бучин ты чёрт. Отличный шофер. Профессионал. Чего он? Все, 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 все. Не горячись. Не горячись. Жора. За год в Москве много поменялось. Все по квартирам сидят, носа не высовывают. Что Паша рыбалка? Как он? Плохо. Совсем плохо. В Кремлевке? Ну да. Умирает, Павел Семенович. Поехали к нему. Ну. Прошу вас, товарищ командующий. Так, там в корзинке каштаны для младшей. Жене скажи, через пару часов буду. Есть. Где машина твоя? Да вот. Ну, пойдем. Товарищ командующий, я должен вас сопровождать, у меня прекрасно. Майор, разговорчики кругом. Есть. На дачу выполнять. Я тебе валенки прихватил. Да ладно, зачем? Ну, знаешь, хуже-то хуже не будет. Ты ж с югов обувайся. Так, значит, Бучин первый. Кто следующий? Чего, совсем плохо? Да нет, все нормально. Нормально. Вот карточки отменили. Уже хорошо. Знаешь, Новый год празднуем. А у меня водитель плюс десять. Садись. 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 О, последний. Садись. Тихо, садись. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ну, что, Мих, пойдём? Подожди, Жор, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Чего? Я не хотел машине говорить, мало ли. ГБшники обыски провели. У тебя в квартире и на даче. Поэтому и Шора не приехала, она в расстроенных чувствах лежит. Ты сейчас у Паши-то лишнего не говори. Понял меня? Вон, видишь, от самого вокзала за нами едут. Вот как? Я тогда на даче был. Значит, при обыске спрашивали, про какие чемоданчики. Я им все чемоданчики показал. А они говорят, нет, они какой-то, какой-то маленький. С драгоценностями. Искали, искали, не нашли. Не знаю, может быть, я им помешал. Надо было бы, нашли. Ты и не ты. Подожди, 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 подожди. Жора, мы с тобой с детства вместе. Ты всегда меня слушал. Я старше тебя. Послушай сейчас. Они всех порученцев твоих арестовали. Всех. Вареникова, Теленина, Минюка, Филатова. Всех Веером. Они что-то замышляют против тебя. Что-то… Жора, они убьют тебя. Ты понимаешь, они убьют тебя. Ну-ну-ну, Миха, успокойся. Что это ты сопли-то распустил? Если меня загребут, на кого я семью-то оставлю? Шурку? Девчонок? Да ты перед кем трусишься? Перед Токтуном? И не таким бошки отрывали. Ну, подожди. Ну-ка, иди сюда. Чего там сидишь, а? Слушай, возьми ты себя в руки. Нужны они тебе. Зачем тебе это надо? Ну… На, возьми чакушку. Возьми. А то ведь он же тебя назад погонит. – На, занюхать. – Запасливый. Давай. Я тебя здесь жду. Тут опись. Изъятых ценностей на даче Жукова. Обратите внимание на последнюю строчку. Чемоданчик на триста тысяч. Бриллиантов. Новыми деньгами. Ты что мне подсовываешь, а? – Да? – Товарищ Сталин, мы нашли чемоданчик. Ты, Виктор Семенович, за дурака меня не держи. Сам в дураках останешься. Иди, работай. – Здравствуйте. – Ты можешь объяснить, Паш, что случилось? Какой диагноз? Ну, при чем тут диагноз? Ну, про бодень и язвы. Теперь язва почему-то не заживает. Пропал аппетит, кровавые поносы. Да вот еще ноги отказывают. Так плохо? Говорят, рак. Поздно заметили. Теперь только лежать. Вообще не запрещено. Вот чудом удалось договориться, чтоб с тобой побеседовать. А у нас, медицина, знаешь, на ноги поставят. Ты что, так и не понял ничего? Эх, не выйду я отсюда. Зато похоронят со всеми почестями. Давай, посидеть хочу. Так ты предполагаешь? Что толку, что я предполагаю? Ты предполагаешь. Жена моя предполагает. А Господь Бог располагает. Ну чего, принес? Пелихин позаботился. А, он тебя сообразительный. А умный какой. Да. Все видит, все понимает. Мы с ним все одеться вместе. Я вон в гору коробкаюсь, а он сидит в книжке читает, да в земле ковыряется. Не выщелкивается, не высовывается. Как будто его нет. А он есть. Хорошо. Давай. Да что ты говоришь, там Бог располагает? А ты так и не понял? Кто у нас теперь у язычников Господь Бог? Вот он и располагает. Меня теперь другое волнует, что будет с женой и детьми. Эх, хороша водочка. Эх, солнышко, Ярила. Славяне, славяне, мы лопухи. Какая религия была. Главное, в ней листочек был. Вода, воздух, солнышко, природа. Вот чему надо поклоняться. Посмотри, какая красота. А теперь и Христа отменили. Вместо Бога мужик залез. Ну, а коли Бога нет, значит все можно. Такая мерзость и нет конца ей. Коль мужичонка главный. И не важно, кто мужичонка. Ты, Илья или… Ну… Если бы я не сорвался тогда на военном совете и не сказал бы Сталину в глаза, Абакумов бешбармак бы из тебя сделал. Эх, Георгий, я же недавно пистолетик на коне делал. Я свой организм чувствую. Какой плановый осмотр? Зачем он мне? Я помню ту минуту, когда мой организм мне закричал. Что ты делаешь? Не пей ты эту гадость. Ну, как не пить? Если врач дает. Професс. А как сам думаешь, Сталин с Сабакумом для тебя яду, что ли? Зачем? Пуле сейчас ничего не стоит. Зачем сыр-бор городить? Я видел его взгляд. Он мне взглядом все сказал. Эх ты, танкист, куда ты лезешь? Ну, давай добьем. Как на фронте. С черненьким хлебцем, с солью. Здравствуйте. Здравствуйте, тетяка. Вы Лидия Владимировна? Да. Ой, Лидия Русланова. Добрый вечер. Русланова, давайте познакомимся, а? Давайте. Конечно. Давайте поговорим. Покатаемся по Москве. У меня машина. Да? Я с вами? Да? Ну, давай на «ты». Садись. Садись. Ой. Это как-то неожиданно. Садись. Садись. Да подожди. Ты же понимаешь, я от Александры Деевны. Оставь Георгия в покое, а? Не доводи до греха. У нас большие возможности. Упаси Бог тебе с бабами связаться. Слышь? Я, в отличие от вас, Лидия Андреевна, под пулями-то поползала из смерти, как вот вам сейчас в глаза красивые посмотрела, а вы мне угрожать. Да идите вы обе в задницу. Вот что я вам скажу. С кем хочу, с тем и живу. О, баба глупая. Стой ты. На. На. Вот десять карат. Вот. На. На. Бери. Сколько денег хочешь? Возьми. На. Я не могу увидеть, как она сотками рыдает. Понимаешь? На. На. Сколько ты хочешь? Да вы думаете? Я за тряпки? Да на. Возьми. Пожалуйста. Мне и чужого не нужно. Все отдайте свои Деевне. Ну что ты. Мне вообще от него ничего не нужно. Пожалуйста. Да подожди ты, ну. Пожалуйста, на. Да подожди ты. Успокойся. Вот вы где у меня уже все. И он, и Деевна его. И вы. Да стой ты, а. Вот баба, а. Да погоди ты, ну. Лид. Ну все. Давай, на. На, давай, держи, держи. Успокойся. Держи. Ну. Да ты, ты только представь, как она страдает, а. А я не страдаю, я не живая. Да ты молодая. Ну у тебя еще сколько будет-то? А у нее что, кроме Георгия и детей осталось? А как баба, я тебя понимаю. Ты думаешь, я на него не засматривалась? Ой. Засматривалась. Ну нельзя. Нельзя. Так ты думаешь, я его с женой отбила, что ли? Я ему говорю, иди домой. Он сидит. Он сидит. Понимаешь? Убейте меня. Убейте, он себе другую найдет. Не во мне дело. Не во мне. В Александре Деевне вашей. Постой. Лид, уезжай, а. Ну я тебя по-хорошему прошу. А я тебе помогу. У меня большие возможности. Уезжай. Да я уходила от него два раза. Он меня находит и возвращает. Лидия Андреевна, понимаете? Грех на мне. Большой грех. Бог не простит меня. И не в том, что женатым я живу. Ребенка я убила. Господи, прости меня. Что мне делать? Ну помогите мне. Ну, знаешь, грех не на тебе одной. У меня тоже детей нет. Как думаешь, почему? Ну ладно, все. Знаешь, давай вот, давай в церковь зайдем, а? Жене и детям поможешь, лады? Ты знаешь, что я думаю? Он сам тебя подальше из Москвы убирает. Про запас. Он знает, скоро мясорубка начнется. Он смену себе ищет. А смена подлец на подлеце под лицом погоняет. Тут сын его еще, дочка работается и кругом халуи. Ему уже семьдесят, а он все на себя замкнул. Тут можно под такую раздачу попасть. Ты ж не халуй. Ты же не знаешь, что такое быть халуем. А это, брат, профессия. Товарищи маршалы, ну что же вы творите-то? Ну иди, 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 иди. Ведь если узнают меня ж под трибунал. Иди, 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 иди. Иди, я скоро. Иди. Я ж, Геори, тебя знаю. Ты меня извини, но ты вроде как дурачок. Нет, ну, глаз у тебя так устроен, как у оленя. Вот стоит, глазками блым-блым, чувствует и слышит охотник где-то рядом. Вот-вот застрелит. И не верит. Доверчивый ты. Поэтому он тебя не трогает и не тронет. Ну, прощай, Жор. Я заеду завтра. Зачем? Чего тебе тут с полутрупами? Ты там с живыми разбирайся. Зачем? Здравствуйте, товарищ Сталин. Ну, вот. Выглядите, товарищ Жуков, хорошо. И море, и воздух, и солнце пошли вам на пользу. И порядок навели в Одессе. Под вашим чутким руководством. Благодаря армии и людям нашим. Прошедшая война усилила роль армии в жизни страны и свела на нет роль партии. Произошел перекос. Да. Вот и вы неоднократно чрезмерно осуждали роль партии. И в хвост и в гриву погоняли комиссаров там на фронтах. Не жалуете вы партию большевиков, товарищ Жуков, а? Неправильно это. Вот и сейчас в Одессе вы опять обижали большевиков. Товарищ Сталин, разве это большевики? Они день реформы знали и про обмен денег. Деньги свои на книжке положили, знакомым сообщили. Люди в кассы. И паника началась в Одессе. Ну, а я раздал оружие милиционерам. Разрешил стрелять. Так ведь поваленный бандитизм, взяточничество. Вот сейчас народ хоть вздохнул свободно. Ну, как иначе, товарищ Сталин? Ну, хорошо, хорошо. Я одобряю, товарищ Жуков. Бандитизм надо каленым железом выжигать. Принеси нам, пожалуйста, фруктов. Хорошо. У вас две дочери? Две. Или три? Три, товарищ Сталин. От Марии Волоховой. Третья дочь. В другой семье воспитывается. Маргарита. Настрогал? А жена одна? Одна. Нет, я спрашиваю. Может, у вас сейчас у маршалов по-другому? И трех жен мало? А? Да, Жуков, расстроил ты меня. Конечно, тебе много надо. Такую араву надо обувать, одевать. Да? Красивые у тебя женщины, Жуков. Я видел как-то на приеме жену. Спасибо, товарищ Сталин. Зачем повод подаешь? Таких красивых женщин подбираешь? Давай перейдем к другому. Наркомат обороны вот бумагу прислал в политбюро. Садись. Вот. Давайте награждать военных орденами, медалями за выслугу лет, а кавалеры орденов пусть получают надбавку к жалованию. Полковники и генералы хотят в коммерческие магазины ходить, в особых домах жить хотят, участки получать под дачи, кататься на машинах. Знаешь, к чему это ведет? Это сословие, каста. Это что, царская армия? Мы почему их разбили? Потому что дворяне в барахле погрязли. Они красиво жить научились, а хорошо воевать разучились. Ты со мной согласен? Согласен, товарищ Сталин. Мы почему войну выиграли, Георгий? Потому что голодные родину защищали. Кто выиграл войну? Мы с тобой выиграли. Кто у тебя отец? Сапожник, товарищ Сталин. И у меня сапожник. Два сына сапожников выиграли войну. У маршалов выиграли, у фельдмаршалов. Я, конечно, шучу. Народ выиграл войну. Своим доверием к нам выиграл. Своим терпением. После того, как мы в первый год натворили, это хорошо, что у нас народ такой есть. Мы победили. А теперь нам, двум сыновьям сапожников, тесно вместе. Ну почему? Ответь! Товарищ Сталин, я никогда себя на одну доску с вами не ставил. Что мне ответить? Мы с тобой были друзьями, и им и останемся. Ну что это такое, Жуков? А? Что это? 44 ковра. Мебельный гарнитур. Для чего это? Я не понимаю. Вот у меня... У меня это в голове не укладывается. Маршал о тряпках думает. Зачем тебе все это барахло? Садись. Мне же все время звонят, разжаловать, наград лишить, наказать. Лаврентий завидует. Учти, Абакумов зуб точит. Со всеми ты поссорился. И вот опять в Одессе теперь. Они же приезжают, звонят мне. Я устал тебя защищать. Ну ничего. Я на твоей стороне. В Свердловск поедешь. Похозяйствуй там. Округ подними. Подумай. За Уралом. Тебе есть о чем подумать. Это окончательное решение, товарищ Сталин. Да. А то еще ненароком кто-то вздумает отравить тебя, как английского шпиона. Слушаюсь, товарищ Сталин. Мне это не нужно. На. Отвезешь своим дочкам. Очень вкусные. Мне из горя прислали. Подальше от Москвы. И мне спокойнее будет. Решите идти? Идем. Иди. Идем. Господи. Ну чего вышли? Я уже думала, что ты никогда не вернешься от меня. Глупости не говори. Придеть. Где Элла? Спит? Ну куда ты налила? Ой, я же забыла. Всю посуду повывезли. Тебе придется и старья есть. С каких-то пор материна супница? Старьем считается. Посуду вывезли. Что еще? Унеси ее, пожалуйста. Георгий. Шестое десятое, Георгий. Ну что, со своей загадочной подругой, с нашей великой певицей? Все комиссионки облазили? Все скупили? Или что осталось? Осталось. Осталось, да? Спи-спи. Угу. Ой, какая прелесть. Так, ой-ой-ой, прелесть. Между прочим, когда я это все покупала, я советовалась с тобой. Советовалась она. Советовалась. Да, нашла время советоваться. Советовалась. Нашла время советоваться. Вот из-за этого дерьма, чтоб меня, как мальчишку в Кремле, мордой возили. Ничего мне не надо. Что? 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 Миша! Под лопаткой колет. Миша! Миша, принеси мне мои лекарства. Уже несу. На тумбочке. Это лучшее лекарство. Я принесу лекарства. Доктора надо. Не надо, доктор, я сам. Это лучшее лекарство. Сам выкарабкаюсь. Ну, что ты делаешь? Аккуратней. Рыбалка вон. С докторами, а? Не надо, сам. Сам. Давай. Выкарабкаюсь, сам. Пойдем. Пойдем, пойдем. На, 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 выпей. Это медсанчасть? Да, пожалуйста, вас беспокоит жена маршала Жукова. Самое близкое окружение Жукова. Вот. По Крюкову и Руслановой. Есть связка. Жуков, Телегин, Русланова, Крюков. Ты по-человечески говори. Они друзья, так? Сообщники. Мы организовали изъятие огромного количества ценностей. Жуков их прикрывал. Вот. А в квартиру Крюкова мы проникли, когда певица с ним была на гастролях в Краснодаре. А если порыть у самой Лидии Андреевны, по сведениям из агентурных источников, у Руслановой, в ее квартире, в третьей комнате, находится около сотни холстов русских мастеров. Шишкина, Репина, Серова, Сурикова, Васнецова, Берещагина, Левитана, Крамского, Брюлова, Тропинина, Врубеля, Маковского, Айвазовского. Ай-яй-яй, Лидия, Лидия. А что она говорит? Откуда холсты? Утверждает Собирала. Покупала и до войны, и во время войны. На толкучках. Думаю, врет. Ты мне надоел со своим парохлом. Это не тот путь, что мы им предъявим. А? Мародерство? Так тогда надо весь генералитет пересажать. По списку. Ты мне найди на них что-нибудь серьезное. Понимаешь? Серьезное. Докладываю, товарищ Сталин. Вот результаты прослушки по квартире Телегина. Угу. Вот это подача Жукова. Тут непонятные намеки на болезнь маршала Рыбалка. Угу. Это по Гордову. Угу. Вот. У Руслановой собирались. Утесов был. Пили, веселились. Вот тут подчеркнуто. Утесов анекдот рассказал. Это по еврейскому антифашистскому комитету. Вот. А это по квартире Жукова в Одессе. Тут подчеркнуто. А вот он. Вот Захарова это. У него там так заведено. Жена приезжает. Захарову в гостиницу. Жена уезжает. Захарову назад. Почему они меня так ненавидят, а? Сволочи, потому что неблагодарные. Товарищ Сталин. А вот это допросы Минюка, Филатова, Порученцев Жукова. И прослеживается связь. Вот тут не только террористическая организация и в центре Жуков. Тут что-то похлеще. Русланова. Вот баба дура. А хорошо поет. Виктор Семенович, а ты поешь? Пой. Иосиф Виссарионович, у меня со слухом не очень. Вот видишь. А хочешь перестрелять? Всех артистов, режиссеров, писателей. А сам не можешь. Золотой голос России расстрелять хочешь. Пой. Пой, говорю, товарищ Сталин. Валень. Повторяй за мной. Валеньки, валеньки, не подшиты стареньки. Пой, пой. Валеньки, валеньки, не подшиты стареньки. Осказывается, можем мы петь не хуже, чем другие. Попить лучше валеньки подшить. Нет, у нас нет незаменимых. Так, товарищ Абакумов? Валеньки, валеньки. Иди. Чем подарочки дарить? Да лучше бы валенки подшить. Валеньки, 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 а эти подшиты стареньки. ... Ай, 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 ай! Ай, ай! Ай, ай! Спасибо. Спасибо. Ай, спасибо. Спасибо. Ага. Спасибо. Пожалуйста. Певица Русланова, вы арестованы. На, сядь. 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 Тут точно один выход? Так точно, только через зал. Ждем, пока зритель выйдет. А они не уйдут? Не уйдут, так выгоним. А можно через окно смыться? Через окно ее, великую певицу. Через окно поганой метло у вас это получится. Уведи ее. Пошли. Русланова! 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 Откройте дверь. Русланова! 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 Может, что-то перепутали? Может, это какая-то ошибка? У меня завтра концерт в обкоме для товарища… Лидия Андреевна, кто тут еще с вами помимо Комлева и Максакова? Конферансье Алексеев. Это все? Да. Ордер на арест. Это опись. Почитайте и распишитесь. Какая опись? Я ничего не вижу. Сами читаете. Так. Я старший следователь следственной части по особо важным делам МГБ СССР. Полковник Гришаев. Рассмотрев материалы Крюковой и Руслановой, будучи связана общностью антисоветских взглядов с лицами, враждебными к советской власти, ведет вместе с ними подробную работу против партии и правительства. И осуждает мероприятия партия правительства, проводимые в стране. Вы с этим согласны? Тогда распишитесь. Я ничего подписывать не стану. Вот как мы заговорили. Не надо. В Москве и другое подпишите. Побольше нарисуйте. Давай сюда этих. Ну-ка встать. Так. Слушаем внимательно. Товарищи арцисты. Руководствуясь статьей 145 и 158 УПК РСФСР, Крюкову Русланову, Лидию Андреевну, проживающую в городе Москве по Лаврушинскому переулку 17, квартир 39, подвергнуть обыску и аресту. Какие у вас с собой есть ценности? Ну, говорят, вы дамы небедные. Скромницу перед народом разыгрываете, на сцену бриллианты не надеваете. По нашим сведениям, у вас таких бриллиантов штук двадцать с собой. Приведите костюмершу. Есть. Ну? Давай, вытаскивай. Что уставилось-то? Вытаскивай. Мне что, по сиськам твоим лазить? Лидия Андреевна, отдай. Запоешь у меня в Москве, ох запляшешь. Запляшешь у меня в Москве. Зал вышел? Так точно. Можем выводить. Машину-то подогнали ко входу? Так точно. И охрану выставили. Встать! Ну-ка, встать. А почему сразу всех-то? Свидетели пока. Иди-иди. Разберемся. Что с моим мужем? А тут секрета нет. Ваш муж генерал Крюков арестован вчера в Москве. Дает показания по всей вашей террористической организации. А главный под домашним арестом. Что главный? Кто главный? Кто? Прикидываешься? Ну-ну. Маршал Жуков. Он и есть главный шпион. Все расскажешь. Расскажешь, как врага народа полюбила. Что вы делаете, циволочи, а? Мы тебе такой люкс присмотрели в бутырках. С двумя насильниками. А они тебя в два смычка быстро обучат. В терцию загласишь? Во дворе нет никого? Так точно. Можно выводить. Машина у дверей, там охрана. Выводи, свидетели. Есть. Встать. Имей в виду. По этой статье тебе вышка. И Жукову твоему тоже. Иди, иди. Народная. Антинародная. А это кто? Папа! Папа! Итог подвожу. Есть, я аккуратнее. Ох, вы мои красавицы. Привет. Аккуратней. Привет. Здорово. Здравствуй, брат. Здравствуй, дорогой. Выписывают тебя. Жор. В четыре консилиума собирается. Тебе надо с профессорами поговорить. Здравствуй. Здравствуй. Как ты? Без меня езжайте. Мне еще к Паше надо зайти. Жора. Что? К Паше зайти надо, да. А нам с девочками в детский мир надо. Так, я с тобой не успеваю. Да? Купить кое-что. Они же здесь остаются. Это мы уезжаем, правда? Ну, забирай мой покар, ты езжай. Великим меня на своей победе в еде подвезет. Доедем, да? Ну-ка иди-ка сюда. На секундочку. Зачем? Ну, подойди, я шепнусь. Чего? Хочу кое-что. Просто. Чего? Пошептаться. Чего? Да ладно, ну, перестань. Ну, перестань. Дай сюда, ну, не драться при девчонках. Вот дети же смотрят. Эх, ты моя красавица. Смотри какая. Как учеба. Ура. У меня, как всегда, все отлично, а вот эта маленькая колышница. Да? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я ей твойки приношу иногда. Это расширяет сосуды, как раз вот. Вот сейчас, вот ты нюхнешь, и у тебя все. Да. Скажу надолго. Хорошо верится. Давай, берись. Ну, а сколько школ ты поменял за это время? Уже одиннадцать вообще-то. Ну что, обиделся, да? Все, пара хватит. Обиделся? Дипломатом будешь. А я? Тоже дипломатом будешь. А мама? Малыш, я дипломат. Министр иностранных дел. Генерал просто юстического. Правильно? Да. Так точно, тёмные спорты. Ну вот. Элка, давай-ка. Атакуем! Прекратился. Ну, что он делает? Ах да, Великим! Вкрывай тылы! Дяде Миша, помогай! Век, прийти. Прекрывай тылы! Ох вы! Ну-ка, ну-ка, ну, давай сюда. Ты как? А, Жор? А-а. Куда-куда-куда? Мам, мам, а ты куда? Куда-куда? В плитмахерскую? А, значит так, как договорились, к папиному приходу должно быть всё на столе, да? Ой, заливное с балкона надо убрать. Замёрзнет. Хорошо. Возвращайся, побыстрее. Да, конечно, моя маленькая. Вы же должны быть хорошие. Ладно, поехали. Осталось чё-нибудь? Осталось чё-нибудь? А как же, а тебе можно? Нужно. Про Бучину чё-нибудь узнал? Серову звонил? Звонил. Просил помочь Бучину. Ну? Ну, он по телефону не стал говорить. Назначил встречу. Сам назначил встречу и сказал, что Бучин уже против тебя показания даёт. Да что он может против меня показывать? Что он знает? Шофёр. Георгий, тебя сегодня выпишут и скорее уезжай. Чем раньше, тем лучше. Жалко только, что вот не долечился. Светловский долечит. Обложили. Ладно, будем смотреть. Русланову я им так просто не отдам. Нет, Серов хорошо к тебе относится, но Бучин наотрез отказался помогать. А про остальных что? Ну, вскочил, вообще замахал руками, чтоб даже не напоминали ему. Дескать, вроде как они оттуда… Ладно, трофейное дело Сталину специально подбросили, чтоб меня подальше упрятать. А здесь взяться за родных, да друзей. Может быть и так. Лиду на аборт загнали. Этого я им не прощу. Мальчишка должен был родиться, сын. Жор, выпей. Убили сволота. Запомни этот день, Миш, запомни. Да я-то запомню. Конечно, шо делать. А че ты писал-то здесь на снеул? Жизненный итог. После каждой операции в штабе собирались и обсуждали примерные потери. Примерные, понимаешь? Плюс-минус сотня. Другая. Рядового состава. Вот столько я примерно жизней загубил. Кого? На войне, на смерть отправил. Кого после войны. Из-за меня или по моему приказу. Ну все, я подвожу черту. Больше я им никого не отдам. Пойду Пашу навещу. Ты меня подожди. Давай. Паша. Это я, Паша. Это я, Паша. Паша. Держи. Тебя что, уже выписывают? Выздоровел. Готов к труду и обороне. Помни. Помни взгляд. В взгляд. Вот без взгляда ему все сказал. Паша. Он не нас боится. Он себя боится. Чуешь мысль? Он хочет устроить новый тюрьмидар. Всероссийский. И ты его еще увидишь. Помнишь, Паш, Сойкин так говорил, я медведя боюсь. А медведь в тайге. Запомни, Паш, я никого не боюсь. Притворяться вынужден, ты ж знаешь. Знаю. Знаю, Георгий. Будь осторожен. Как ты себя чувствуешь? Не поможешь? Ты не ответил мне. Как Бойко себя чувствую. Могу делом доказать. Иди ко мне. Тебе нужно сердце свое поберечь. Ты в Москве остаешься? Свердловский это, принимать Уральский военный округ. Время на сборы есть. Я не поеду. Что за новости? Почему это? Хватит с меня одессы. В гостинице сидеть, когда жена приезжает. Я понимаю, что она смирилась. Я понимаю, что она все знает. Но после того, что с тобой произошло, я считаю, что кто-то должен принять решение. Я не понимаю, в чем дело. Как же без тебя? Я не мыслю. Без тебя. Мне сейчас плохо. У нас есть что-нибудь? Очень. Да, сейчас. Я понимаю тебя, Георгий, но и ты меня пойми. Я не могу так больше жить. Я не могу так больше жить. В чем ты? Мне этого всего больше не надо. Чего этого? Я ж тебя люблю. Ты мне нужна и всегда будешь нужна. Без тебя я бы не справился с тем, что случилось. Не я так была бы другой. Не смей так говорить. А вы прикажите мне. Прикажите мне, товарищ маршрут. Прикажите мне замолчать. У тебя в жизни есть одна главная женщина. Твоя жена. Мать твоих дочерей. А я ППЖ. Я была ППЖ. Но война закончилась. И все у нас кончилось. У тебя был инфаркт. Теперь у тебя новое тяжелое назначение. С тобой должна поехать твоя жена. А мы должны расстаться. И это невыносимо. Прости. Знаешь, как сделаем? Я один поеду. Осмотрюсь, а потом ты приедешь. Пелихина пришлю. Он тебя отправит. Я не приеду. Жизнь здесь жизнь. В Москве, в Одессе, в Свердловске. Да разве ж в этом дело. Мне и в землянке нравилось. О чем ты? Нет сил. Я пустая. И по-женски. И здесь вот выгорело все. Я не люблю тебя больше, Георгий. Боюсь, да. Но не люблю. Что с тобой, девочка моя? Берия угрожал тебе, да? Что происходит в конце концов? Это все из-за ребенка. После этого все пошло наперекосяк. Если бы я родила его, то все было бы иначе. Поехали. Прямо сейчас поехали. Давай, собирайся. Собирайся. Я никуда не поеду. Что это? Не надо. Возьми. Со мной что случится, продашь. Так что, у меня впереди что, у тебя ничего не известно. Ну, со мной это все известно. Сейчас не боишь, я все равно буду ждать. Как приеду, позвоню. Мы расстаемся с тобой. Сейчас. Навсегда. Я решила. Ну что ж, Лидия Владимировна, воля ваша. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Довольна? Нет? Уходите, пожалуйста. Ради Бога. Я вас ненавижу. Это вы-то меня ненавидите. Убили вы меня. Как он вас называет? Девочка моя? Девочки, гадалки ходили? Была у меня одна женщина. Сказала, что я сын очень хорошо. Угадала, да и не угадала. Это ж надо, до чего люди докатились. Гадалкам ходят. Ну так вот, девочка, вы меня простите, потому что я к вашему несчастью тоже руку приложила. Да. И вы меня простите. Я вам клянусь, что я не клянусь. Не клянись. Я вам раз. Дверь за мной. Закройте. Здравствуйте, товарищ Сталин. Проходи, дорогой. Садись. Спасибо. У тебя много женщин, Лаврентий? Да. Ты их любишь? Я когда, Иосиф Виссарионович. А жену? Я рано женился. Я грузин, нас мало. Нам надо размножаться. Не юлей. Я спрашиваю про жену. Как относишься к ней? Хорошо отношусь. Я ее уважаю. Она ж мне такого сына родила. Никого ты не любишь. Это твоя беда. А раз не любишь ты никого, значит, нет у тебя будущего. Товарищ Сталин, разрешите по Жукову. Маршал Жуков выписался из госпиталя и готов отбыть к новому месту назначение. Предлагаю под каким-нибудь поводом задержать его в Москве, пока мы проводим аресты его ближайших сообщников. Зачем? В ближайшее время заговор будет раскрыт. Некоторые из ранее арестованных уже дают показания. И мы можем спокойно арестовать его здесь. А что, мы не можем его арестовать в Свердловске? Свердловск – это что, не Советский Союз? Вы правы, товарищ Сталин. Но боюсь, Свердловские товарищи могут не справиться. У Жукова огромный авторитет. Лаврентий, а у тебя есть авторитет? Думаю, что есть. Нет у тебя ничего. Меня боятся, а тебя не уважают и не любят. Вот ненавидишь ты всех Абакумова, Жукова. А меня, Лаврентий? Всех ты ненавидишь. Что у тебя за душой? Страх. Страх – сильное чувство. И ненависть – сильное чувство. А от страха и ненависти тоже рождается такое чувство. Народ счастья хочет. Страха не хочет. Ненависти не хочет. Вот возьмем Жукова, например. Почему он за собой, как дурак, эту Захарову таскает? А? Как думаешь? Даёт хорошо, потому и таскает. Вот твоя философия. А он её любит. И она его любит. И народ его любит. Как думаешь? Почему? Ответь! Ну, герой войны. Бандитов в Одессе разогнал. Порядок навёл. Нет. Людей не обманешь. Их здесь никто не заставляет говорить. Жена на него написала. Вот. Смотри. А он как жил с двумя, так и живёт с двумя. Получается, он двоих любит. А ты, Лаврентий, никого. Убогий ты человек, Лаврентий. Хоть и видный государственный деятель. Жукова не трогать. Запутался, распутается. Оставь его в покое. Хорошо, товарищ Сталин. Пусть. Подумает. Радуется. Что живой. Лаврентий. Да. Пойдём поужинаем. Вина попьём. Про женщин поговорим. Ну, пойдём. Всего за семь лет Советский Союз восстановил свою довоенную экономику. Вопреки мнению большинства западных аналитиков. Двадцать пять лет, не меньше. Таков был прогноз. Нам как воздух нужна была передышка. Лет двадцать спокойной жизни и мирного строительства. Но именно этого больше всего боялись наши противники. Испытание в 1945 году в японских городах Хиросима и Нагасаки нового страшного оружия, ядерной бомбы, было первым сигналом, циничным и кровавым актом устрашения. А вскоре последовала знаменитая речь отставного британского премьера Уинстона Черчилля, произнесённая в колледже маленького американского городка Фултон. Именно эту речь называют началом нового витка конфронтации, получившего впоследствии название «Холодная война». Что оставалось делать Советскому Союзу в такой ситуации? Защищаться? В 1949 году были успешно проведены испытания уже советской ядерной бомбы. Это на какое-то время заставило новых непримиримых соперников, бывших союзников по антигитлеровской коалиции, замереть, опасаясь ответного удара. Первая проба сил в прямом столкновении произошла в Корее в начале 50-х. Однако та война не выявила полного превосходства ни одной из сторон. Из своей Свердловской ссылки Жуков с тревогой наблюдал за развертыванием нового витка противостояния двух мировых систем. За последние десятилетия он привык быть в центре событий. По свидетельству очевидцев, Жуков ничем не выдавал своего внутреннего состояния. И лишь самые близкие знали, чего ему это стоило. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Расширьте войти, товарищ маршал. Через 20 минут будем в Свердловске. Расширьте идти. Иди. Не надо было тебе со мной ехать. Опасно. Да? А где сейчас не опасно? Сейчас везде опасно. Вместе нам быть опасно. Что, не понимаешь? Нет, не понимаю. Объясни. Ты ее лучшая подруга. Да, Руслана моя лучшая подруга. А твой лучший друг Крюков. Да, Жор? Ты знаешь, как они арестовали жену Молотова? Нет. А что он ему сказал на третий день после этого? Вячеслав, мы теперь с тобой холостяки. Пойдем пообедаем. И они пошли обедать. К чему ты это все рассказываешь? Он мне сам сказал. Жуков, красивые у тебя женщины. Держи ухо востро. Ирия тебе завидует. Неспроста он это говорил. Ничего просто так не говорит. Если он захочет арестовать его, как Полину Жемчужную, или жену наркома флота Петь Шершова, Женечку Горгушу, или как недавно жену Прокофьева, я не знаю, что делать. Если они тронут девочек, я... Повод не надо давать. Пусть думают, что мы в ссоре. Видимся редко. Ты мне почти чужая. Я тебе и так чужая. Не начинай невыносимую. Чего тут Горгуша, Горгуша? Артистка известная. Жена Прокофьева, итальянка. А у Молотова так вообще еврейка, видная. И всегда с ним спорила. Вот он и запомнил. А меня чего? Серая мышка. Все время на заднем плане. Да он даже не помнит, как я выгляжу. Во время войны я был с ним днями, неделями. Он помнит все. У него феноменальная память. Три года назад помнит на приеме в каких-то была туфлях цвет платья твоего. Зачем ему и меня арестовывать? Повод не надо давать. Из-за этого барахла все. Господи. Теперь он убери все козыри на руках. Барахло. Ты ж все объяснил по поводу этого барахла. Не наше оно. И зачем нам столько? И прислуга может подтвердить документы на это барахло. Вон, пожалуйста. Все предъявлены. Может, Сюров специально скупал и на нашу дачу отвозил. Чтоб потом в нужный момент достать и полоскать. Ты ж ему все рассказала. Мы же выехали с этой дачи. Все, все, все. Государство. Все. Нет, не надо тебе быть вместе со мной. Приедем сразу назад. А она, значит, на мое место, да? Да? Я с ней расстался. Надолго? Навсегда. Угу. Не веришь? Шура, я был всегда с тобой честен. С самого начала, говорю, не хочешь жить с таким — не живи. Хочешь — терпи. Позвольте Александра Диева. Разрешите убрать, товарищ маршал? Убирай. Есть. Подъезжаем. ЖОСЁНСКИЙ ПО ДСКИЙ ПО ДУХЕЙ ПО ДВЕРОХ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok С прибытием, товарищ майор! Здравия желаю! Здравия желаю, товарищ майор! Здравия желаю, товарищ майор! Здравия желаю! С прибытием, Свердлокс, товарищ майор! Здравствуйте! Александра Евгеньевна! Ай, спасибо! Смирно! Товарищ маршал Советского Союза! Во время моего дежурства происшествия не случилось. Войска округа занимаются по планам боевой подготовки. Дежурный по штабу полковник Перепелкин. Вольно! Вольно! Товарищ командующий, прошу за мной. Дело Кудрёвцева ко мне. Дело Кудрёвцева ко мне. Малыш… Дело Кудрёвцева ко мне. Дело Кудрёвцева ко мне. Товарищ командующий, не могу. Промандующий, наш военный округ равняется пятифранциям. Что за здание перед штабом? Обком партии. А слева от него? Областное управление МГБ. Смирно! Смирно! Через двадцать минут совещание. Картины повесить в кабинете. Есть. Кудрявцев. Я. Ну-ка, зайди ко мне. Есть. Товарищи офицеры, через двадцать минут совещание. Вольно. Здорово, Кудрявцев. Здравия желаю, товарищ Жуков. Иван Иванович, если не ошибаюсь. Мы с тобой Берлин брали. Так точно. И в Варшаву. Впервые я тебя встретил под Ленинградом. Так точно. В сентябре, как прилетели, так с самого самолета я вас с моими гавриками по городу и на передовую сопровождал. Ну, в общем, прикрывали, где только можно. Я тогда капитаном был. Товарищ маршал, разрешите? Давай. Ну и что? Ну, твои гаврики. Чёрная смерть. Все здесь? А куда им деваться? Все тут. Но, правда, многих уже нет. Расшитите. Иди. Есть. Ты что ж, Кудрявцев, ну-ка, подойди. Кудрявцев, ты что же, до генерала не дослужил, даже вон до полковника не дотянул. С такими ранениями, операциями. Много чего натворил, а? В штрафники попал. Превышение полномочий. Кому в рылу-то дал? Хм. Ведь оно как? Вы же сами знаете. На передовой, на самом кончике, как по минному полю. Шаг в сторону, и тут же ошибка. Мы с тобой, Кудрявцев. От Ленинграда до самого логова. Как думаешь, Вань, почему я здесь? Что гаврики твои говорят? На чистоту? Угу. Ну, мы тут так думаем. Сослали вас, товарищ маршал Советского Союза. С глаз подальше. Поперек горловы, там ноги. Молодец. В точку. А ситуация такая. Я с дня на день жду ареста. Эти вон что? На стенах висят. Спят и видят меня на Лубенке. Что будем делать, Вань? Угу. Ну что? Защищаться, товарищ Жуков? Ха-ха. Молодец. Спасибо. Поставь-ка два БТРа перед входом в штаб. И дай мне своих головорезов в охрану. Крупнокалиберный пулемет из окна, чтоб видели все, что Жуков очень нервный. У него в охране Кудрявцев. Четыре ранения и контужен на всю голову. Только сделаешь это, когда я скажу. Договорились? Я через них на том свете побывал. Год в штрафниках. Не беспокойтесь. Ладно. Ну ладно, ладно. Ладненько. Садись. Ага. Как расквартировали-то? Честно, могу? Ну? Бросили, как свиней. Я так и думал. Кто там зам по тылу? Да он нормальный мужик, Георгий Константинович. Ну что он может? Эшелон выгрузили в снег, в палатки. Так и жили. Почти два года. Досы для штабных построили от капитана и выше. А нас по хатам. Как цыгане. Посмотрим. Посмотрим. Разрешите идти? Да, иди. Есть. Заходи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Товарищи! Жука! Жука! Товарищи! Сегодня у нас праздничный день! Здравствуйте! Мы встречаем великого героя отчизны! Одного из главных творцов исторического разгрома немецко-фашистских захватчиков! Нашего тройного любимого Георгия Константиновича Жукова! Ура, товарищи! Ура! 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 28 августа 1948 года. После тяжелой и продолжительной болезни скончался командующий бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии, маршал бронетанковых войск Павел Семенович Рыбалко. Дважды герой Советского Союза, кавалер двух орденов Ленина, трех орденов Суворова первой степени, орденов Кутузова первой степени, Богдана Хмельницкого первой степени, целого ряда медалей и иностранных наград. Весь свой талант, все свои знания, огромный опыт Рыбалко отдал делу организации укрепления и совершенствования военной мощи советского государства. Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ командующий, подполковник Кудрявцев по вашему приказанию прибыл Ну давай, дружок, как договаривались С полным боекомплектом два БТРа перед входом в штаб, чтоб видели Есть, товарищ маршал Жора! Что случилось? Я сейчас с твоим братом по телефону разговаривала Мы условились, будем говорить коротко, без фамилии, но мне кажется, что я все поняла Что поняла? Арестован генерал-полковник Яковлев, начальник ГАУ Аресты идут по всему северному флоту Это Миша съездил в генеральский дом, ну как будто там машину отремонтировать И по гаражам походил, со свидетелями поговорил Так вот они со всеми между собой ни о чем не разговаривают Они даже по телефону не общаются А ночью все ждут сынков Кто еще? Костин, Телегин, вместе с женой, ты представляешь, что это такое? Еще жены Гордина и Кулика, где дети от них остались, Жор Ты понимаешь, наш этот девочек Миша вывез из Москвы, но не сказал куда Говорит, так надежнее Найдут, если надо, отыщут А что делать теперь? Телегин арестован Но это уже серьезно Да? А кому это надо? Я у них на мушке теперь Кому? Процессы новые готовят И в центре их я Да, Пашка был прав В чем прав? Ты вот что-то знаешь, а мне не говоришь Заслали На периферию, чтоб шума поменьше было А там, как в бильярде С ваячка, с оттяжечкой Чуть позже, стратег, чуть позже Я не понимаю Что-то... Что? Как камень... Сердце? Да нет, выключи Жора, я здесь сегодня останусь, ладно? А? Хорошо? Пойдем Вот, еще только сердца не хватало Из машины занять оборону Укрепить позиции Укрепить позиции Из машины Укрепить позиции Вынимай фишки Заоружай в укреплении Вот здесь складывай Сюда Быстрее Становись Остаетесь на отделении роты охрана Занять позицию на центральном входе Вперед Давай, давай, быстрее С Москвой соедините Свердловск опять беспокоит Докладываю Докладываю Укрепиться до зубов Товарищ маршал, ваше приказание выполнено Жор Лежи, Жор, лежи Что? Быстрее Жор Жор Что? Сердце что-то Дежурный Жор Давай, давай Сюда Быстрее Доктора Что у тебя опять приключилось? Докладываю, товарищ Сталин У меня новости из Свердловска Скажи Маршал Рыбалко Хороший военачальник был Дутая фигура, товарищ Сталин Тогда ты какая фигура, если он дутая Хороший был маршал, настоящий Танки на немцев пускал Сам рядом ехал, навелись и показывал Да Пуля его не брала Немцы его как огня боялись Настоящий герой Так он проездил всю войну А вернулся в Москву И заболел Подкосила маршала Такого человека мы потеряли Да, Виктор Семенович? Так точно, товарищ Сталин Вот, нет у тебя своего собственного мнения Ладно, давай, говори, что там у тебя Свердловский Маршал Жуков чудит Как чудит? Ввел военные положения, сидит в штабе и никуда не выходит Окружил себя войсками Почувствовал Почувствовал Да Мы можем привлечь дополнительные силы Воевать с ним хочешь С маршалом Победы Вот ты говорил, что заговор есть Что в центре Жуков И Жуков окружил себя Где эти материалы? Есть показания генералов? Покажи Вот, пожалуйста Я знаю эти показания Если тебя твои же люди допросят Ты сразу признаешься, что ты сын Черчилля Сам Жуков что-нибудь говорил? Вот есть из разговоров с женой Читай Жуков Жуков Сталину булганин нашептывает про меня Я раньше думал, что Сталин принципиальный человек А он слушает, что ему говорят Ему кто-нибудь что скажет, и он верит Вот ему про меня сказали, и я в немилости Ну и хрен с ними, пусть теперь другие повоюют Вот Разговор с женой С самым близким человеком Он должен быть с ней откровенным А он ничего не говорит Ну как ничего, вот Сталин не принципиальный человек Ты слушаешь его везде Даже в сортире А результата у тебя ноль Разве главарь заговорщиков так себя ведет? Это детский лепец Товарищ Сталин, он военную технику к штабу, к центру города пригнал Это поступок простого солдата Нет у тебя ничего Расстроил ты меня, товарищ Абакумов Не надо Пусть 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 посидит там Пусть посидит там Подражит Доктор Как вы себя чувствуете, Георгий Константинович? Я потерял сознание Это от истощения организма, от общей усталости Пусть 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 Следующий подполковник Кудрявцев здесь, в коридоре В городе порядок, товарищ маршал Поспи Докторы здесь хорошие, не хуже, чем в Москве Следующий Так, этот скепки последний, потом обед, все слышали? У меня этих Руслановых певиц ваших Давай, год рождения очень-то быстрый И нечего сюда стоять Как она Куда пришли? Вот это Асса Уберите эту штуку, вы даже люди по вытянамыки Уберите 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 Как каюк? Господи, как каюк? На что каюк? Он, ты у нас по слову сказал, на что каюк? А где этот этап? На Казанском. Сегодня на Куйбышев этап. Опять не взяли. А подожди, а как сюда пройти? Там много народу. На Казанском захочешь узнаешь. Увидишь там на путях. Кто вы? Я доктор. А вам нельзя волноваться. Как вас зовут? Галина Александровна. Галина Александровна. Галина Александровна. Я ваш лечащий врач. Меня приказом назначили. Приказом? Чем? Начальника госпиталя приказом. Вы очень красивая, Галина Александровна. Что с вами? Со мной? А что со мной? Покраснели. Покраснела? Это просто, ну, просто кожа у меня такая. Кровеносные сосуды на поверхности. Сосуды. Кровеносные сосуды. Кожа. Пироль с такой слышу. Послушайте, вам, вам нельзя сейчас волноваться. Нельзя сейчас много говорить. А зачем же тогда жить, если не волноваться? Надо волноваться, Галина Александровна. Галя. Ой, извините, сквозняк. Я не помешала? Да-да, пожалуйста, Александра Димина. Сейчас я сестру позову. Надо укол делать. Да-да, конечно. Здравствуй. Что у меня? Колют все время. Серьезно это. Тебе нельзя сейчас волноваться. Ответь, можешь? Могу. Инфаркт у тебя? Второй. Микроинфаркт. А так здоров. Понятно. Что с девочками? Нормально все. Думаю, привозить их сюда или нет? Привози. А со старшей как? Она в Гимал спиралась поступать. Делай, ты все знаешь. Эра пусть остается, Элла привози. Со старшей Перехин останется. Да. Мне тоже уехать надо надолго, на месяц, может больше. Езжай. Да? А как тебя оставить? Ой, не в первый. Делай как надо. Ну да, конечно. Ты ж тут под присмотром. Как я? А? Товарищ командович, был звонок из приемной товарища Сталина. Приготовьтесь, сейчас будет разговор. Телефона в палатах у нас нет. Вот, срочно от меня тянем. Мне уйти или остаться? Оставайся. Разрешите войти? Войдите. Разрешите идти? Идите. Есть. Разрешите идти, товарищ маршрут? Иди. Есть. Слушаю. Здравствуйте, товарищ Сталин. Хорошо себя чувствую, товарищ Сталин. Успокойтесь, товарищ Жугов, и работайте спокойно. Вас науськивают, а вы их посылайте к черту и берегите здоровье. Оно еще вам и всей стране пригодится. Не надо благодарить меня. Я к вам с предложением. Мы подумали и решили обратно пригласить вас кандидатом в члены ЦК. Но делать это сейчас сразу не будем. Да. А вот депутата Верховного Совета попробоваться надо. Думаю, что поддержит вас народ. В Свердловске заводов много. Поезжайте. С людьми повстречайтесь. Приедете, расскажете мне. Ага. До свидания, товарищ Жуков. Будьте здоровы. Спасибо. До свидания, товарищ Сталин. Ну, теперь можешь спокойно ехать. Что теперь будет? Ему сказали, Жуков в больнице, второй инфаркт. Помирает Жуков. Смотрит наружу Абакумова и думает, с кем оставаться. Вот с этими, что ли? А вот и позвонил. На всякий случай. Позвонил. Что-то там происходит. Поправить? Не-не, все нормально. Приеду, позвоню. И дозвоню. Утром, вечером. Угу. До свидания. Приказания какие-нибудь будут, товарищ маршал? Кудрявцев ко мне. Есть. Извините. Прошу. Как пульс, Галь? Ровный. Удивительно. Я когда услышала, что сам товарищ Сталин звонит, у меня что-то сердце с чуть из груди не выпрыгнуло. Хорошие новости. Хорошие новости. Тыгаль принесла перемены к лучшему. А мы разве на «ты», Георгий Константинович? Конечно. А как же. Извините. Красивый медсамбат. Товарищ маршал, подполковник Кудрявцев по вашему приказанию прибыл. Снимай осаду Кудрявцев. Есть, товарищ маршал. Сейчас. Самим разговаривал. Он с меня осаду снял. Ты тоже снимай. Разрешите выполнять? Выполняйте. Есть. Что еще? Георгий Константинович, там один топчется. Точно. Давай-ка его сюда. Провели армейскую спецсвязь. Разговаривал по телефону десять минут. По слухам, лично с товарищем Сталином. Да, десять минут. Пока выяснить не удалось, продолжай наблюдение. Ага. Ну, доложил? В чем дело, товарищ? Дайте пройти. Пройти, пожалуйста. Но только со мной. Вас тут один человек хочет повидать. Вы что себе позволяете? Вы понимаете, с кем вы имеете дело? Понимаю. Не упирайся, а то я ударю. Лев. Проверяю. Лев. Я из-за вас столько времени и сил потерял. Понял? Товарищ маршал Советского Союза, я не понимаю, о чем... Смирно. Кругом. Кудрявцев, выкинь отсюда его. Есть. Пойдем. Как случилось, что лучшего командира где-то в Сибири мы заставляем незаслуженно переживать? Я имею в виду товарища Жукова. Товарищ Сталин, я всегда был против, чтобы товарищ Абакумов плел интриги против маршалов. Кто этот Абакумов такой? Почему он так близко подошел ко мне? Товарищ Сталин, извините. У меня, смотрите, по ядерному проекту, по Казахстану, по Симопалатинскому, по Украине, где изготавливаются элементы конструкции, по полигону номер два, где работают баллистики. Но и то я стараюсь лишний раз вас не беспокоить. А товарищ Абакумов только и делает, что каждый раз свои ошибки прикрывают в вашем решении. Я давно хотел об этом вам сказать. Давно хотел сказать. Ну-ну. Что, на подпись? Давай. Да здесь немного, товарищ Сталин. Необходимо согласование с вами. Подготовка к испытаниям РДС-1 вышла на последнюю стадию. Здесь в основном по затратам. Пеньги нужны, Иосиф Казарионович. Под руководством физика Зельдовича были проведены необходимые расчеты. С целью изучения КПД ядерного заряда привлечена группа академика Ландал. Определены основные конструктивные размеры ядерного заряда. Товарищи Ванников, Курчатов, Щелкин предлагают провести испытания на полигоне под Симопалатинском. Я там был с товарищами учеными. Место подходящее. Вот определяющий порядок подготовки к испытаниям РДС-1 на этом полигоне. Товарищ Сталин, главный конструктор Харитон и его заместитель Щелкин настоятельно просят выпустить вот этих товарищей. Лаврентий, а разве я это не подписывал? Товарищ Сталин, вы подписывали другой список. Это новый, там всего 16 фамилий. Лаврентий, а этот вопрос нельзя решить с товарищем Абакумовым? Я по ядерному проекту приказал ему исполнять все твои вопросы. Но воз и ныне там. Кто этот выскочка такой, Абакумов? Что он такое делает, кроме того, что изливает ненависть? Это ты мне подсунул его, Абакумовым? К несчастью, да. Винюсь. Кстати, а где этот чемоданчик, про который он говорит, что нашел у Жукова? Простите, товарищ Сталин, какой чемоданчик? Вы за Урал загнали абсолютно невинного человека. Довели до инфаркта лучшего маршала. И ты лично, и твой выкормыш Абакумов. И ты спрашиваешь, какой чемоданчик? Товарищ Сталин, я всегда был против обструкции Жукова. Это я неоднократно говорил и вам лично, и на президиуме. Я даже через секретариат вам бумагу посылал. Вот. Вот копия этого, этого письма. Вы же читали мои соображения? Нету никакого чемоданчика и никогда не было. Как не было? Выходит, Виктор Семенович меня обманывал? Ну, получается так. Товарищ Сталин, получается не только вас, но и президиум. Значит, товарищ Абакумов клеветник. Товарищ Абакумов клеветник. Не дcie suis-ка! Товарищ! Я здесь, пара! Маша! Девять! Маша! Товарищи, передача посылает заключенным незаконным. Все будет у тебя и выигрыша будет. Проходи мне к товарищу. Виктор Самович! Товарищи, предлагаем всем разойти. Передачи продуктов предоставленных. Я буду ждать, что приспущилось. Товарищи, передача в активность заключённых мест. Все будет пообраны и выбраны. Наря! Миша, я не передавала Миша. Миша, передай Георгию, Мишеньке, я ничего не подписала. А где Володя? Слышишь, я ничего не подписала. А куда писать-то тебя, Миша? Я ничего не подписала, Миша. Доченька, это что же это? Разгадитесь, товарищи! Товарищи, передача посеялась заключёнными незаконно. Все будут пообраны и выброшены. Разгадитесь, товарищи! Становись! Билливерт! 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 Становись! А всем руковод começo разговарь мне подошу Товарищи, мне пришлось отстранить от должности человека, которому я безмерно доверял. Возникли серьезные проблемы, что министр госбезопасности Абакумов являются скрытым вредителем и агентом врага. К нам вчера поступило тревожное письмо одного из подчиненных товарища Абакумова. Можете почитать. Тут товарищ Рюмин, старший следователь МГБ, утверждает, что товарищ Абакумов тормозит вследствие по делу врачей-вредителей. И не только тормозит, но уводит в сторону. Политбюро решило создать комиссию по расследованию деятельности товарища Абакумова в лице вас четверых. Вникните беспристрастно. Если Абакумов не виновен, то так об этом и надо заявить. А если он виновен, то надо конкретно знать в чем. Может быть, этот, как его, Рюмин, написал обыкновенный донос. Вопросы есть? Вопросов нет, товарищ Сталин. Мы с товарищами внимательно изучим данную ситуацию. Куда вы меня привезли, я здесь никогда не была. Вот, посмотрите на красивые места. Почему вы не покатаете очаровательную женщину? Пойдемте. Я же знаю, что вы хотите мне что-то сказать. Но чего вы молчите? И в машине молчали. Лида, сейчас и в машине, и на квартире надо поменьше говорить. Времена такие. А красиво, да? Скажите, красиво ведь? Я вообще люблю Москву. Вы любите Москву? Я не знаю, мне все равно. Я где только не жила. А вы знаете, что Георгий Константинович в Москве с семи лет? Первый раз слышу. Да, да, да. Он у моего отца с корняжным делом обучался. Наши отцы родные, братья. Там у нас несколько пацанов обучалось. А папашка мой суровый был. Ох, рука тяжелая. Лупил нас всех нещадно. Всех, особенно меня. А Жорка нас защищал. Да, он вечно всех защищает. Да. Потом в лавке торговал. Ох, а как торговал? Ну, в нем умер этот, этот, коммерсант. Да, и с корняком мог бы стать, с первостатейным. Вот. Он среди нас пацанов сразу как-то вот вожаки вывелся. Теть, дай проехать, а? Да, давай, давай, красавица. Вот, и зарабатывать стал очень много. И уже через, да буквально через год родителям, отцу с матерью в деревню, стал деньги отсылать, помогать. Да ладно. Слушайте, что же вы мне его расписываете, а? Ну, тяжело им. А чего вы не хотите к нему поехать? Мне кажется, в некоторой степени вас это не касается. Все, что касается моего двоюродного брата, меня тоже касается. Еще как касается. Господи, как же вы меня все достали. Одна придет с деньгами, разговорами, другая приходит, в ноги кидается, уйди с моей дороги. А он звонит, приезжай. Да я что, вам тряпка, в конце концов? Подождите, кто она? Шура? Когда она к вам приходила? Да она не просто приходила, она, она угрожала. Потом она уговаривала, а потом фотографии дочерей показывала. Нет, я так не могу, я не могу, я может быть, женщина. Я, может быть, люблю. Любила. Теперь все, отрезала. Все. У него второй инфаркт был. Когда он со мной был, у него не было инфаркта. Ни первого, ни второго. И так до фронта был. Война. Я в Одессе ему какие-нибудь нужные уколы делала. Он у меня на диете сидел. Ему ведь нельзя ни соленого, ни острого. Он у меня лишние рюмки не выпил. А жена, что вот эта суженая, ряженая, она ведь ему по пять истерик в неделю устраивает. Ведь что это? Куда это годится? Достали вы меня все с копом. Так, значит, да? Да, так. Да, вот посмотрите на меня, полюбуйтесь на меня. На такую ростакую, на воспитанную. Все, сказала, нет, я не поеду. Ну, что вы смотрите на меня? Да. Я ему еще тогда сказала, я с твоей женой постель делить не буду. Я к нему не поеду. Ну, ведь уже два года прошло, как он в Свердловске. Время ведь лечит. Время не лечит, время учит. Я на работу устроилась. Я не могу, я занята. Я никуда не поеду. А может быть, у меня есть кто-то? Да что вы выдумываете? Никого у вас нет. Это почему это вы так думаете? Я что, кривая? Я что, урод? Не слишком ли вы самонадеянны с братом вашим? Я желаю вам только добра. Лиз, вам нужно поехать к нему. Ведь это надо, брата посолить. Меня куда надо вызывали. И там прямым текстом мне сказали. Жуков твой далеко, а мы везде. Если ты к нему в Свердловск заявишься, то мы тебя из московской квартиры выпишем. Вот приеду я к нему в Свердловск, а к нему жена явится. И что? Попросит меня из московской квартирки. Я что, пойду на вокзал, там жить? Мне Георгий Константинович позвонил, просил переговорить. А Дима сейчас в Москве надолго. У нее дочь в институт поступает, а там у тебя квартира будет. Михаил Михайлович, ну пожалеете вы меня, ну сидеть в пустой квартире и ждать его целыми днями, в чужом городе. Не могу я, не могу. И потом я жене его обещала, я ей слово дала. Что же это получается, я опять разлучница? Сильный у него инфаркт был? Да нет, слава Богу. Не очень. Говорят, микроинфаркт. Лен, вот Георгий Константинович просил передать. Деньги? Да не нужно, мне от него денег, мне от него ничего не нужно. Послушай, это не деньги, это маме. Маме твоей. Ты же уедешь, а мама одна останется. Это ей. Откуда он знает про маму? Я не знаю, может быть ты ему сказал по телефону. Маме. Поехали! Ой, вот они. Ура-а-а! Ой! Ну, наконец-то. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила Владимировна. Извините, немного припоздали. Давайте я помогу. Спасибо. Туда. Прошу вас. Прошу вас. Прошу вас, пожалуйста. Приезд. Пойдем. Ключи дай. Ключи. Товарищ командующий, а как же я, а как же водитель? С охраны поедешь. Есть. Все. Пойдемте. Не могу без тебя жить, Лидь. Ну, что поделаешь, а? Да. Жор, я знаю, что подумала. Давай мы прилетим к тебе на недельку, вот другую. Эрка так хорошо сдает экзамены, я думаю, что она поступит. Зачем приезжает? Ну, что за новости? Ну, как, что за новости? Просто соскучились. Девочки тебе даже не видели. Ты самолет нам вышлишь, мы туда, да? Ну, какой самолет? Откуда я возьму самолет? Самолет еще гонять. Как-то нет. Это что, получается, всегда был, а сейчас вдруг нет? Куда он делся? Что, раньше ты летала, самолет тебя подбирал. Летели люди, военные, почта. Сейчас нет оказии из Москвы, посиди там. Потом, ты только на неделю как уехала. Что тебе в голову взбрело? Потом и работа у меня. Ну, подождет твоя работа. Дочки же у тебя все-таки, правда? Потом, знаешь, какой Элка тебе подарок приготовила? Она выучила наизусть главу из Евгения Анидова. Ну, у них каникулы, Жора, они соскучились. Хотят к тебе. С девочками ты приедешь, через месяц. У меня учения наносу, меня все равно. В Свердловске не будет неделю. Понятно. Ты не один. Опять ты со своей, опять за рыбу дикой. Слушай, у тебя на уме, что-нибудь кроме этого есть или только это? Ладно, хватит, я не люблю. Ля-ля, мне дело надо делать. Думаешь, нечем заняться? Двести километров вот с утра сегодня отмахал. Подо мной территория. Четыре правды. Округ. Значит так. Ты мне, пожалуйста, больше своей ложью не оскорбляй. И себя тоже. А ей скажи, чтобы она впредь не клялась, чем попадя. Что ты говоришь, а? Ты слушай, что я говорю. И прям передай ей слово, слово. Увидимся через месяц. Сука. Сука. Сука, что пустого. Господи, что я говорю. Господи. Господи, господи, господи. Прости меня, господи, господи, прости. Господи, господи, прости. Ну что такое? А? Что такое? Купи мне билет. В Москву. Я уезжаю. Слушай, и ты за свое. Да что же это такое? Сядь, пожалуйста. Мне нужно на вокзал. Я все равно уеду. Я сказал, сядь. Ну что случилось? Ну позвонил. Ну и что? Больно мне сделал. Впервые. Очень больно. Синяк будет теперь. Извини. Извиняю. Извини. Извини. Георгий Константинович, не исклеить. Не нужно это ни вам, ни мне. Все. Все хорошо. Извини. Все. Все. Ничего не случилось. Ничего не было. Ну что ты? Завиральная это была идея. С самого начала. В одну воду второй раз. Отпустите меня. Умоляю. Умоляю, отпустите меня. Пожалуйста. Твою мать. Ну в чем дело? Я тебе что приказал? Вам плохо, Георгий Константинович? Почему не плохо? Что ты взял? Александра Димина позвонила. Сказал у вас инфаркт. И я вот. Александр Димин не показал. Так она и мне позвонила, и начальнику госпиталя, и зам попила. Они там сейчас все на роган, и докторов подняли. Все сюда сейчас летят. Иди. Есть. Прости. Все. Не хочу. Не могу. Постой. А знаешь, я даже с работы увольняться не стала. Отпуск взяла. Знала, что скоро вернусь. Сломалось что-то. Понимаю, понимаю. Плохо мне без тебя, Георгий. Но за этот год, знаешь, я словно узнавать себя стала. Я учусь жить без тебя, дышать учусь, работать, друзей находить новых. У тебя кто-то есть? Нет. Я не могу. Я больна. У меня неизлечимая болезнь. Хроническая. Жуков называется. Что с ним? Вы доктор? Доктор. Укол делали? Не успели. Вы скорой помощи? Что чувствуете? Почти. Где болит? Везде. Сейчас. Сейчас, миленький. Хороший мой, сейчас. Это я виновата, я. Простите меня, дура. Я ж просто боюсь вас. Сейчас, мой хороший. Сейчас все будет хорошо. Сейчас я вам укол сделаю, прошу, ложись. Да не надо ничего, не надо. Это ошибка. Какая ошибка? Чья ошибка? Моя. Не понимаю. Это что, кто-то пошутил так? Вам же сказали, ошибка. Маршалл здоров. Вы свободны. А вы кто такая тут? Вы не из скорой? Откуда вы взялись? Я через дверь вошла. Вы кто? Можно я не буду говорить, конь в пальто? Послушайте, я летящий врач Георгий Константинович. Очень приятно. Я приказом назначена, что здесь происходит, я, между прочим, могу документы потребовать. С фантазией у вас, Георгий Константинович, как-то не ошибка. Третий раз вокруг медицины скачете. Угадала. Сдается мне, здесь смена караула произошла. Опять угадала. В точку. Садитесь, девочки. Гулять будем. А, Лидь, давай выпьем. За приезд и за отъезд сразу. А? Прости, Георгий. Будь здоров. До свидания. Я... Я что-то не то сделала. Что-то ужасное сделала. Да нет, все нормально. Давайте-ка Галина Саны выпьем. Знаете, за что мы выпьем? За то, что я остался, наконец, один. И это главное. В себе разобраться. Не, ну я не один, конечно. Вы тут. Молодая такая, красивая. Я вам нравлюсь? Очень. И ты мне тоже. Вот за этой выпьем. Нет, вы мне, правда, очень-очень нравитесь. И как человек, и как... И как... И как... Почти все жуковские разговоры дома, в кабинете и на даче прослушивают сотрудники госбезопасности. Глава ведомства Абакумов регулярно докладывает Сталину о настроениях опального маршала. Но в какой-то момент Жуков и его близкие вдруг поняли. Сталин смягчает опалу. Правда, делает это постепенно, почти незаметно для непосвященных. Первым шагом стало выдвижение Жукова кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР в марте 50-го года. Через год, летом 51-го, маршала неожиданно для всех посылают в Польшу в составе правительственной делегации. В Варшаве Жуков выступает с речью, которую полностью печатают вправду. Такое не могло произойти без ведома Сталина. Похоже, вот так по-отечески он напомнил кое-кому о том, что есть у него козырной туз, готовый вновь огнем и мечом пройти по Западной Европе. Через год еще одна милость вождя. Жукова вновь избирают кандидатом в члены Центрального комитета. Впрочем, все это было впереди. Пока же маршал и не подозревает о скором возвращении в большую политику. Какую литературу читаете? Разную, товарищ маршал. Стихи люблю. Стихи какие? Твардовского. Наизусть знаете? Конечно. Ой, он ведь легко запоминается. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следов. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтонный первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним. Приготовился, пригнулся. Третий следом за вторым. Товарищ командующий, вы, вы тоже знаете Теркина наизусть? Теркина? Я и Пушкина знаю. Это мое тайное оружие. Какое тайное оружие? Знание стихов наизусть. Тайное оружие у солдата. Увольнительный, короткий. Время терять не приходится, если хочешь. А нравится девушке, произвести на нее впечатление, познакомиться. Надо быть во все оружие. Помните, как там дальше? И столбом поставил воду. Вдруг снаряд. Понтоны в ряд. Густо было там народу, наших стриженных ребят. Мам, ты чего? Нет, ничего. Эл спит? Дрыхнет, как с уроками. А как экзамены сдала? Да все, ну, отлично. Молодец. На другой курс перешла. Поздравляю. Красив ты как, смотри. Да. Красота. Сколько раз езжу здесь, мимо уральского хребта, думаю, господи, создал же ты такую красоту. Так бы всю ночь стояла и смотрела. Мам, ну, что ты расстраиваешься? Ну, все будет хорошо. Мы с тобой. Чувствую, в последний раз едем. Ну, ты ж сама хотела, чтобы Элка Свердловке училась. Хотела, а сейчас не хочу. Понятно? Все, хватит школу менять. Ей в институт надо поступать. Все, отъездились. Пока. Где наше озеро и машины? Там? Товарищ Маша, вы совершенно, оказывается, не умеете ориентироваться в лесу. А вы меня научите. Я потерялась как совсем в лесу. Научите. Это же очень просто. Вот смотрите. Давайте я вам покажу. Вот мох на любом дереве. Мох на дереве с северной стороны. Когда в лес входили, я запомнила, где был мох. По левую руку. Смотрите, вот теперь мы встаем и понимаем, что наше озеро и машина там. Ошибаетесь. Нет, товарищ Маша. Я, я с пяти лет в лес хожу. Я в деревне выросла, в тайге. У нас если сломя голову в лес пойдешь, то назад не выйдешь. Озеро и машины там. Нет, там. Спорим? Спорим. Если проиграете, то вы меня поцелуете. А если, если вы проиграете? Я поцелую вас. Ну вот, проиграли. Подождите. Я... Подождите, а... А как же мох? Вы забыли существенную деталь. Мох любит влагу. А влагу здесь приносит западный ветер. Ну что? Долг платежом красим. А поцелуй как? В губы? Ну, конечно, не в щеку. В щеку не годится. Я закрою глаза. Ну? Ну что же вы, товарищ маршал? Красивые пальцы у вас. Галина Александровна, давайте так сделаем. Чтоб товарищ маршал... Я больше от вас не слышал никогда. А как же мне вас называть? При главвраче, при жене. Я же вас лечу, субординация. Георгий Константинович. Мам, знаешь, я уже взрослая, я хочу спросить. Спрашивай. У папы что, другая женщина? Да. Спросила? Спросила. И серьезно там? Что? Серьезно? У кого? У них там, серьезно? А про мать тоже не спрашиваешь, да? Мам, ну что ты такое говоришь? Послушай, я и так все время о тебе думаю. Просто меня Элка уже вопросами достала. Что да как? Мы взрослые, мы хотим знать, серьезно там у папы или нет. Думаю, да. Довольно? Он что, уйдет от нас? Зачем мы вообще в этот Свердловский эти, мам, а? А потому что я так всегда себя веду. Где твой папа держу, как там и я, он на передовой, я на передовой. Он готовится к атаке, и я оборону держу. Понятно? Это предательство, мам. Георгий Константинович. Георгий Константинович, мы с вами знакомы уже почти три года. Когда я вас впервые увидела, я совсем девчонкой была. Что я тогда после института понимала? Такая вот глупая, дикая. Вы только не прибивайте меня, я иначе ничего не скажу. Лечение-то закончилось, вы здоровы, и все теперь в госпитале понимают, ну, все видят, что, ну, что вы один остаетесь, что семья ваша в Москве. Думаете, мне ничего не говорят? Еще как говорят, еще как нашептывают. Не теряй моментов. Вы ведь такой человек. Начальник госпиталя, он вообще инструктаж провел. Два инфаркта. Здоровье командующего святое, имей в виду. Имеете? А по-моему все дела. В нас, Галина Александровна. Да. Да, в нас. Вам не дело. Вы мне нравитесь, Георгий Константинович. Очень-очень нравитесь. Мне юмор ваш нравится. Я за эти два года только смеюсь, сколько не смеялась никогда в жизни. Правда, и стихи вот. Но я вас боюсь, понимаете? Только вижу вас, сразу ступор какой-то, я как дура становлюсь. Я вот, я вот с больными очень важной могу быть и даже, даже умной. Они меня боятся, очень многие боятся. А вас я робею. Робейте почаще, это вам к лицу. Чтоб покраснели. Краснею я. Кожа у меня такая. Кровеносные сосуды на поверхности. Тогда и вы, пожалуйста. Пожалуйста, не называйте меня больше, Галина Александровна, хорошо? Договорились, Галя. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, вы поймите, я, я должна как-то, как-то привыкнуть к вам. Ну, вернее, я должна, должна привыкнуть не бояться вас, понимаете? Ситуация, она боится его, он, себя, она еще боится главврача и все вместе боятся инфарктов. Нет. С этим надо кончать. Я люблю вас, Георгий Константинович, вы понимаете? Я люблю вас. Да, головокружение люблю я. Я уже больше не смогу без вас. Правда, я… Это очень, очень серьезно. Ну вот. Ну вот, сказала. Сказала, наконец. Господи. Господи, какая я дура. Простите меня. Простите меня, Георгий Константинович. Господи. Моя. 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 Не. Моя. Прости, не хотела. Мы много ошибок совершили. И разобраться, кто прав, кто виноват, невозможно. Мам, послушай, может, глупость скажу? Ну, давай я с ним поговорю, а? С кем? С папой. Он меня любит. Ну, господи, дурына ты моя. Конечно, он тебя любит. И Элку любит. И меня любит. И еще кое-кого любит. Он всех любит. Ты вот сказал, что ты взрослый. И сама по сути, он один живет в чужом городе. Вы выросли, у вас свои проблемы. Я с ним вообще уже не живу. Давно. Как ему быть? Ты сама по сути. Ну, послушай, ну, в других семьях ведь тоже проблемы. Ну, решаются как-то, а? Другие проблемы в других семьях. Это другие проблемы. А здесь семья Жукова. Здесь любые другие проблемы. Они в пыль превращаются. А мысалка не хотим, чтобы они в пыль превращались. Только я одна знаю. Господи. Только одна. С кем живу уже тридцать лет. Я иногда думаю, может, он не человек. Разве он может нормальный человек это выдержать? Он вообще просто какой-то уникальный. Понимаешь? Восемь суток без сна. Я сама видела. В Монголии. Потом мне Телегин рассказывал. Двадцать суток без сна. Сталин звонил. Разбудить не мог. Потом трое суток спал. Машина, что ли, какая? Мам, ну вот скажи, к чему ты мне все это рассказываешь, а? А к тому, что у твоего отца сил хватит еще на одну семью. Может быть, и не на одну. А вот мы с Элой не хотим жить без папы. Да не бойтесь вы жить без папы. Он сильный, он умный. Своё не отдаст, не потеряет. Беречь только его сейчас надо. Вон чего устроили. Вообще не представляю, как он это все пережил. Не виню я его. Не обижаемся. На себя обижаюсь. Жить не хочется. Ой, как быстро. Может, так не надо? Мы разобьемся. Я люблю так ездить. Посмотри в зеркало, что видишь? Ничего. Дорога назад улетает. Вот так и жизнь. А надо вперед. Только вперед. Ой, товарищ Маш, вы, вы сумасшедший. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Полнеба обхватила тень Лишь там на западе бродит сияние Помедли, помедли Вечерний день Продлись, продлись Очарованием Старый ты для нее, маршал Советского Союза Смотри, откинешь копыта Ненароком Лена, книги времени хватает? На житель почти в книжную лавку заезжаем Да что вы Да А чем еще занимаетесь? Сутками по округу мотаемся Дорог нет Есть гарнизоны, в которых Люди живут в очень тяжелых условиях Ну да Семьями Скоро общевосковое учение Готовимся Ну кроме того Встреча с избирателями А не слишком большая нагрузка Для человека, который инфаркт принес Надо как-то позаботиться О здоровье маршала Александра Диевна Сами знаете Он же неуемный Бывает Мы с ним по триста километров В сутки делаем Маршал Даже иногда сам за руль садится Любит он водить Говорит, что он за рулем отдыхает Иди, сестренке, помоги Давненько мы папку за рулем не видели, да? На самом все время Находится врач Какая врач? Я спросила Какая врач С вами все время находится Ну, почему какая? Ну, какая? Разные врачи Ах, разные Ну да Разные Это даже интереснее Правда? По графику заведено По графику? Да По личному назначению Сами понимаете Хорошо Следят, да? За здоровьем Да Областного центрального госпиталя Ну, а кто следит за приемом лекарств? Все строго по графику Да И процедуры, и уколы Все в госпитале Да Если мы в госпитале не успеваем То врач на дом приезжает Или в штаб сразу Да, конечно На дом даже удобнее Значит, маршал литературы интересуется Сам за рулем По книжным лавкам Поняла Проходите сюда, пожалуйста Вот здесь все это И произошло Значит, в 23.30 Уполномоченный Уралсовета Вручили командиру охраны Ермакову И комиссару чрезвычайной комиссии Якову Юровскому Решение исполкома И предложили немедленно Приступить к исполнению приговора Членов царской семьи С обслугой спустили вниз И поставили в два ряда В первом ряду царская семья Во втором лакей Царевич наследник сидел на стуле И Юровский Быстро зачитал приговор И тут же выстрелил Царь переспросил Как? Я не понял Прочитайте еще раз И тут же упал вперед Вторым и третьим выстрелом Царь был убит На повал Все стреляли Царица успела Успела Осенить крестным знамением детей Выведи ее Вы знаете Самое удивительное Что никто из детей не плакал И не просил От пороховых газов стало темно Юровский крикнул Хватит Не видно ничего И когда Кто добивал детей? Наследника кто? Ну Юровский утверждает Что это он А Ермаков Опровергает это Да вы Можете Встретиться с товарищем Ермаковым У нас есть адреса Других героев революции Многие еще живы Может устроить встречу Товарищ командующий Садитесь Благодарю, заняты Спасибо До свидания Заняты Но Но здесь творилась история Это надо понимать История творилась на фронтах гражданских И Великой Отечественной Здесь творилось Что-то другое В лес проехать не желаете К шахтам К нам даже товарищи Из идеологического отдела ЦК приезжали Благодарю, времени нет На Ирвицкий завод надо Встреча с избирателями Три часа Всего доброго До свидания Времени у него нет На такие дела Странно Синие очи Далеких подруг Ой, вы ночи Матросские ночи Только небо На море вокруг Ой, вы ночи Матросские ночи Только темень На ветер вокруг Волны пенятся Мочты кренятся Ветер гонит облака Ночь беззвездная Море грозное И тоска берет моряка Но главное Если б славная Подарила бы И письмом Даже палуба Заплясала бы Заходила бы Колесом Синие очи Далеких подруг Ой, вы ночи Матросские ночи Только небо На море вокруг Ой, вы ночи Матросские ночи Только темень На ветер вокруг Больше месяца Парень бесится И друзья Сказали так Брось ты нервничать На манер Девчат Не забудь Браток Ты моряк Ну а главное То, что славная Все равно Матроса ждет Если нравится Если нравится Флот Красавице Никуда От нас Не уйдет Синие очи Далеких подруг Ой, вы ночи Матросские ночи Только небо На море вокруг Ой, вы ночи Матросские ночи Только темень На ветер вокруг Концерт окончен Большое спасибо Спасибо Уводи людей в подразделение Есть Командиры подразделения Увести личный состав Первый взвод встать Второй взвод встать Третий взвод встать Стоколов На право На выход Шагом маршал Ну что Борис Тимофеевич Мы здесь посоветовались И решили Учиться тебе надо Так я уже учусь Товарищ маршал Я офицером мечтаю быть Ну, армия без тебя не пропадет А если не будешь петь Неизвестно Запомни, Стоколов Каждый должен делать то К чему у него способность Такой талант, чем в земле хранит Прекрасно Юрченко Да Когда я экзамены Свердловской консерватории Так уже все закончилось Значит попроси, чтобы устроили Дополнительное прослушивание Я сам приеду Есть Не подведи Спасибо, товарищ маршал Спасибо большое До свидания До свидания Спасибо вам Товарищи рабочие В заключении хочу сказать Если вы делегируете меня На 19-й съезд коммунистов в Москву Обещаю выполнить все ваши поручения И по жилищным условиям И по условиям труда Да здравствует пролетария Урала Да здравствует товарищ Сталин А теперь наш сюрприз Товарищи Слово просит человек Легенда На плечи которого Легли все тяготы революции Который вершил своими руками историю В решающий момент У него не дрогнула рука Он расправился с царской кликой И проложил нам путь К счастью и свободе Поприветствуем Товарища Ермакова Я скажу коротко По фронтовому Вот этой рукой Был застрелен царь-палач А эти руки Ковали нашу великую победу И если мы их Соединим Тогда нам Никакие фашисты Никакие империалисты Приспешники за океаном Не страшны Дайте руку Товарищ Жуков Я голосую за вас А вот руки я вам Не подам Давай Иди Да здравствует Великий Салин Да здравствует Товарищ Жуков Ура 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо, товарищи, вам. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Ждем вас. Ну, дальше я сам. Счастливого. Что случилось? Ничего особенного. Поговорить надо. Ну, пойдем. Я не хотела говорить при девочках. И вообще, при всех. В общем, Жора, я не рылась. Я случайно. Ну, я сюда даже и рылась. Извини. Ты здесь три года живешь. Я приезжаю туда и сюда и вдруг вижу фото галереи. Смотрю и думаю. О! Это ж ты с ней с первого дня. Так вот, я больше не хочу так. У меня есть гордость. Садись. Спасибо. Верни, остатки. Этой гордости. Остальное, к сожалению, ты и родились. Здравствуйте. 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 Ты даже можешь сейчас сказать, что у тебя с ней ничего не было? Действительно ничего не было. Это доктор, врач. Это все твои бредни. Да, конечно. Это все мои бредни. Тебе пятьдесят четыре года. Я не могу так. Если не можешь, значит, не можешь. Мне надоело. Мне надоело находить вот это вот. Все. Везде. Что я могу тебе сказать? Нет, значит, нет. А, значит, ты меня выгонишь. Ты заметил, я ведь ничего не говорил. Это все твои выводы. Я тебя не выгоняю. Это первое. Второе. Я с тобой не развожусь. Все, что дорогое у меня есть в жизни, это моя семья. Ты и девочки. Но в чем-то ты права. Какое-то время нам надо побыть в розе. Мы и так в розе. Слушай, что ты от меня хочешь? Выкладывай. Ну, просто, если это серьезно, я вижу, что это серьезно. По глазам ее вижу. По чьим глазам? По ее глазам это вижу. Я же знаю, как ты умеешь влюблять себя. Я же это не раз видела. Ну, в общем, Жора, мне нужна гарантия. Какие гарантии? Ну, я на старости лет должна с чем-то остаться и девочке тоже. А, вот с этого и надо было начинать. Надо где-то мне жить и девочкам надо как-то жить. Хорошо, значит, мы расходимся, а перед этим мы зарегистрируемся. Комедию устраиваешь? Ну, для тебя, может, комедия, а для меня трагедия. Нужны гарантии? Будут я гарантии. Ты права, я не вечен, девочкам тебе надо будет где-то жить. Будут я гарантии. Это все? Мы должны зарегистрировать наши отношения. Это все? Расписаться, да? Распишемся. Все? Да, все. Поехали, девочки ждут. Я им сейчас ничего не буду говорить, я им в Москве скажу. И постараюсь сохранить твой образ любящего отца. Я найду для этого слова. Поехали. Мама, мама, папа на вокзале сказал, что он скоро приедет в Москву. А он скоро приедет? Мам, ну вот, он уже на съезд приедет. Мам, я спросила папу про, про доктора. Он сказал, что доктор у него в Москве будет другой. Все будет хорошо, мне кажется, что нашему папе уже вообще никакой доктора не нужен. Выглядит он замечательно, выздоровел. Я не знаю, почему мы не знаем, что он не знал. На самом деле он не знал. Это в Москве. Поехали. 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 Субтитры сказал, что он не знал. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте, Лидия. А я мимо проходила, смотрю. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я вас уже давно здесь жду. Поговорить надо. Пройдемте. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это ж сколько лет мы не виделись. Скоро будет три года. Ну да. Вот что я вам хотела сказать. Мы с Гелоргем уже давно не живем вместе. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Фактически. Да ну и в общем-то жизнью это уже нельзя назвать так. В грехе. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Извините, мне это не очень интересно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Не перебивайте меня. Я понимаю, что я очень глупо сейчас выгляжу. Вы одна. Скучаете. Собирайте вещи. Поезжайте в Светловск. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вы сумасшедшая, Александра Девина? Нет. Мертвая. Мертвая. О. Мертвая. 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 Аааа. Мертвая. 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 Вы что же про Новую Пассию его узнали? Про доктуша молоденькую. Поэтому ко мне пришли. Значит, вы знаете? Видели ее? Вы говорили с ней? О чем? Скажите, разговаривали? Москва. Кремль. Датая октября. О, только началось. В Кремлевском дворце собрались лучшие люди партии Ленина, Сталина, делегаты девятнадцатого съезда Всесоюзной коммунистической партии Большевиков. Среди делегатов минной партии государственной... Лидочка, чё, не приготовишь? ...известной всей стране работники промышленности. Угу. Лид. Лид, что с тобой? Что ж так больно? Где больно? Где болит? Лид. Семь часов. Семь часов. А ты не приезжай, иди встали. И вам не отмечали. Вот вам всем. За все. Тихо. Прошу, Галинса. Ой. Проходите. Это вам. Спасибо. Может, туда поставить? Конечно. Вот так. Или лучше. Спасибо. Надо было, конечно, вас в ресторан пригласить, но тут, меня кажется, собака знает. Так что, угощайтесь. Я вас этим не обидел? Нет, Георгий Константинович. Галь. Ну, попроще. Ну, я же просил. Попроще, ну. Называй меня просто. Георгий. Хорошо? Так, садись. Спасибо. Выпьем? По капельке. Вам нельзя. Ну, доктор-то рядом. По капельке. Даже капельки нельзя, Георгий. М-м-м. Мне пятьдесят четыре года, Галь. Не молод. За это время я к вам привязался. Ждал, присмотрелся. Видишь, как получается, с женой мы практически расстались. Дети выросли. Не знаю даже, как я дальше без тебя буду. Понимаете, о чем я? Да. Понимаю. Да. Я военный. Не могу ухаживать, говорить красиво. Не могу. Оставайся у меня жить. Оставайся жить у меня. Я должна подумать. То есть, что уж там думать? Я просто… Я просто о вашем здоровье думаю. Мы вместе будем думать. Решили? Переезжайте. Ну, давай выпьем. Нет, тогда коньяку. Я… Я вам сама нырю. Подайте, пожалуйста. Хорошо. Да. Да. Только не будешь. Давай-ка. Знаешь что, давай… Давай за тебя, за… За твою красоту, за ум, за то, что ты есть. Ну, что ты, улыбаешься. Ну, да. Я счастлив. Действительно счастлив. Я тоже. Давай. Поухаживайте за мной, пожалуйста. О, ну. Я есть хочу. Так, ну, конечно, но… Ах, да. Так, сейчас. 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 Может, блинов еще? В конце февраля 1953 года, Жукову в Свердловском вдруг позвонил Сталину. Приезжайте в Москву, вы мне нужны. Что стояло за этой фразой вождя до сих пор осталось загадкой. Похоже, Сталин что-то предчувствовал. 1 марта 1953 года на ближней даче в Кунцево Сталин охватил удар. Умирал он долго и мучительно еще целых четыре дня. Сердце Иосифа Сталина остановилось 5 марта 1953 года в 2150. Но еще до того, как стране объявили о смерти вождя, на экстренном совместном заседании пленума ЦК КПСС, Совета министров и Президиума Верховного Совета СССР в Кремле соратники начали делить упавшую к их ногам власть. Решили следующее. Председателем совмина утвердить Георгия Маленкова. Лаврентия Берия назначит министром внутренних дел, объединив под его началом бывшие МГБ и МВД. Почти никто не сомневался, что спустя несколько месяцев наследником станет именно Берия. Объединив впервые со времен Дзержинского под своим началом все спецслужбы, он обеспечил себе блестящий старт твоей позиции перед решающим рывком к власти. Вы как расположились в Москве? Вы недавно в столице? Никита Сергеевич, присматриваюсь пока. До меня слухи тут дошли, что вам квартира нужна. Давайте-ка я вас подвезу. Да нет, меня вон машина ждет. Ага. Тогда давайте немножко пройдемся. Разговор-то у нас короткий. Пока. Давай. Так я правильно услышал насчет квартиры, Георгий Константинович? Правильно, Георгий Сергеевич. Не один вы услышали. Ну, что мне до всех. У меня свое мнение. Насчет квартиры. Во-первых, вот год назад было. Во-вторых, это было в устной приватной беседе снач по тылу. А? А начальник тыла мой друг. А друг моего друга мой друг. Ведь так, Георгий Константинович. Да что ж такое, а? Да мы за счастье почтем. Маршалу победы помочь. Что ж мы, господи, любимец женщин. Именитый военачальник. Не можем квартиру дать. Может, я все-таки лучше по линии Министерства обороны поколпачу? Честно говоря, я ведь не насчет жилплощади хотел поговорить, Георгий Константинович. Надо бы нам помянуть Иосифа Виссарионовича. Все ж таки великий человек. Правда. Может, сподобитесь, а? Загляньте на секундочку. Заскочите на дачку. Помянем. Согласны? Хорошо, Никита Сергеевич, договорились. Ну и что, каков результат? Поехал к Никите? Отказался. Она в следующий день перезвонила мне, мол, жена больна. Жукова на фу-фу не возьмешь. Слушай, кто такой Никита Хрущев? Балабул. Сидел, вождя облизывал, головы не поднимал. А у меня тут на Никиту он на Украине столько порезал, пострелял. Пусть только рот раскроет. Следующую пленку неси. Туда? Вот сюда. Подожди. Я тебе помогу. Так высоко? Давай. Да. Ух ты, отважная, отважная какая. Да. Ух ты, отважная какая. Вот. За удерженьем. Вот такой плащ, сможете? Материалов таких нет. Посмотрите, вот это. Это новый парижский журнал. Последний писк. Здрасте. Ага. Вот такой плащ, да? Да. Платье это. Вот это и вот это платье. Ну, глаз. Лучшее выбрали. Это дороговато обойдется, Георгий Константинович. И потом, если она во всем этом в Кремль явится, жены меня разорвут. Ничего, разорвут склеим. Она должна быть лучшей в Москве. Георгий Константинович, может, этого не надо? Надо. Надо. Почему это не надо? Ну-ка, дай-ка, дай-ка так, в свет. Значит, только смотри, вот смотри, вот. Вот тут немножко подберем, да? А, да. И так же с этой стороны, да? Хорошо, да. Вот так. И все будет? Прекрасно. Хорошо, хорошо будет у нас. Я ведь шубы когда-то сшил. Да что вы. Великий полководец Корнят. Готовьтесь, пожалуйста, к вечернему варианту. Семь лет учился. А вы, Ларис, не работали с мехом-то? Да что вы, избави бог. Это врагу не пожелаешь. А вы что же, и краили? Краил, чего? Потом в магазин продавал. Знаете, что самое трудное было? Заказчику нести. Домой. А еще труднее и заказчица. Ой, Георгий Константинович, смотрю на вас. Погиб, погиб наш маршал. На коленях, перед женщиной. Не узнаю вас. Вы без ума от нее, да? Ну, а как же иначе может быть, глядя на нее-то? Тестная мажорная краска, геная, фруктура, окорновые переборы. Меняется элитин, в котором чувствуется поддевание. Развитие таких зрителей в ее позиционных всплесках нарастает напряженность. Восхитительно. Свободен. Последний зафиксированный разговор Жукова со Сталином. Включи, Вань. Считаю, товарищ Жуков, что с поручениями партии вы справились. Вы вас строили в ЦК, потому что вы исправили положение дел в Буральском военном округе. Четыре года пошли вам на пользу. Как считаете? Полностью с вами согласен, товарищ Сталин. Я действительно считаю, что мне, как военному и хозяйственнику, было полезно увидеть лично своими глазами положение дел в провинциальных округах и попытаться, возможно, исправить. Мне нравится ваш задор, товарищ Жуков. Встретиться пока не можем. Я немного расхворался. Отдыхайте пока. В ближайшие дни я вас вызову. Нам предстоят большие дела. До свидания. До свидания, товарищ Сталин. Спасибо. Лаврентий Павлович, Лаврентий Павлович. Так ты что? Самого товарища Сталина прослушивал? Глупостей не говори. Тут на Жукова прослушка была. Ага. Присядь, Вань. Ну, как ты видишь, Сталин ему должность хотел новую предложить. Как думаешь, какую? Думаю, министра обороны. Правильно думаешь. Кто такой булганин? Да. Пьет. Скоро солдатские пайки пропивать начнет. Ну, да. Как ты думаешь, зачем я тебя позвал? Для того, чтобы я с Жуковым переговорил? На лету схватываешь. Слушай, даже рядом сидеть с тобой страшно. Прозорливый, как Ленин. Ну, Жуков меня терпеть не может. Да и к тебе, скажем так, после Захаровой охладел. Как же нам быть? Лаврентий, нам надо с ним разговаривать. Если мы его с тобой не дожмем, его Никита дожмет. И тогда… Да. Жуков в войсках фигура номер один. Так точно. Было и останется. А ссылка на Мурал его только на пьедестал возвела. Да ладно, мы когда в Берлине были… Аня, послушай меня. Жуков не просто опасный, он очень опасный. Ты понимаешь, это яркий тип русского медведя. В цирке медведя видел? Угу. Лет десять учат его, кормят. Он там на велосипеде катается. Пушистенький такой, детишек веселит. А на одиннадцатый намордник сняли, и он всему цирку голову оторвал. Доказано. Медведь обиды не прощает. И рано ли, и поздно ли все на свои места поставит. Внял? Внял, Валентий Павлович, внял. Ухо востро. Да понял я, понял. Ну что, я пойду. Ты знаешь, меня волнует одно. Почему Никита с ним в машине заговорит? Ведь знаешь, слушают. Как считаешь? Силу чувствует. Кучкуются за моей спиной, это понятно. Э, другое тут. Сигнал подает. Провоцирует. Мол, слушай, Валентий, слушай. Никита, Никита, колобок. Ну, прошу. Куда ты меня привез? Тут мои друзья квартиру получили. Впечатляет, да? Красотич. Ух ты. Пойдем. Ничего себе. Неплохо. В машине подожди. Есть. Хорошо. 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 А где друзья? Сделали неплохо. Телефон. Смотри, не одного стула. А телефон есть. Гудит. Алло, алло. Я тебя знаю, что это написано. Это чья квартира, Георгий Константинович? Закрой глаза. Зачем? Солнышко, ну закрой глаза. А теперь открой. Эта квартира твоя. Вот ордер. Ключ. Мебель сейчас привезут. Ты что творишь? Зачем? Я не заслужила. Ты не заслужила? Ты меня с того света вытащила. Своей любовью смысл жизни наполнила. Ты не заслужила. Подожди. Это мы с тобой? Это мы с тобой тут будем жить? Это надо отметить. Вот отмечать будешь без меня. Почему? Почему без тебя? Надо ехать. Ну мы же говорили об этом. Я живу пока. Женой, детьми. Пока. А что я, что я тут буду делать без тебя? Ждать. И об этом мы тоже договорились. Слез не надо. Мы свою жизнь со слез не будем начинать. Я ж поклялся. Глаза ты мне закроешь. Товарищ маршал, разрешите войти к капитану интендантской службы Горшков. Заноси. Заноси. Ну, здесь все. С едой разберешься. Сейчас привезут, все будет в порядке. Я вечером тебе позвоню. Я буду ждать. Стой. Заноси. Вот это сюда. Сюда. Вон туда. На выход шага марш. Понимаешь, Анастасовна? Да. Если сейчас Берия уже ни с кем не считается, то дай ему месячишко-другой развернуться, он всех нас станет снимать. А если еще с Жуковым и Серовым... Ну, брось. Чего брось? Чего брось? Брось. Перестань. Ну, они же понимают, что это ненадолго. Берия, как только возьмет полную власть, он их всех поменяет и подберет других удобных людей. Вот это им и надо объяснить напрямик. Сколько новых людей поновыдвигали. И у всех с лавриньцем Вась-Вась. Ведь понимают, что страшно и ненадежно. А рот открыть боятся. А нам с тобой, Анастас, бояться уже нечего. Нам первым рот свинцом зальют. Что? Знаешь ведь? Знаю, знаю. Но начинать все равно надо с Маленкова. Маленков практически готов. Я с ним уже. Ему есть что терять. Есть что приобретать. Переговорил уже. Они с Берии лучшие друзья. Да? А я? Не самый преданный друг. Он Маленкова обзывает безвольной Маланей. А меня за глаза. Деревенским вахлочком и сталинским жополизом. Девочки, папа приехал. Папа? Папа! Здорово. Папа! Здорово. Пакулечка! Папочка, ну где ж ты был? Мы тебя так долго ждали. Ну, кто первым будет хвастаться? Я скажу, что у меня все в порядке. Как всегда. Я защитила реферат по международному праву. А вот у Элочки наши витряные мельницы в голове. Не промолчала? Спасибо тебе на добром слове. Пожалуйста. Ну хорошо, ты готовишься к поступлению в МГИМО? Папа, я готовлюсь, ну понимаешь, там одна перечница, в общем, по-английскому. Так взъелось, так взъелось на меня, что ли? Понятно, понятно. Создаем трудности, с блеском преодолеваем их. Ой, жар, Актина. Видишь, красота какая. Ой, красота. Мама-то где? Мама на веранде. Ну-ка, дай-ка. Вот это, это тебе. Спасибо. Вот это, а это маме. Ага. Папа, а что это? Ну как, развернешь, посмотришь, расскажешь. Да? Мамочка, нам папа подарки привез. И тебе. Здрасте, товарищи. Мы к вам с подарками. Здравствуй, шоу. Здравствуй. Спасибо. Мам, может быть, пойдем посмотрим, что нам папа привез? Мам, ну пойдем, ты тут сидишь часами. Пойдем. Здравствуй, Иван Александрович. Какими судьбами? Здравствуй, Георгий Константинович. Да разговор есть серьезный. Какой еще разговор? Я тебе все по телефону сказал. Да это не личный разговор. Спасибо. Пожалуйста. Тут дело, которое не терпит отлагательств. Какое у меня с вами может быть дело. Послушай, Георгий. Это просьба. Личная. От Лаврентия. Ну что ж. Хорошо. У нас когда маневры назначены? На двадцать седьмое? Девятое. Девятое. Так, я с Жуковым переговорил. Он Артемьева направил в Калини. Пусть там этот Бериевский друг покомандует там. Так что я не сижу, Анастас. Ты с Ворошиловым и Кагановичем переговорил? Переговорил. Ну? Все хорошо. Кантемировская и Таманская дивизии готовятся к стрельбам, маневрам. Так, в Германии кризис, так? Он обязательно в ГДР полетит. Порядок наводить. А мы тут маневры устроим. Да какой он министр. Министр. Алкаш. А армия разваливается. Тебе вот что сделать нужно. Поговорить с командующими кругов. Заручиться их поддержкой. И потом, ну только я тебя умоляю, без нахрапа, плавненько так. Я так понимаю, это не просто мысли вслух. Чьи же такие любопытные мысли-то, а? Да я думаю, ты знаешь, чьи. И если честно говоря, я с ним полностью согласен. Этот бардак, его нужно прекращать. Ты посмотри, какая международная обстановка вокруг. У нас Третья мировая на носо. Они нас в кольцо взяли, а мы сидим СССР без армии. Ну это ж смешно. Что ж таким смелым Ванек не был? И международным подкованным. Когда меня заможай загоняли со своим. Георгий, ты это знаешь и понимаешь, как никто другой. Мы все тогда лишь одним занимались. Каждый вздох вождя ловили. Каждый. Да он на всех наклонил и прогнул, как ему было удобно. Семьдесят два человека из моего окружения арестовали. Каких людей? Ну хорошо, я так понимаю. Формально у Лаврентия Павловича полномочий-то нет. Вот, сейчас ситуация такая, что все в любой момент. Спасибо. Все в любой момент поменяться может. Сейчас можно таблички на дверях поменять за день. От генералитета до политбюро. Ну хорошо, я министр обороны. А тебя куда? Ты и так неплохо сидишь. Первый зам министра МВД. Что, мало что ли? Да что я? У меня, как говорится, сегодня грудь в крестах, завтра голова в кустах. Со мной ведь тоже разные варианты. Могут быть. Варианты, как тарантуру в банке. Армию развалили, унизили. Ты посмотри, как люди-то живут. Пока вы тут портфели друг у друга вытираете. Что в округах-то творится? Герои живут, позор. Вот об этом, обо всем и надо будет переговорить. О чем же это? Кому какой портфель дать, что ли? Все менять надо. Десять лет, как война закончилась. Офицеры вон в палатках живут. Арестованных сколько. Вот что со мной по этому поводу? Советоваться будет, что ли? Здорово. Здравия желаю. Поехали. Будет, Георгий. Еще как будет. Ему теперь надежные люди нужны. А среди надежных только ты да я ходим. Угу. Теперь я в надежных числюсь. Угу. Кто еще? Я так понимаю, Хрущев, Маленков в надежных не числятся. Правильно понимаешь. Большая чистка намечается. Время такое. Ситуация сложная. Георгий, ну у тебя у самого топор, как говорится, над головой просвистел. Только так в легкую волосы задел. А если уж честно, то благодарить ты за это должен Лаврентий и меня. Слушай, может мне вас и за Лиду благодарить? Вы у меня ребенка отняли, сына. Не забывай. Георгий, ты... Ну, простите меня. Если сможешь, прости. Зато теперь, в этой сложившейся ситуации, ты от него можешь требовать все, что ты захочешь. Он на любые пойдет условия, поверь мне. И насчет генералов, и насчет... Он очень в тебе заинтересован. Очень. Но если уж будешь требовать, то в пределах разумного. Значит, пределы теперь тоже он устанавливает? А кто еще? Ну подумай, кто? Маленков, Хрущев, Булгалин, кто? Они все у него вот здесь. В общем, в любое время мы готовы встретиться. Миш, ты клубникой завалишь нас скоро. А чего? Ну, я теперь пенсионер на рынке-то по нынешним ценам. Я скоро буду больше у вас зарабатывать. Мужики, я там беседки накрыл. Может, как обычно, по рюмашке. Иван Александрович торопится. Ай, жаль. Ну, а мы-то? Ну, мы. Понял. Я надеюсь, в дальнейшем будем чаще видеться, Михаил Михайлович. Надеюсь. Спасибо. До встречи. До скорого. Я тебе перезвоню вечером. Да, ну, ничего хорошего. Что? Пожар в бардаке во время наводнения. Слушай, может мне действительно с тобой клубникой заняться? Понадежней и для здоровья больше. Да нет. Ну, давай, брат, докладывай. Как здесь дела? Ну, как? Шура плачет все время. Надеется. Ну, потому что, ты же видишь, я не бросаю ее. Живу здесь, ночую. Да, конечно. Ладно, знаешь, я тут одного человека из Свердловска с собой взял, со товарищами. Ты их расположи где-нибудь, в баньке. Ага. Шура их знает. Миша. Ваня. Ну, вот Миша с Ваней. Очень приятно. Давайте, займитесь делом. Дай ему лопат с моряковью. Богатырь. Пошли. Богатырь. Бабулечка, спасибо. Ну, что, подошло? Все подошло, тетелька в тетельку. Скорняк вам не умер. Это модельер. По нынешнему. Вот мне бы машинку, я бы вас обшил с ног до головы. Вы себе представить не можете. Просто загляденье просто. А насчет Жукова. Есть у меня верный ленинец. Один. Эх, хитрый. Леонид Ильич Брежнев. Брежнев? Да. Ну, он какой-то рубаха парень. А он, нет? Нет. Ленька хлопец отчаянный. Верный. Он зря болтать не станет. Я его еще по Украине знаю. Берия на него разгневался. И Леньке деваться некуда. Хи-хи-хи. Вот мы его в разведку и пошлем. Хи-хи-хи. Ты, горит моя звезда. Звезда любви. Звезда любви. Ты у меня. Ты у меня одна заветная. Другой не будет никогда. Лучей твоих неясной силою, Вся жизнь моя озарена. Умру ли я? Ты над могилою горит, сияй, моя звезда. Звезда любви. Браво! 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 Понравилось? Ну что вы, потрясающий голос. Я хотел военным быть. Это я и облащил Светловский. Да что вы, Георгий Статинович, разрешите напомнить, Брежнев, Леонид. Да, да, как поёт. Мы видели с вами на девятнадцатом сфере? Викуль, ты представляешь, мы случайно рядом здесь, с самим Жуковым. Это жена моя, Виктория. Здравствуйте. Галина. Вика. Садитесь. Георгий Статинович, а я в Чехословакии заканчиваю генерал-майором. Участник парада на Красной площади, вас видел в сорок пятом на Белом коне. Это было незабываемо. А вы, товарищ Режнев? Да. В каких войсках служили? В политуправлении. Зам. начальника политуправления Южного фронта. Понятно. Потом на Украине работал под началом товарищ Хрущева. Пойдём закончиться? Пойдёте? А можно, Георгий Статинович? А то мы с Викули, недавно в Москве, с Богемой познакомимся. Да какая Вагема? Он совсем молодой парень. Талант. Ему помогать надо. Это… Вот ему бы за границей бы учиться. Это в наших руках? Как у него с анкетой? С анкетой? Да, да. Вон на сцену. Всё в порядке. Из моряков, сибиряк. Так что… Туда и направо туда. Вот сюда. Договариваемся и так, Борис Тимофеевич. Вы меня через недельку наберите, напомнитесь. А я к этому моменту с отделом культуры переговорю. Спасибо, Леонид Ильич. Спасибо, Георгий Константинович. Мне бы ещё Свердловский попеть надо. Меня ж только взяли. Свердловский? Пой, пой. Расти-то надо всё равно. Эх, Кировский театр, Ленинград. Неужели это возможно? А знаешь, почему возможно? Потому что просьба моего друга для меня. Приказ. Бывай. Спасибо. – Георгий Константинович, мне с вами переговорить надо. – Счастливо. Я по поручению Никиты Сергеевича Хрущева. Георгий Константинович, ситуация складывается тяжёлая, напряжённая. Как? Я сама к тряпкам равнодушна, но вот дочь моя, кстати, тоже Галя, и тоже такая же молодая, как вы, она бы заинтересовалась. Вы адресок можете дать? Ой, это Георгий Константинович, я не знаю, где. Вы не москвичка. Да что вы, я тут всего два месяца. Ну, мы с Леонидом тоже провинциалы. Вот, осваиваемся. Думаю, это его распоряжение. Товарищ маршал. Три года. Я из Свердловска. Садись в машину. А вы? А мы пешочком прогуляемся, нам здесь недалеко. До свидания. Счастливо. Ну что? Потом. Пойдём. Свой решающий рывок к власти Берия начал ещё в дни похорон вождя. Выступая над гробом Сталина, он вдруг гарантировал гражданам Советского Союза права и свободы, предусмотренные Конституцией. Мало того, прекрасно зная положение дел в карательных органах, ведь эти порядки Берия сам во многом насаждал, глава Объединённого Министерства Внутренних Дел вдруг первым заговорил о реабилитации невинно осуждённых, об отмене пыток во время следствия. Вскоре последовало знаменитое Бериевское амнистие, а соратников по Президиуму он всё больше пугал своими инициативами. Чего только стоит предложение объединить послевоенную Германию. Или другое – не носить отныне на демонстрациях портреты членов Президиума ЦК. А тут ещё летом 1953 года стало известно, что ведомство Берии накопило компромат на Маленкова, Хрущёва и других членов Президиума. Одновременно глава МВД поставил вопрос об аресте бывшего секретаря ЦК и министра госбезопасности Игнатьева, ставленника Маленкова. В конце концов, Берий объединил против себя всех. Или почти всех. Ведь многие его боялись до дрожи в коленках. Тем более удивительно, что заговор против Берии возглавил Никита Хрущёв. Уж его-то Берия серьёзным соперником считал в последнюю очередь. Я почему вам сразу позвонил? Я как только узнал, что у всех членов Политбюро собираются охрану сменить, сразу дотунковал. Дело керосином пахнет. Да и мне приказано прощупать вас как следует, Никита Сергеевич. Следить и докладывать о каждом шаге. Я думаю, что здесь уже счёт на дни пошёл. Да? Ну а что Сергей Никифорович думает, каков его план? Всё собрать в кулак и ждать. Вчера Берия отдал мне приказ перевести всю милицию в республиках на военное положение. Отменить отпуска и всё такое. Значит, когда? Ну, если в июле отпуска отменил, а в Грузии и на Украине вообще оружие на дом выдали, значит, июль крайний срок. Раньше. Что, Иван Александрович, раньше? Да. Ох, я думаю, раньше. Одно знаю точно. Камеры на Лубянке готовы. Для кого? Для членов Политбюро гадалки не ходи. Он просто ждёт удобного момента и… И двадцать седьмого июня в Большом театре в царской ложе все сядут. И всех под гребёнку. Очень похоже. Политбюро всем составом охраны сменил? Ну? Сменил. Милиция, все его, руководство республик, тоже все его люди. Молодец, всех заменил, успел. Да что тут говорит руководство? Вся девяти Держинского, если надо, Бружжёв стоит одним махом. Кто дёрнется? Никто. Похоже. Двадцать седьмого. Похоже, похоже. Пойми, Булганина убирать пора. Сердце кровью обливается, когда вижу всё это. Развалил армию. Давай, Георгий, впрягайся. Надо порядок наводить. Ты ведь знаешь, Лаврентий. Я и Армане боюсь не впервые впрягаться. С кем? А что, у нас генералов нет? Почему? Есть много достойных. А Бакумов всё моё окружение пересажал. На меня дело готовил. Ну, предположим, я министр обороны. А они сидят. Обвинения не сняты. Что же мои друзья получаются в роли заложников? Можно в любой момент их дёрнуть. Поднятие обвинений, сам знаешь, как выбитые. Против меня. Обижаешь, дорогой. Тебя такого человека на крючке держать даже в голову не приходило. А насчёт друзей я уже распорядился. Вот. Маршал Новиков на свободу выходит, восстановит. И в звании, и во всех правах. И что, всё? Семьдесят два человека арестовано по моему делу. Генералов и полковников. Фронтовых офицеров. Ну, ты тоже пойми, Георгий. Здесь поспешность не нужна. Народ потихоньку готовить надо. Получается, что? Ну, что, сажали, а теперь выпустить надо. Всех кого не заслуженно, всех выпустим. А кого заслуженно? Что ли, такие есть? Мои условия. Всех. Крюкова, Русланова освободить немедленно. И генерала Телегина. Ну, а этим трем фамилиям вообще не вопрос. Так, когда он улетает в ГДР? Завтра? Завтра. Так, ну что, министры, кэгэдисты, милиционеры, припекло? Прибежали? Что ж вы батьку-то своего предаете? Поняли? Ежели за ним пойдете, год жизни выиграете, и всё. А что? Обтрухались? И что же остается нам? Армия остается. Да, Жуков, без него теперь не обойдешься. А жаль. Обижен на меня, Никита Сергеевич. Не доверяет больше. Ну, а вы-то как, общались с ним? Общался. Ну, и что? А он даже не сдвинулся. А зачем ему? Кто его к Берии привел, а? Кто? Лучших военспецов пересажали. Лаврентий, что это такое, а? Вот, приятно общаться с человеком, который думает в государственном масштабе. А за моей личной жизнью вы следите? Тоже в государственном масштабе? Кто следит? Лаврентий. Не знаешь, да? Святая простота. Я вон каждый день вижу следящих за мной, как придурки по всей Москве бегают. Небось, телефон прослушивает. Зачем, Лаврентий? Клянусь, Георгий, самодеятельность подчиненных. Ты же понимаешь, ну, старый приказ недействительный, но формально не отменен. Ну, рвение показывает. У меня тоже бардак, я разберусь. А что так волнуешься? Если человеку нечего скрывать, ему все равно. За мной тоже следили, да? Но я понимал, так надо. Доверяй, но проверяй. Лаврентий, моя личная жизнь, это моя личная жизнь. Хорошо. Хорошо, Георгий. Не нервничай так. Ну, так как, Георгий? Мы по главному вопросу договорились? Договорились. Очень рад. Зайди ко мне. Как работаете, сапожники, а? Что такое? Маршал мне тот выговор устраивает. Краснею за вас. Говорит, за версту видно. Топтунные ходят. Ну, что, мне учить, что ли, вас? Виноват, Лаврентий Павлович. Не досмотрел, извините. Может быть, на время наружку убрать? Иди сюда. Знаешь что? Дураков убери. Нормальных поставь. Нету, сам иди. За яйца подвешу, чтобы здесь каждый день у меня прослушки на его телефоны были. Ах, Жуков. Жуков. Опасно, опасно. Непредсказуем. А нужен только он. И подключить в последний момент. Ну, что ж мы-то, а? Мы что ж, не справимся, что ли? Ведь армия бею ненавидит. И Жуков тоже. Это я точно знаю. Их, их столкнуть надо. Поссорить? Подковырнуть. Понимаешь? Зацепить чем-то. Ну, чем? Семья, ну, думай, 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 ну, думай, чем зацепить, чтобы он всех порвал. Есть один вариант. У меня есть старый приказ о Борисе Жукову. Надо числа подправить. И, я думаю, поверит. Понял, сделаем. Вот так, генерал. Да, пожалуй. Пожалуй, пожалуй. Девушка. А, девушка. Да. А, девушка, познакомиться. Вы замужем? Замужем. Дышите глубже, ребятки. А замужем за кем? Небось, за генералом каким-то? Не угадал. Не угадали? Чё, с замаршалом, что ли? Ну, осторожнее. Извините. Нет, правда, мы уже с замаршалом. Это ж Галя Семеновна. Миш, ты че не видишься? Из Свердловской. Она замужем за замаршалом Жукова. И даже не замужем. У маршала-то жена есть. Она забыла? Двое детей. А это отбить хочет. Она у него в Содержанках. Угадали, девушка? А брожу получить не хочешь? А присесть на Лубянке ты не хочешь? И запомни, крали свою мозгу. Пустите меня. Нас Лаврентий Павлович послал сказать тебе и объяснить, что у тебя пряпки с кинетой не будет. Усекаешь ты меня? Да что, мотка нужна, сейчас я закричу. Глохни, глохни, глохни. Семеновна, ты кто такая? В Москве живешь незаконно. В госпиталь Бурденка Маша на тебя пристроил. Полковника медслужбы присвоил. А не хочешь нам рассказать, как такую квартиру хотя бы? За какие-то такие коврижки. Легла под него хорошо. А может, ее подложили под него? А Маша-то Варшу Каразея, она не видит. Может, отвезти ее к нам? Помогите, подождите. Помогите, пожалуйста. Помогите, эти двое преследуют меня. Они старт мят меня. Помогите, пожалуйста. Станьте здесь. Вы под охраной закона. Предъявите документы. Госбезопасность, капитан. Коревки-то убери. Смирно. Глазками. Девушка, предъявите ваш паспорт. Паспорт? Сейчас. Паспорт. Сейчас. Подождите, ничего не понимаю. Я же, я же магазин покупала, доставала. Ничего не понимаю. Может быть, я дома забыла? Извините, пожалуйста. Мы ее уже три часа ведем. А знаешь, я тебя наблюдение установили. Возле посольств враждебных нам кап-стран. Да, на Софийской, возле английского взяли и повели. А она тут... Да что вы такое говорите? ...каликанскому поскакала. Вот, чуешь? Что такое говорите, товарищ капитан? Бегает и какие-то знаки там подает. Товарищ капитан, да что вы такое говорите? Продолжайте работать с объектом. Свободите, товарищ капитан. Слободите, товарищ капитан. Продолжайте. Товарищ капитан. Заткнись. Заткнись. Домой на горшок и спать. Маршала о нашей встрече ни слова. Словила мышь я? Все, свободно. Пока. Галя. 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 Они что, и удостоверение предъявили? Да. И предупредили, что отправят меня назад в Свердловск, если я не прекращу ходить по Москве. Это ж по какому праву? Георгий, они все про меня, про нас знают. Что меня про психики нет знают. Как мы живем тут с тобой знают. Они такие подробности говорили, просто ужас. Ну, они хоть представились, кто такие? Представились, конечно. Они как-то ему милиционеру удостоверение предъявили, тот чуть не упал. Они и ему, и мне сказали, что от Лаврентия Берии. Несколько раз сказали. Они угрожали аресту. У тебя машина. По звонку адъютант. Не ходи одна. Ну, я же тебя просил. Не выходи одна. Я просто на метро хотела покататься. Посмотреть хотела. Лобное место, мавзолей. Даже не показываешь ничего, что это, как в клетке. Сережа, телефон не работает. Останься здесь, выстави охрану. Я к Берии. Есть. Разорву. Вот собака. Сволота. Сволочь. Подожди. Я позову. Опять ты? А ну поехали к твоему начальству. Подожди. Подожди. Послушай меня. Пять минут. Это, во-первых, паспорт Галины. Я как узнал, я тут же перехватил. Значит так. Он потребовал опять установить за тобой наблюдение. Ладно. С наблюдением я сам разберусь. Что это за топорную работу вы устроили там? Я тебе сейчас все объясню. Не горячись. Выслушай меня. Сергей Никифорович. Здравия желаю. Здорово. Товарищ Жуков. Прочтите, пожалуйста. Это приказ по республикам. Угу. Это приказ по Москве и Ленинграду. Полюбуйся, полюбуйся. От товарища Берия я получил приказ ввести военное положение везде. Выдать оружие, отменить отпуска. А это? Весь комсостав дивизии Дзержинского ночует в казармах. Зачем? Здесь черным по белому ясно? Переворот. А вот с этим и с вами мы к нему и поедем. Не надо к нему ездить. Да и смысла не имеет. Он в Германии, его в Москве сейчас нету. Георгий, выслушай меня. Для членов полетбюро на Лубянке уже приготовлены отдельные камеры. И у нас есть предположение, что аресты начнутся тотчас же после его приезда. Да неужели ты не понимаешь? Его опередить надо. А я-то вам зачем нужен? Возглавит переворот против него? Георгий Константинович, перед вами два первых заместителя Берии. Это вам о чем-то говорит? О никаком перевороте речь не идет. Здесь отечество спасать надо. Да и выхода у тебя другого нет. Почитай. Это приказ о твоем аресте. Послушай, поехали к Никите. Он ждет. Ну, давай мы сейчас с тобой поднимемся, коньяку выпьем. Ну, ну, ну. Выпьем коньяку и обо всем поговорим. Спокойно. За Галину не переживай. Я здесь выставлю охрану. Лично распоряжусь. Никите, очень твоя помощь нужна. И он, как никто, это понимает. Микоян, Булганин. Все в один голос сказали, только ты. Шуков и точка. Гнусь все это. Георгий. Командующий Московским военным округом генерал-полковник Москаленко слушает. Здорово. Кирилл Семенович. Как там у тебя по маневрам? Когда назначили? Собирались в понедельник 29-го числа начать. А сельдерские дивизии прибыли? Так точно, товарищ Хрущев. Готовятся к маневрам. Хотим совместно с Московским округом перепроверить систему готовности ПВО ввиду сложившейся международной обстановки. Вы помните? У вас сегодня отчет в Президиуме. Так точно, товарищ Хрущев. В 11 буду. Нет, 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 нет. Вы приезжайте пораньше. И вот что. Вы возьмите с собой несколько товарищей. Ну, несколько надежных человек. Ну, с которыми воевали. Ну, которых знаете как себя. И захватитесь с сигарой. Простите. Я бросил курить еще на войне. Я имею в виду другие сигары. Все понял, товарищ Хрущев. Все понял. Все сделаю, товарищ Хрущев. Вам позвонит товарищ Булганин попозже. Все. Пятый. Срочно ко мне. Майора Юферева, начальника штаба генерала-майора Баксова и начальника политуправления полковника Зуба. Есть. Соедини меня с начальником штаба ВВС Батицким. Есть. Слушаю. Павел Федорович, это Москаленко. Давай приезжай срочно ко мне. Куда? В штаб? Да, в штаб. И оружие захвати. Табельное. С полным боекомплектом. Понял. Давай, Паш, жду. ТВ-10. Подреждаем сюда. Парал. Причем. Жуков у телефона. Георгий Ксатинович, вы не могли бы сейчас прибыть ко мне? Через полчаса буду. Серёж! Товарищ маршал. Да ладно. Девочки, Шура, иди сюда. Миш, значит, пока я не вернусь из дома, никуда не выходить, носом не показывать. Понятно? Да. Понятно? Да. Миш, давай, давай, давай. Давай. Вот так вот. Поехали. Кудрявцев. Я. Значит так, собери людей. Есть караулы, ружьё. Сколько у тебя их? Восемь человек, товарищ маршал. Пятерых, Галинин, квартиру. Пропуска есть? Так точно. Действуй. Есть. Миш, отсюда никуда. Присмотри за семьёй. Поехали. Значит так, товарищ майор, пять человек с вами убывают в город. Каски снять, оружие спрятать. Общая задача. Не допустить проникновения на объекты гражданских лиц, а так же лиц силовых структур. К выполнению боевой задачи приступить. Доброе. В машине. По местам. По местам. По местам. Продолжение следует... Товарищи офицеры, вас ждут, Георгий Константинович. Товарищ министр обороны СССР, по вашему приказанию... Георгий Константинович, я, зная вас как честного воина и коммуниста, пригласил вас вот по какому вопросу. Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Сейчас мы с вами вместе поедем в Кремль. На заседание Президиума ЦК. С какой целью? А, по поводу учений, Николай Александрович? Да, 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 учений, маневры, да, под Калинином маневры. Николай Александрович, если мне придется отвечать на вопросы Президиума по поводу проведения войсками Московского военного округа военных учений, я должен был знать об этом заранее. Простите, у вас оружие при себе? Так точно. Вам не придется отвечать на вопросы по проведению учений. Об этом доложат генерал-полковник Москаленко и генерал-лейтенант Батицкий. Да. Вы правы. Мы должны рассказать Президиуму о подготовке маневров Московского военного округа. Ну, главное, основная наша цель посещения Президиума другая. Какая? Поедем на место, товарищи вам все расскажут. Николай Александрович, у меня пропуска на машину нет. Мое присутствие на Президиуме не предполагалось. Мы поедем на моей машине. Мою машину не останавливают. Я думаю, что повестка Президиума будет решительно изменена. И вам, товарищ Жуков, будет поручено арестовать Валентию Берию. По решению ЦК? Да, по решению ЦК. Безусловно, по решению ЦК. Что вы на это скажете? Вы согласны? Согласен. Да. Давно было пора. Товарищи в Президиуме не сомневались в вашей верности партии. Николай Александрович, арест Берии поручен мне? Так точно, товарищ Жуков. Вам. Милиция. Спецслужбы все. Войска МВД в подчинении Берии. Дивизия Дзержинского. Тоже подчинена ему. Лучшая в Москве. По всем показателям. Так что, первое, надо ввести в город немедленно войска Минобороны. Второе, занять все ключевые позиции в Москве. Вы что думаете, Гоглидзе и Кабулов будут сидеть сложа руки? И третье, я должен получить санкцию Президиума на беспрекословное подчинение только мне, Таманской и Кантемировской дивизии. Георгий Александрович, поедемте в Кремль. Там все расскажете. Нас ждут. Я готов. Открыть все камеры. Есть, товарищ маршал. Но, товарищ маршал, разрешите… Открыть камеры, вывести всех в коридор. Открыть камеры. Разводной открыть камеры. Всех вывести в коридор. Арестованные выйти на местопостроение. Все здесь? Так точно, товарищ маршал. Жираф! Всем амнистия. Вольно. Ну что смотрите, всем отбыть в расположение частей по месту службы. И доложить. Амнистия. Маршал Жуков приказал. Арестованные на Лео. Для получения личных вещей и документов шага. Тарш! Здесь труба повесится может. Вот тут приберите. На гауптвахту арестованных не принимать. Она должна быть пустая. Без моего распоряжения никуда не отлучаться. Ясно? Так точно, товарищ маршал. Амнистия. Эти товарищи на совещании. Вот они пускают. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищ официант, покинься здесь. Здравствуйте, Георгий Константинович. Здравствуйте. Прошу садиться. У нас на сегодня назначено заседание Совета Министров. Прошу. Мы его отменили. На повестке дня вопрос об антипартийной деятельности товарища Берия. По достоверным данным, Берия хочет отстранить членов президиума и правительства от занимаемых должностей и единолично захватить власть. Товарищ Жуков, вам поручается вместе с товарищами арестовать товарища Берию. Что вы на это скажете? Я поступлю так, как велит партия. Сможешь провести эту рискованную операцию? Смогу. Берия занимается спортом, знает джиу-джитсу. Ты как, справишься? Справлюсь. Не волнуйтесь, Никита Сергеевич. Хорошо. Смогу. Товарищи офицеры! Садитесь, товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Ждем сигнала. Оружие у всех при себе. Так точно. Нам подадут сигнал. Какой, товарищи офицеры? У товарища Маленкова есть кнопка связи, по которой он вызывает меня. Всем все ясно? Так точно. Так что ждем. Действовать будем по обстановке. Как я и предполагал, Бульбрих оказался слабым руководителем. Жди здесь. Есть. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Товарищ Берия прошел зал заседания Где министр обороны? В дивизию звонит, как договорились? Да-да, звонит. Конечно звонит. Николай Александрович рядом с соседней приемной Или уже коньячку хлопнул Звонит он. Главное, чтоб выжил Ну, слаб человек М-да Соедините меня с Кантемировской дивизией Заместитель командира дивизии, полковник Парамон Слушаю вас Командир дивизии, генерал-майор Филипенко на полигоне Есть товарищ министр обороны? Так точно? Понял, товарищ министр обороны Разрешите выполнять? Дежурного ко мне срочно! Командир дивизии, генерал-майор Филипенко на полигоне Заканчивая, хочу сказать, что кризису привели системные ошибки руководства СИПГ. Ульбрихт в директивной форме навязывает немцам коллективный способ производства. А я, если помните, в ЦК предлагал разрешить мелкие хозяйства, лавочки и не загонять немцев в русло уравниловки. Не послушали меня? Вот и результат. Но ведь это же НЭП. А какая разница, что это, Никита Сергеевич? Или вы хотите Германию потерять? Вот то, что ты сейчас говоришь, вот это и есть самый настоящий ревизионизм. А ведь я тебе говорил, Георгий Максимилианович, заведет он нас. Я согласен с Никитой Сергеевичем. И я считаю, что сегодня нам придется обсудить кое-какие партийные вопросы. Да подождите вы с партии, здесь практика. Да какая разница, какой ярлык вешать? Давайте с Германией разберемся. Сегодня 123 расстрелянных, а потом... А я хочу заострить вопрос. И напомнить товарищам. Вопросами Германии занимался Лаврентий Павлович Берия. И никого не подпускал. А когда загорелось, он кричит. Не я поджег, а поджег ты. После смерти вождя, как мы управляем? И что получилось, Лаврентий? Ну, ответь нам. Мы что, Германию уже потеряли? Ты? Ты послал туда этих своих? Гоглидзе, Кабулова. И каков результат? Разве так нам завещал работать товарищ Сталин? Нет. Продолжение следует... Третий пост. Третий пост. Спиридонов. Сейчас мимо вас проедут пять машин из гаража ЦК. Пропустите их без проверки. Да. Это приказ коменданта Кремля. Мой приказ. Третий пост. Спиридожно. Здравствуйте. Мой приказ. Там я Три месяца тому назад, получив наше добро, ты, Лаврентий, абсолютно перестал прислушиваться к товарищам. Самолично стал решать и по поводу назначений, и по Украине, и в Грузии, и в Азербайджане, и в других местах. Ты что несешь, Никита? Все же решалось коллегиально, есть же документы. Не надо документы. Я Мешика не назначал, и Багирова не я назначал. Ты все обтяпываешь сам. И все эти шуры-муры твои за спиной, товарищи. Что ты, Никита? Когда? Ха, овечки прикидывается, а? Никита. Что, Никита, ты куда все ведешь? А то ведь я уже грешным делом... Гришу Каминского вспомнил, помнишь? Он кричал, писал, к Сталину ходил, к Дзержинскому, что во время оккупации Баку в двадцатых годах ты англичанами завербован. Да, Гриша Каминский в тридцать восьмом сгинул, а я не забыл. Никита! Никита! Сядь, Лаврентий. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Первая группа в арку. Вторая к подъезду. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы за мной! Налива! Быстрей! 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 Быстрее! 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 На третий этаж! Быстрее, товарищ лицер! Быстрее! По отношению к установить! Выравняться! Становись! Равняйся! Смирно! Товарищ генерал-полковник, офицерский состав для выполнения задания прибыл. Должил гвардии подполковник Севцов. Вольно. Вольно. Товарищи офицеры, все вопросы касательно этой операции мы обговорили непосредственно с вашим начальником, генералом Шатиловым. Операция по разоружению охраны Берии задача, конечно, непростая, но вполне выполнимая. Партия должна проверить слухи о деятельности Лаврентия Павловича Берия в мусаватистских организациях и выяснить, наконец, какую он там в Баку функцию нес. Разваливал и уничтожал мусаватистов? Или только делал вид? Это страшное обвинение. Это голословное обвинение. Это оскорбительно для меня. А вот мы сейчас тебя отстраним от этой твоей бурной деятельности по развалу социализма. И задумаешься. Я что, не прав, Георгий Максимилианович? Прав, Никита Сергеевич. В общем, а конкретно, ну, все-таки для таких обвинений нужны факты. Факты тебе нужны, Вячеслав Михайлович. А то, что, а то, что он все подмял под себя, то, что он Югославию профукал, не факт? А теперь еще и Германию, не факт? Одумайтесь, Вячеслав Михайлович. При вас, бытность вашу министром иностранных дел, такого не было. Что? Три месяца, как ушел Сталин. И что мы творим, а? Георгий Максимилианович? Ты, вообще-то, на заседании Президиума ЦК присутствуешь. Ну, хоть скажи что-нибудь, как премьер-министр, потому что другого объяснения действием Лаврентия Павловича у меня нет. Мы приказ выполним. Товарищи офицеры, только что поступил приказ о смене караула. Прошу сдать оружие. Чей приказ? Первого заместителя министра внутренних дел Серова. Прошу сдать оружие. В результате действий волюнтаристских Берия складывается стойкое убеждение, что он не коммунист, а наглый, наглый карьерист. И пролез в партию из карьеристских побуждений. И ведет он себя вызывающе. Не может, не имеет права так вести себя честный коммунист. Это я тебе как секретарь Президиума ЦК говорю. Продолжайте, Никита Сергеевич. Продолжайте. Ну, здравствуй, Сергей Николаевич. Здравия. Ну, ладно, ладно. Здравствуйте. Как жизнь, как служба? Ни шатха, ни валка? Спасибо, Иван Александрович. Потихоньку. Это хорошо. Пойдем-ка. Мне с тобой поговорить надо. И поэтому я ставлю вопрос об освобождении… Незаконно. Об освобождении товарища Берия Лаврентия Палыча от должности заместителя председателя Совета Министров. Это первое. Ваши действия незаконны. А почему остальные товарищи молчат? Почему он один говорит? Это наше общее мнение. Общее? Да. Это… Когда же вы успели? Это выстраданное, продуманное мнение. Ставлю вопрос на голосование. Значит, сговорились. Заранее. А зачем тогда спектакль устроили? Лаврентий Павлович, что вы такое говорите? Зачем такое страшное сомнение? Ну, ведь ошибки-то налицо. И по Ульбрихту, и по Иосифу Брастита громадная ошибка. Мы понимаем, что это наши общие просчеты. Но, Лаврентий Павлович, поймите, у товарищей просто наболело. Вячеслав Михайлович, и вы тоже. Садитесь. Час уже прошел. Ждем. Сигналы ждем. На пост первого заместителя премьер-министра я назначен решением Верховного Совета СССР. И снят могу быть только указом Президиума Верховного Совета. Иначе это переворот. Вот как я оставлю вопрос. Что ты делаешь? Брежнев, Гетман, у первой двери встанете. Пронин, Юферев, у второй перекройте приемную. Есть. Встанешь прямо за ним. Если что, знаешь. Есть. Кто за то, чтобы освободить товарища Берия от занимаемых им постов? Незаконно. Ваши действия незаконны. Прошу голосовать. Вопрос ясен. Прошу. Немедленно. Поднимайте руки. Поднимайте руки. Большинство за. Отстранен! Товарищ Берия, вы арестованы. Товарищ Берия, вы Voёте. Прошу голосовать. АВТОМАТОМОБИЛЯ АВТОМАТОМОБИЛЯ Выводи. Давай. Выводи. Давай. Для смены караула. Выводи. Выводи. Шагом марш. Ус-шагом марш. Продолжение следует... 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 А? Я? Да. Никита Сергеевич, я могу вам так сказать, я ведь знаю Жукова как облупленного. Более того, могу сказать, что во время войны у него тоже был роман с одной медичкой. И нахлебался я тогда, ох, как нахлебался. Я ведь его прикрывал, что от Берии, что от Сталина. И потом, у него есть дочь Маргарита от некой Волоховой, которая родилась в двадцать восьмом году. Тот же самый год, когда родилась его дочь от Александры Диевны. Это что ж получается? Он коммунист. А если он коммунист, то он должен жить с женой. Какой он пример другим подает? Завидуешь. А зависть, Ваня, нехорошее чувство. Никита Сергеевич, вы можете думать все, что угодно, но я вам вот что скажу. Я не завидую. Да я о государстве пекусь. Это что ж получается? Наш министр обороны фактически двоеженец? Слушай, я чего-то не пойму. Ты что, стравливаешь меня с ним, а, Иван Александрович? Никита Сергеевич. Чего-чего, Никита Сергеевич? Радоваться надо. Да чему? Что у нас такой энергичный министр обороны. Все, хватит. Хватит. Это хорошо, что у нас такой энергичный министр. И безрассудный. Любовница. Так точно. Двоеженец. Это хорошо. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Я не пела эти годы. Видно, не до песен было. Но ничего. Теперь с запоем не хуже послевоенного. Но я хочу сказать, что этого концерта бы не было, если бы не один человек. Иван Александрович. Спасибо тебе. Спасибо тебе за победу. За мужа, за меня, за всех, за нас. Спасибо. Спасибо. Жуков, валенки! 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 Аплодисменты Да не подшиты стареньки Нельзя валенки носить Ох, и не к чем-то мило уходить Валенки, валенки Да не подшиты стареньки Валенки, валенки Да не подшиты стареньки Я… А можно я украду, а? Можно? Ну я прошу тебя, ну поговори с ним ради меня, ну поговори, ну я прошу тебя Здравствуйте, Георгий Константинович Здравствуй, Лада Я хотел поговорить с вами Меня гнетут некие обстоятельства, связанные с… Знаю я все обстоятельства, Валы, знаю Мне Лида сказала, что ты прочел протокол допроса Да, Куручев дал, прочел, да Шевелится уже? Да Ножкой бьет, иногда дерется Когда папа уявляет, он вообще затихает, он замирает, когда голос слышит Георгий Константинович Да, откуда ж ты взялась такая, а? Чухня милоглазая Вот он смотрит на тебя и с ума сходит Красавица, красавица Вы знаете, я… Я сама, бывает, ночью заснуть не могу бросить все дома Ты или это Галя, в царских палатах живешь, на серебре золотыми ложками ешь Я вот до вас могу дотронуться Да, брось ты! Да, брось ты! Да, что ж там говорить, как я в своей терапии, вот три года назад заикнулся Они точно подумали, что Семенова, она вообще, ну, тю-тю, совсем с ума сошла Сбрендила Да, брось ты, перестань Правда, вы, вы так сегодня хорошо пели Георгий, там тогда, на Лубянке, я совсем растерялся, было дело Эти первые два месяца, я потом весь лагерь вспоминал Они ведь обманули меня, обманули Да, у них там такие приемы Извини меня Ты все прочел? Да Значит, прочел Ну что ж, ты простишь меня? Бог простит, главное, живой, ведь так? Не так, не так у меня душа болит Оговорил я тебя болеть Помнишь, мы с тобой Бисмарком зачитывались? Что он сказал? Забыл я Бисмарка Не до Бисмарка было все эти годы А что он сказал? Русского солдата мало убить, его еще завалить надо Ты это к чему? Меня пытали, меня Да что говорить, не поймешь Не пойму А к чему это? Слишком Просто тебя завалили, мог бы еще постоять чуток А где моя жена? А Товарищ Жуков проводит в округах совещания, на которых нелицеприятно отзывается о руководителях партии и правительства В частности о товарище Брежневе и Зуславе, как о людях, ничего не понимающем в военном строительстве Тем самым подвергая обструкцию политические органы в войсках Георгий, ну Георгий В Киевском округе на встрече с армейскими инструкторами Товарищ Жуков заявил с высокой трибуной Что институт политработников изжил себя Что уж если комиссары есть, то пусть как и в царской армии были священники служат Но тогда наравне с остальными владеют танком, пулеметом, самолетом, пушкой А лучшего из них не было вовсе Ну что? Тебя поздравить можно? С чем? С рождением дочки Можно, спасибо Да, ну как? Как назвали? Маша Маша, ну ничего, ничего что не от жены Молодец, жив курилка Не послушался меня и не надо Молодец А сколько у тебя сейчас дочерей-то? Три Раз, два, нет, четыре А Маргарита от Волоховой? Знаем все про тебя Скрываешь, не надо Дети, это наше богатство Молодец Нам всем только поучиться Ты не только с фрицем расправлялся, а еще и женщину спевал на лопатке класть Молодец, настоящий коммунист Поздравляю с дочкой Спасибо, Никита Сергеевич Ну, давай поговорим вот о чем Понимаешь? Надо тебе в Югославию съездить К Тита Да, он тебя уважает Вы там найдете контакт А оттуда в Албанию заглянуть Там с этим Инвер Ходжой Ходжой Там тоже такие проблемы Вагон и маленькая тележка Понимаешь? Помирить надо Двух этих великих полководцев Вот замучили они нас Понимаешь? А кто это сделает кроме тебя? Кто это может? Ну, кто? Так я же не дипломат, Никита Сергеевич Что мне там делать? Ты мой посланник Тебя весь мир знает Ты маршал Победы Ты что? Ты визитная карточка СССР Ты сам посуди Ну, кого пошлешь? Суслова, что ли? Так он их там замучает насмерть своей теорией социализма А ты воевал Ты великий полководец Ты четырежды герой Советского Союза Я в Киев на учение хотел попасть Там инженеры новый танк хотели показать Ну что танк? Ну увидишь ты свой танк Там Малиновский в Киеве и без тебя обойдется Учение это так А Албания и Югославия это серьезно и спокойно Когда лететь? А зачем лететь? В Севастополе крейсер Куйбышев стоит Сядешь и поплывешь лететь одно самолетом А крейсер это Тита впечатлит Так что давай собирайся и Севастополь Никита Сергеевич, я вроде только в отпуск Надо, Георгий Константинович, надо Понимаешь? Труба завел Ответственный официальный государственный визит Не шутка Так что давай Завтра Севастополь Вот твой номер Давай отстреляйся сегодня А завтра Вперед Ну что? Ну что? Все паникуешь, Леонид? Жарко 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 Никита Сергеевич Ну? Да вот подумал, что Сталин то прав был, когда его отсылал куда подальше А вообще вот Читай Фух Это какие Еще спецвойска Кто? Как создает? Это? А почему в обход ЦК? Леня Зачем ему спецвойска? Никита Сергеевич А ты мозгами то броскинь Вспомни Тогда на заседании ЦК Помнишь, что он ляпнул? Когда тебя снимать собирались Что армия против Что ни один танк не двинется без его команды А мол того, что он сказал Помнишь? Что он будет вынужден обратиться к армии и к народу И он обратится Ну, 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 это он тогда Это он тогда сгоряча ляпнул Нет, ну, что же это такое, а? Никому верить нельзя Ну? Ну, никому Никита Сергеевич Я его в бараний рог Леня Зачем ему спецвойска? Никита Сергеевич Ты вот внимательно сюда посмотри Вот внимательно посмотри сюда Помнишь, на банките у Руслановой он сказал Что армия вся за него Что он в полдня, если будет нужно Поднимет ее в штыки А ведь он поднимет Никита Сергеевич А теперь ты читай это, читай Читай все Армия за тобой пойдет? Или может за мной? Что ж мы наделали-то, Никита Сергеевич? Никит Нет Ситуацию с Жуковым Нужно немедленно решать Подожди, щас Щас, подожди Ах ты Ах ты, твою мать Ах ты С Киевом, с Киевом меня соедини С Киевом, с Малиновским соедините Родион Яковлевич Хрущев На какое у нас назначены учения Переноси на неделю раньше Мы тут вот подумали и решили Что прибудем к тебе Все вместе прибудем В полном составе И начальники округов будут Так что принимай Этот самый Вопрос надо утрясти Ну, помнишь, говорили Ну, а щас ты Аккуратно так провентилируй С начальниками округов Ну, выясни Настроение Да Все, все На Да Что, Василий Иванович? В одиночку пьем? Здорово говорю, Василий Иванович Серов, ты Я Ты, налей там, налей, налей, налей Держи Знаешь, почему я тебя Серовым называю А вот потому что, как только ты появляешься на горизонте Так сразу все цвета пропадают Все становится серым, безликим, неинтересным, скучным Чего приперся? Ну, ты же знаешь, чего я приперся, Василий Иванович Не знаю Да ладно, знаю, знаю Ничего не знаю, и не помню уже ничего Да? Ну, тогда я тебе расскажу До нас тут сведения дошли Что у тебя конфликтные ситуации возникали С Георгием Константиновичем Жуковым Да говорят, что какие Правда? Наша Личное дело Да Наша И точка Ну, какое ж тут личное, когда Два маршала друг другу в морду бьют Эта-то уже, извини, не личная Я ваш солдат, а не доносчик Ага Ну, схватились мы с ним однажды Ну, как же еще, мужики отношения выясняют, бывает Вот, а он День Победы тот за меня произнес Да За нашего, Василия Ивановича Таких полководцев, как Чуйков нет, не было и не будет Вот так Ну, ну Ну, ну Потому что он Мужик А ты Серов Вот так Слушай Ну, ведь он же, когда себе Сталинградскую битву приписал Ты же ведь на него помог, как шибко обиделся Стравливаешь? Да ну, ладно Гляньте на него Фу ты, ну ты Стравливаешь? Заказ Никиты Сергеевича выполняешь Он же только один знал Я ему сам рассказал Послушай, Василий Ну, ведь Жуков тебя вообще ни во что не ставит Грубо работаешь, Серов Да, да Я удержал Сталинград Моя шестьдесят вторая С места не сдвинулась Ну, наступал Жуков А Москву кто-то отстал? Жуков Ну, ничего, что огромные потери И под Ржевом И под Зияловым Многих наших солдатиков положил Не жалел Ну, ничего История все спишет Все соревновались Кто из них Берлин первым брать будет Он или Конев Вот так Ну, видишь, как много интересного Об этом тоже рассказать надо Ну, я ж тебе сказал Вань, я солдат, а не стукач Василий, Василий Значит, Жуков, да? Угу Ну, да Воевал один Жуков Да Берлин взял Жуков Да Москву тоже отставил Жуков? Да Ну, а ты-то тогда чего? А меня вообще на войне не было А, да Ты чего так жопу рвешь Против Жорки, а? Ну, груб Жуков Славу любит, но Что? Вот Не нравится он мне Честно скажу Не люблю я его Ну, так чего ж ты, Василий? Ну, ведь он же Не червонец с Лениным, чтобы его любить, правильно? Он всего лишь Жуков Я его уважаю Я его уважаю Даже представить себе не можешь, как я его уважаю Угу Наш дел предложить Ваш дел отказаться Угу Что? Многие уже подписались? Да в том-то все и дело, Василий, что многие Рокоссовский, Конев из старой гвардии тоже очень многие А Василевский? А Василевский думает, но ты же ведь сам понимаешь Вот вам Василевский Послал вас, да? Отказался? Да ты прекрасно знаешь, почему он отказался Его сын женат на дочке Георгия Константиновича Тут семейное В общем, я тебе еще раз повторяю У нас все давным-давно решено А у меня ничего не решено Вот, знаешь, сижу тут и чуть ничего не решается Даже не знаю, что и делать дальше Угу Не решается Угу Ну смотри, смотри Время ведь идет Жизнь меняется Как бы потом ни у дел оказаться Ой, да не стращай На мою шею Ермо всегда найдется Я вот сейчас пью Завтра тоже пить буду Послезавтра тоже пить буду Ну Так что до Кремля я не доползу Василий Василий, ну Ну, дорогой ты мой Да ведь мы тебя отмоем, побреем и доставим в лучшем виде Ну Я там драку ученю Ой, Вась Ну, ладно с Жуковым Ну, а если Никита Сергеевич под руку подвернется Послушай, какой-то детский разговор у нас сейчас с тобой получается Ваня А Тебе все это не противно? Ты все-таки у него в друзьях числишься? Ну да В том-то все и дело Что числюсь Ну ладно, Вась, ты подумай Подумай Нет, это вы Жукова Да Да Что же вы с армией-то делаете? И с кем вы останетесь? С Брежневым? Кириленками? С Условыми? Ладно, Василий Иванович До встречи Здрав будь Бывай, Серов 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 Товарищи офицеры Здравия желаю, Георгий Константинов Здравствуй, Ванислав Товарищ министр обороны Может быть сядете ко мне в машину? Поедем в Кремль, поговорим с вами по пути Что за спешка, Иван Степанович? Меня вон семья встречает Никакой спешки, Георгий Константинович Доченьки Папа Мы тебя так ждали Ну? Поехали домой, отдохнешь с дороги Там мама обед приготовила Нет, нет, нет Георгия Константиновича я забираю Как так? Значит, поезжайте, я позже приеду Нам с Иваном Степановичем на заседание Призью Дюма ЦК Ну, что поделаешь, надо? Давайте Что? Не садись к ним в машину Пап, садись к нам Мы тебе должны что-то показать Не понимаю Мы написали тебе письмо, почитаешь Иван Да? Соскучилась семья, месяц не виделись Я довезу до квартиры и в Кремль Там недалеко Ну, как хотите, Георгий Константинович Поехали Георгий Константинович Альбом Попока Дальше Соскор Дорогой папочка, Хрущев хочет вызвать тебя на заседание призывного ЦК. Он считает, что ты тайно создал спецформирование особых войск с целью захвата власти. Я чувствовал, что ты готовишься. Мы пытались связаться с тобой в ВЧ, нам не дали. Сказали, нет связи. Я же говорил с Хрущевым из Югославии. Значит, его запугали. Вот почему он не пустил меня на учение в Киев. Заранее сговорились и в Югославию с Албании отправили специально. Ах, Никита, как говорится, хороший ты мужик, но не орел. Пап, ну, может, образуется еще все? Испугался Хрущев, как Сталин испугался после войны меня. Ах, Никита, Никита, трус. Останови. Товарищ маршал. Есть. Георгий Константинович, объясните, членам президиума, почему тайно создали специальные формирования особых войск с целью захвата власти? Да какие тайные формирования? Это обычные военные подразделения со спецсоставом для ведения разведки и уничтожения ракетных установок. Мы с товарищем Тюменко изучили их опыт и предложили создать группу для действий против вражеских ракетных войск. Большая эта группа, какова ее численность? Примерно с дивизию. Она пока формируется. Поймите, армия нуждается в реорганизации. Она не может быть такой, какой была. Война в Корее показала, мы отстаем. Почему же вы не доложили ЦК о создании специальной дивизии? А зачем? Я что, должен бегать в Кремль или на Вторую площадь по каждому вопросу? Потом, это обычное дело для армейской жизни. Повышение боеспособности, не более. А мы имеем, подвинься, другие данные. Ведь их же обучали, тренировали в Москве, так? У нас есть видение, что они хорошо ориентируются внутри Кремля. Вот в коридорах, в кабинетах и так далее. Кремля, ну я признаю, наверное, прежде чем создавать, надо было посоветоваться, только с кем? С вами? Или, может быть, с вами? Вы что-нибудь вообще понимаете в армейском строительстве? Вам вообще армия-то нужна? Современная, боеспособная, не уступающая американская, а вот теперь уже немецкому бундесферу. После таких любопытных слов, как с вами работать в высшем звене, партии и государства. Георгий Стандинович, мы что, не воевали? Мы что, бок о бок, плечо к плечу, не проходили по полям войны? Почему, к нашему мнению, такое пренебрежение? Леонид Ильич, каждый должен заниматься своим делом. Вы строить страну, а я строить армию. Я же не советую министру сельского хозяйства, как ему, сажать озимые. Или вон, не пишу статьи, товарищ Суслову, по строительству социализма. Почему вы советуете мне и Чуйкову? Ты на кого замахнулся? Ты замахнулся, мать твою, на партию? Партия нам всем доверяет. Партия всех нас проверяет. Партия все видит, все знает. И никогда никому ничего не забывает. И не прощает. Никита Сергеевич, дайте и не мешайте мне создать лучшую в мире армию. Я коммунист, я верю в социализм, но одними ракетами всего не решить. Надо развивать авиацию. Война в Корее это показала, у американцев молодая, хорошо обученная армия. А мы опираемся на старые кадры, которым уже... Ну, не будем ссориться. Есть предложение завтра собрать плен. И вы, товарищ Жуков, будете иметь возможность все рассказать членам ЦК. Согласны? Ну вот. Можете быть свободны. Свободны. Ведь вы только что вернулись, отдыхайте. Ну, до встречи на пленуме. До свидания, товарищи. До свидания, товарищ Жуков. Все товарищи свободны. Ну вот, информация о спецдивизии. Готовы совершить перевороты, захватить власть. Установите наблюдение за его домом и за телефоном. С кем разговаривает и о чем. Хорошо, Никита Сергеевич. Окончательное решение, я думаю, будет такое. Жукова вывести из состава президиума, снять с должности министра обороны. Докладчик Суслов. Не возражаете? Нет. Михаил Андреевич, вместе с Брежневым, подготовьте доклад и проект решения. А насчет министра, кого назначим? Быть может, Малиновского, прекрасный военный специалист. Ну, хорошо, зарекомендовал себя на фронтах, отличился. Согласны? Что скажет Анастас Иванович? Хорошая кандидатура. Подходит. Хорошая кандидатура. Посмотрите. Есть. Ну, что, полковник? Последний раз здесь были. Почему, товарищ министр обороны? Подожди меня. Ах, Никита, Никита. Бессовестный ты, мужик, недолго покувыркаешься. А тот, кто бессовести бессовестный, здесь снят будет. Опомни мои слова. Предательство Хрущева и отставка стали для Жукова полной неожиданностью. Газеты вновь писали об анапартизме знаменитого маршала, а он сам заперся дома и почти ни с кем не общался. Близкие лишь молили Бога, чтобы переживший два инфаркта Жукова просто выжил. А Жуков-то аж с пятнадцати лет Георгия Константиновичем величать начали. Да, он такие кренделя из мехов выделывал в скорняжной мастерской моего отца. Мы только где удавались. Однажды, однажды даже балерина приехала заказ делать к нему, значит, гельцер. Гельцер. Да. Миша. А он в Бога верит? Какая ты смешная, Галка. Какой русский солдат. Без Бога в душе на смерть пойдет. А Георгий эту смерть сколько раз вот так вот в глаза видел. Мы даже с ним... Мы даже с ним на Вадевичьи ходили к отцу Николаю. Упоминание всем павшим воинам заказывали. Есть у него душа, есть. Она под присмотром. Да, ну так вот, про гельцер я начал. Значит, приходит балерина, такая вся сфуференная, красоточка короля. И к отцу, значит, подходит, говорит, я бы хотел видеть Георгия Константиновича. Мой отец даже и не понял сначала, кто это Георгий Константинович. Она говорит, ваш лучший мастер. О, как. Миша. Да. А он... Он Захарова любил? Понимаешь, Галь, Георгий настоящий мужик. Он всех своих женщин привечал. А вот, чтобы любить... Не знаю. Страсть, это ведь не любовь. Привычка тоже... Она любовь, понимаешь, как лампа. Горит, горит, пока не погаснет. Вот чтоб в нем эта лампа горела, я как-то и не замечал. Пока не увидел, как он на тебя смотрит. Не замечал я в нем, чтоб горел такой огонь. Это чего это он так, а? Опустился-то? Галь. А? Это он так, Миша. Это он так от смерти спасается. Помереть он боится. Вот ты, господи, боже мой, а! Это что ж у вас творится-то здесь, а? Вот стоило мне уехать и... Пожалуйста. А ты думал, ты что ж газеты не читаешь? Какие в деревне газеты? Пока тещу хранили, поминали... Ранили, теща. Три баяна порвали. Прости, Миша. Царствие ей. Ой, тут у нас такое творится. Рвут они его, Миша. За все. И за войну, и за мир, и за меня, и за Деевну, и просто за то, что он есть. Ура, и за ним есть. Галина Александровна, может, поможете? Конечно, конечно, Георгий Константинович. Только не слишком ли вы нарядный? За газеткой в киоск собрались? Не за газеткой, а на партсобрание. Какое партсобрание, Георгий? Ты что? Дело в том, что мои соратники, коммунисты с электромашиностроительного завода памяти революции 1905 года желают меня видеть. Интересно, зачем ты им? Не им, а партии. Я ведь коммунист как-никак. Слушай, коммунист, ты помнишь, что мы в кино сегодня идем, но коммунисты? Сколько лет такой фильм вышел, а мы не смотрели. Стыдно. Так что не опаздывай, хорошо? Не опоздаю. Товарищ командир. Чего ты галстук снял? А вот так как-то. Регалии надел, ты посмотри. Красавец, все. Пока. Пока. И что ж ты, маршал, с женщинами своими разобраться не можешь? Партия она все видит. Всему участница. Я вот что думаю, товарищи дорогие. Думаю, партия наших дел поболее будет, чем в мою спальню заглядывать. И я никому не позволю. Я… Хватит. Даякался. Выговор мы тебе выносим. Ты смотри, хрен старый. Как бы тебя самого отсюда не вынесли вперед ногами. Бывайте, товарищи. Благодарю за заботу. Уйди от греха, девушка, а? Ну что тебе надо, старчик? Вы и так мои крови попили вдоволь. Давай по пивку. Давай по пивку. Не на мне твоя кровь. Пороху в ней, я думаю, и немерину, и осколков, и другого. У меня в стрелках девка была. Маня Мельникова. В нее первый раз влюбился. И за нее первый раз к стволу прикоснулся. Убил? Да ладно тебе, старый. Что ты убил сразу? У нее хажур был. Из наших тоже. Филькой свали. Он со своей куколкой за мной по всей деревне носился. Я ее в амбар заманил и там разоружил. Потом у Нюры была. Синельщикова. Ну тут уж родственники постарались. Братовья. Так меня баграми по спине отделали. Неделю потом лежал. Это уж после, когда меня ранило по царице. Выходила Мария Волохова. Дочку мне первую родила. Ох, такая у нас страсть была. Крышу с госпиталя сносил от нашей страсти. Вот так, дедолик. И? Ну потом Шура подоспела. Ну а потом и Лида. Эх, Лида, Лида. Баб, много у тебя было. На то ты и командир вояка. А любовь тебе только сейчас в душу постучалась. Чего уставился, отгадал? Да и опыт у меня не поменит бабу, а то и по боли будет. Ты от своих баб хоть некоторых об именам помнишь. А я только с копом вспоминаю. Кроме одной. Тоже Галей звали. Убил ее осколком под Киевом. Так я три ночи был. Бойцы мои ко мне близко подойти боялись. Так что, маршал, береги ты свою Галю. А то, что в грехе живешь, не прав ты, маршал. Любовь права. На, кружакчик. Миш, Миш. Оу. А. Закончился и труд. Ну? История Вов. Ну и? Ну и ни слова правды. Хрущев, Брежнев. Воевали, Суслов руководил. А тех, кто действительно воевал, даже не упомянули. Забыли. Ну, как они людям в глаза-то будут смотреть? Ты не волнуйся. Они, они все помнят. Не волнуйся. Позор. Позор. Галь, я воды просил. Сейчас. Маша несет уже. Жор. Жор. Ты не переоделся? Сеанс в семь. Мы опоздаем. Да ладно. Что случилось? Операции, командующих фронтов, дивизий, все под себя подделано. Никита пригазал и пошла писать в губерния. Тимошенко, Хрущев есть. Но не в контексте Сталина и ставки главнокомандующих. Ну, цирк, эквилибристика. Так возьми и напиши правду. Что ты здесь ходишь, скулишься? Не скулю я. Не скулю. Просто я не умею писать. Скулишь. И потом, что значит не умею? На моей памяти, за что бы ты не брался, у тебя все получалось. А, спасибо, девочка. Спасибо, девочка. Ну, беру Толстого, да? Читаю Толстого. Да. Толстой он один. Чего на него равняться? Может, тебе не о войне и мире говорим, а о мемуаристике? Да. А потом, что он не может свою войну и мир написать, что ли? Да он лучше Толстого напишет. Он же все уможет у нас. Ну, не знаю. Как Толстой? Честно говоря, не уверен. Вы что меня с Толстым, что ли? Сравниваете? А сатане лишь-то? Толстой один. Он гений. Пап, пап, а тяде Миша, маме вот так делается, когда ты отворачиваешься. Машка. Да вы мне что, как мальчишка, что ли? Ну, может, не может взять хотите? Ладно, все. Виспот окончен. Не хочешь — не пиши. Пускай за тебя другие грамотеи, да? Все правду народу расскажет. Давай, Жорка, собирайся. В кино опоздаем. Киномеханик уже приехал. Ну, правильно, конечно. Толстой один. А Жукову два, что ли? Жуков-то тоже один. Да? Угу. Отойди! 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 Ну, у меня нет второго платка. Да. Нет, ну, был замечательный фильм. Как фамилия этого артиста? Урбанский. Евгений Урбанский. Просто величина. Мирового масштаба. А фильма, ну, слов нет. Ну, подожди, ну, перестань. Ну, да, погиб герой, я понимаю. Но как погиб? При чем здесь он, Жора? Как она теперь без него вообще жить будет? Иди-ка. Докладная записка. Девятнадцатого августа сего года по случаю смерти генерала-лейтенанта Крюкова, жена последнего известной певицы Русланова, устроили поминки, на которых, к счастью других, были маршалы Советского Союза товарищ Будённый СН и Жука ГК. Товарищ Жуков заявил, что если бы он был министром Вороны, он не допустил бы принятия правительством нового постановления о пенсиях военнослужащим и их семьям. Далее он сказал, что товарищ Малиновский предоставил свободу действиям начальнику главного политического управления генерала армии Горикову, а последний разваливает армию. Никита Сергеевич, к вам товарищ Суслов и Брежнев. Давно пора, зови. Чепуха какая-то получается, дорогие товарищи. Что, Будённый тоже там был? На поставленный мне, товарищем Леонидом Ильичем Брежневым и Айке Риченко вопрос, был ли я 19 августа на похоронах генерала Крюкова вместе с Жуковым, отвечаю. Первое. На похоронах генерала Крюкова не был. Был занят на заседании Президиума ЦК ДОСАФ. Второе. Жукова я видел всего 5-10 минут во дворе дачи Руслановой, когда я вечером около 7 часов с женой пошёл к Руслановой. Чтобы оказать человеку внимание в тяжёлую минуту, в это время присутствующие на поминках разъезжались, среди них был и маршал Жуков. При встрече Жуков ни о чём подобном не говорил. Маршал Будённый. Ну что? Да садитесь, садитесь. Ну что там было? Напились маршалы, Никита Сергеевич. Поливали всё Политбюро по-моему. Вызвать всех, кто был на поминках, на партийную комиссию. А вот это что? Прослушивание дачи телефона показало. Маршал Жуков ГК после отстранения с поста министра обороны СССР приступил к написанию книги «Воспоминания о войне». Шелепин. Председатель КГБ СССР. Ну, и что? Никита Сергеевич, а пусть пишет. Главное, под контролем. Пишет. Пусть пишет. А чё он там пишет? Да вот что, ты посоветуйся с товарищами, как получше разрегулировать это дело. Предложите маршалу официально какое-нибудь издательство. Ну, может он, так сказать, и делом будет занят, и будет под контролем. Верно. Ну, что, мне вас учить, что ли? Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит в частичку бытия. А мы с тобой вдвоем. Предполагаем жить, и глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб. Замыслил я побег в обитель дальних трудов и… Мама! Мам! Мама! Мама! Что случилось? Папе плохо. Мама! Жор! Что? А? Ты чего ничего? Сейчас, милый, сейчас, Маша, подожди секундочку, сейчас. Маша, пойдем со мной в дом, в дом беги. Маша, замынь, здесь. Мама! Давай, давай! На, глотай. Забивай. Запивай. Сейчас отбудет. Хорошо, что ты у меня есть. Главное успеть рукопись написать. Жор, что ты такое говоришь, а? Все ты, мы с тобой успеем. Успеем, успеем. Не вставай так резко, слышишь, Жор? Там плюшек наделали, нам бы успеть. А то Мишка из-за вредности характера съест все. Подожди. Пока мы здесь с тобой сопли распускаем. Пойдем. Ну что, отпустила? Да-да, хорошо. Как там плюшки-то? Готовы. Съела, небось, все? Тебе оставил чуть-чуть. Ну, давай. Давай-давай-давай. Давай. Давай. Садитесь. Вот. Кушайте. Сахаром можно посыпать. Держи. Жор, пойдем спать. Вот вы, Галина Санна, ревмяры дали о вдове судьбе, а я вот что подумал. Жора, молчи. Ничего мне не говори. Я не вечен, к сожалению. Во-первых, надо оформить развод, потом... Ну что ты такое говоришь? Я говорю. Прекрати, Жор, пожалуйста. Не перестань. А потом мы оформим брак. Это первое. Второе. Жор, ну перестань. Я говорю. Ты слышишь меня? Все, что есть, переписать и оформить на тебя. И в-третьих, Женушка моя, тебе надо будет найти нового мужа. Еще что мне нужно сделать? Машке хорошего отца. Ой, Жор, ну не могу это слушать, правда. Ну сколько можно? Прекрати. Не гоже такой красавицы. Тот, по-моему, уже перегрелся. Только найди, знаешь себе. Найди себе. Какого найти? Какого? Такого, чтоб в дом все нес. Так. Работящего. Такого. Ну чтоб любил. Вас так же, как... Так же? Как я люблю. Хотя, такого ты вряд ли найдешь. Чтоб любил, как я. Жорка, что ты такое говоришь, а? Знаешь, что я буду за вами вас оберегать, наблюдать. Если что, я там сверху, ему по башке-то. Бум! Вот так вот, да? Да, да, да. Именно так. Вообще, что ты здесь делаешь, а? Я... Пустяки какие-то отвлекают меня. Я пишу. Книгу. Книгу пишу. А то не Толстой, не Толстой. Ну не Толстой, ну и не Пупкин какой-нибудь там. Пиши, пиши, я посижу, ладно? Пиши. Георгий. Из секретариата звонили, сейчас тебе Хрущев перезванивает. Пиши. Константин, наверняка тебя. Держи, Жорка. На. Сейчас. Держи. Слушаю. Слышал? Волны шумят. Хорошо в Пицунде. Чудо как хорошо. Ты вот что, Георгий Константинович. Ты не держи на меня зла. Я тогда очень раздраженный был. Ну прямо как порох. Вы прав, Никита Сергеевич. Гнев плохой советчик. Знаешь, мне тогда трудно было разобраться, что у тебя в голове. Ко мне приходили и говорили, Жуков опасный человек. Он игнорирует тебя, он в любой момент может сделать все, что захочет. Знаешь, слишком велик у него авторитет в армии. Вообще, корона Эйзенхауру не дает покоя. Ну, ты меня понимаешь. Вот что, я сейчас крепкозателем, словно слушаю. Вот вернусь, давай встретимся и поговорим по-дружески. Договорились? Так точно. До встречи. Что? Похоже, опять Жуков понадобился. Русский. Ванька, дурак. Первый раз от Берии спас. Второй — в пятьдесят седьмом году на пленуме от Клике. Молотов, Маленков, Каганович. Третьего раза не будет, Никита Сергеевич. Угу. Что ж ты ему про госдачу не напомнил? Что отобрали? Что молоко и муку для ребенка по карточкам получаем? Что мяса нигде нет, в очереди вся страна стоит. Тебя под домашним арестом держат. Может, он забыл? Надо было напомнить? О чем же он тебе говорил целых три минуты? О чем? Семь лет назад не очень хорошо со мной обошлись. Вот, вот, вот чего ты ему об этом, обо всем не сказал? Я ему об этом уже давно сказал. А кто без совести, бессовестный снят будет. Садись. Главная мелодия, удержанная традиция народного плача, прерывается с волкотными фразами и причитаниями, были да не пахали, были да не терпили. Светлась над вечерней рекой, не мечтал за залив, с друзьями ты не пробив. По широким проспетам, затем ты не видал, лучший город тебе. Папа, говорят… Говорят, что кур даят. Ну, что умнешься, дочь моя? Ты ведь у меня боец. Ух! Я ж не одна у тебя такая дочка. Как? Никак не успокоиться, да? При чем тут мама? А при том, ну сколько можно, скажи? Доченька, сколько? Ладно. Как тебе парень? Любишь ее? Папа, это лично… Да? Ну, вот и у меня лично, и я никому не позволю. Чаю хочется. Пирожное. Ты бы к нам цель зашла, с младшей сестренкой познакомилась. Машка вон, уже пытается командовать. Стоять, собака, стоять. Зайдешь? Пап, еще говорят, ты книгу начал писать. Зачем? А затем, девочка, чтоб детям твоим потом не сказали, что вы врете, что вожде войну на своих плечах в победе вел. Что ведь сейчас в умных книге пишут? Не было такого маршала Жукова. Все были, а Жукова не было. Папа, будь осторожен. Ты же помнишь. Буду. Я все помню, ничего не забыл. Все помню, ничего забыть не могу. Все. Ладно, давай. Потанцуем. Разрешите? А снег идет, а снег идет, и все вокруг, чего он и ждет. Вот этот снег, вот этот снег, хочу сказать при всех, что он, мой самый главный человек. Пойдем посмотрим, что происходит. Установившаяся в Советском Союзе политическая система с неизбежностью порождала очередного вождя, идеям которого должны были послушно внимать партия и советский народ. Конечно, культ Хрущева не был столь репрессивным и кровавым, как у Сталина. Да и масштаб личности не тот. Но основу и этого культа составила бесконтрольность власти первого летца страны. Энергичный и деятельный по натуре, Хрущев искренне желал поправить дело. Но делал это в полном соответствии со своими представлениями о жизни и уровнем образования. К началу 64-го года авторитет Хрущева в стране резко упал. Недовольны были все слои общества. Рабочие и служащие повышением цен на товары и производственных норм, введенных одновременно со снижением расценок. Крестьяне, политика вырезания подсобных хозяйств, жители маленьких городов и поселков запретом держать скот. Творческая интеллигенция обсуждала экстравагантные выходки первого секретаря, устраивавшего разносы виднейшим писателям и художникам. За Кремлевской стеной уже сформировалась новая жаждущая власти группировка. События разворачивались словно по кальке, снятой с отставки Жукова. Пока Хрущев находился на отдыхе в Пицунде, соратники во главе с Брежневым, Косыгиным, Шелепиным и Сусловым все решили. Сразу после прилета Хрущева в Москву, его сняли со всех постов и отправили на пенсию. Ура, еда пришла! Маш, как не стыдно? Не надоело, я есть хочу. Интересно хоть было? Ну, я и поинтересней слыхала. Молодому поколению не нравится, значит, надо переписывать. Маш, не бери они немытые. Вот ты. Будем переписывать. Маш. Георгий, не надо ничего переписывать. Вы что, радио не слышали? Да? Телевизор не смотрели? Георгий главу читал, нам некогда. Понятно, тогда внимание. Дайте мне очки. Внимание, дорогие мои. Вчера Никита Сергеевич Хрущев снят со всех постов и отправлен на пенсию. Открытым голосованием в политбюро. Вот так вот. Читай. Каким же должен быть следующий, чтоб нам пожалеть о предыдущем? Маш, пойдем, я тебя молоком напою. Куда ты ешь яблоко, оно немытая? Маша. Славка! Надо выпить. Сто тридцать два замечания. Да, сто тридцать два, Георгий Константинович. Ну вот, например. На Волковском фронте количество пушек, упомянутых автором, не соответствует. Молодцы, лицензенты, историки, мать ваша. Не в пустую хлеб едят. Ошиблись мы с вами на триста штук. Или вот, это уж совсем чепуха. Фамилии неправильно записаны, политработников. Георгий Константинович, у настоящего профессионала, коим вы несомненно являетесь, все эти пометки займут времени, ну, не более месяца. Нет, есть, конечно, в некотором смысле кардинальные вещи, но это уже решать вам. Слушай, профессионал, я уже год по кабинетам хожу, как думаешь? Книга эта выйдет когда-нибудь? Нет. Нет. Пока вы будете упорствовать, Георгий Константинович. Я не могу писать то, чего не было. Это моя правда. У вас, как видно, она другая. Третий раз рукопись возвращается. 123 замечания. Первый раз было 80. Аппетиты цензоров растут. Зато каковы цензоры. Епишев, Рокоссовский, Конев. А вот историки оценили вашу книгу невероятного закона. Мне звонят, хвалят. Личность, сумевшая повернуть в истории войны многое. Он? Не совсем. Он медленно читает. Суслов. Год читал. Вот, разродился наконец. Все. Слышите? Все, что о Сталине, переписать. Так они, политбюро, по этому поводу собрали. Да. Но мнения, товарищи, разделились. Да кто такой этот Суслов во время войны? Скромный работник. Секретарь он был по идеологии. Он верховым-то видел только на параде, небось. Или когда тот его вызывал в кабинет. В портер ставил. Скипидарил одно место. Вот кто такой ваш Суслов. Георгий Константинович. Ну, может, еще раз. На Старую площадь. Ну, ради дела. Ну, пожалуйста. Ну, не обессудьте. Сходите. Ну, работа у нас такая. Собачья. Вот, провожу вас. Ох, напьюсь. Тошно. Поверьте. На основании статьи 126 о положении прав врачующихся на территории Российской Федерации разрешите признать брак между Жуковым Георгием Константиновичем и Жуковой Александра Диевны недействительным. Стороны, прошу вас расписаться. Вот здесь и здесь. Александра Диевна, вот здесь и здесь. Фамилию оставляете, Александра Диевна? Я была с Жуковой. Есть и буду. Георгий Константинович, передайте, пожалуйста, паспорт гражданке Жуковой. Вы не уходите, пожалуйста. Хорошо? Да-да. Как договорились. Все? Ты был несчастным все эти годы со мной, да? Нет, я был счастлив. Возьми. Ну, не понимаю. Ойра, день рождения придешь? Ну, если не прогонишь, конечно, приеду. Ну уж не прогоню. Я не заслужила этого, Жора. Прости меня, Жур. До свидания. Поехали. 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 Пошли. Молодожок. Я такого, Жур. Поехали. Молодожок. Поехали. Уважаемые Георгий Константинович и Галина Александровна, на основании статьи 156 заключения брака на территории Российской Федерации объявляю вас мужем и женой. Ура! Очень красиво. Будьте счастливы. Галь, ты бы сказала ему. Ты с ума сошла? Только он отвлёкся, книгу пьёшь, а тут я. Здрасте, товарищ машина, у меня что-то головка кружится. Ты анализы когда последний раз давала? В прошлом месяце. Ты тоже не паникуй, пожалуйста, слышишь? Это ещё проверить надо. Проверить? Конечно, проверить-то оно надо, но только ведь худеешь ты, Галь. Всё, разговор окончен. Пошли посуду мыть. Делом надо заниматься. Я вот что тебе скажу. Тебя, мол, ударила и повалила, а меня ты только крепче сделала. А её, похоже, зацепила. Ты её не тронь. Лучше мою жизнь возьми, её не тронь. Жон, вот ты где. Да. А я тебя ищу. Да вспомнил, когда тебя в первый раз на руки взял, сам чуть думу не дал. Чего это ты вдруг, а? И за что ж ты меня так любишь-то? Ты чего? Жорка, тебе прямо сейчас ответят. Сапоги твои сверкающие мне понравились. А ты уж потом, как приложение. Похудела ты что-то. Хватит. Заладили. Может, я на диете. Что там? Про анализы говорят. Все нормально. Просто плановые анализы сдаю. Знаешь, сколько времени надо такому красавцу помереть? Галина Александровна, не знаете. А я вот читал, что деревья сами себя умертвить могут. Что? Давайте я ему сменю, а? Ну что? Такому, наверное, полгода надо. Сначала верхние корни, которые водичку качают, отмирают. Потом все толще и толще, а потом самые основные, серьезные, надежные. Помолчите, товарищ маршал. Пойдемте чай пить, а то я замерзла. Когда пришел час защищать то главное завоевание, мы знали, за что сражаемся. Вот. А вы говорите, не Толстой. Контролируйте себя, Михаил Михайлович. Потрясающе. Потрясающе. Верный, талантливый, даже сказать нечем. Очень. Я горжусь тобой. Да. Толстой. Жор, все-все-все-все, хватит. Все. Муж, а муж? У меня для тебя приз. Приз? Да. Да. Мы сегодня идем в театр. Вот. Слышали, а приз? Галочка, ну может мы лучше… Нет, нет, Жорочка не может. Собираемся и вперед к высокому искусству. А что сегодня дают? Ты бы лучше спросил Галочку, в какой театр мы с тобой сегодня идем? Галочка, в какой театр мы с тобой сегодня? В современник. Да. А откуда билеты? Из лесу везти. А чем я отдал? У него жена рожает, он не может пойти. Да? Давай. Давай, товарищ мошел, собирайся. Понял. Пойдем. Передам. Да нет, никуда вы не идете. Отменяется ваш поход в театр. Константинович, только что звонил твой главный редактор, просил зайти. И как-то уж больно сладкий голосок у него. Да. Ой, Господи, когда же это кончится, а? Я вас спрашиваю. Ой. Чего, Галя, чего? Сейчас, Жора. Тихо, даже не думай, слышишь? Да, ему и так. Помоги лучше. Ты, Инна, дурочка или только прикидываешься? Ты когда своим здоровьем займешься, доктор, что ты себе позволяешь? Тихо, 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 я тебе говорю, все, разговор окончил. Все хорошо. Жора. Сwald перевер Вöhан. Тихо, ой. Тихо, ой. Тихо, ой. Тихо, ой. Тихо, ой. Тихо, отпуск. Тихо, ой. Тихо. Тихо, ой. Продолжение следует... Продолжение следует... До свидания. Пройдите, пожалуйста. Продолжение следует... Скажите, а когда была операция в 42-м году под Новороссийском, вам не довелось встречаться с руководством 18-й армии? Довелось. Замечательно, Георгий Константинович. Эту главу расширить бы надо, ведь в это время на малой земле стояли насмерть морпихи. Да-да, Георгий Константинович, вы поняли меня. В 42-м году прилетели в Новороссийск, где наверняка могли встретиться с Леонидом Ильичем. Я прилетел, чтобы встретиться с генерал-полковником Леселидзе, командующим 18-й армией. Кто такой Брежнев был в это время? Политрук? Нет, с ним встречаться я не мог. Это мы есть свидетели, они живы. Свидетели? Георгий Константинович, мы таких найдем свидетелей, вы только скажите... Этого не будет никогда. Значит, книги не будет, Георгий Константинович. Вы уж простите за прямоту. Ведь что получается, вы воевали, а другие нет? От вас-то что требуется, только упомянуть? Вот пусть он сам и напишет, как воевал. Вы великий маршал. Это идеологическое оружие колоссальной мощности. Мы, Советский Союз, испытываем постоянное, тлетворное, разрушительное, идеологическое давление со стороны империалистических государств. Так что ж, нам теперь с вами и не упомянуть первое лицо государства. Всего лишь упомянуть. Большего-то не требуется, Георгий Константинович. И поверьте, сразу же многие поправки на нет сойдут. И более того, книга будет направлена в печать и выйдет уже в этом году. За эти восемь лет я не получил ни одного пригласительного. Ни на праздник, ни на торжество. Да, и пенсионер. Но ведь другие пенсионеры, командующие фронтами, бригадами, получают их зовут. Позвольте спросить. Чем я вас так обидел, а? Георгий Константинович, я поставлю наш... Не перебивать! Встать передо мной не хочешь? Да передо мной армии стояли на вытяжку. Встать! Перед вами Жуков стоит. 69 лет первого декабря исполнилось. От вас даже телеграммы не было. Боитесь? Чего? У меня три инфаркта одной ногой в могиле. И вот так стоять будешь, пока я не выйду отсюда. Не доводите. Меня иногда Сталин б сделал. Я медведя боюсь. А медведь в тайге. Не доводите. Этим так и передайте. В 1965 году было принято решение широко отметить 20-летие Великой Победы. Впервые с 48-го года этот день стал выходным. Поздравления получали многие. Солдаты и сержанты, капитаны и маршалы Великой войны. Забыли только одного маршала. Того самого. Что спасал Москву и Ленинград, брал Берлин, поставил подпись под актом капитуляции фашистской Германии, принимал Великий Парад Победы. Они забыли о маршале Жукове. Пришедший к власти Брежнев, Жукова ненавидел и боялся. Как боялся его совсем недавно Хрущев, а сразу после войны Сталин. После отставки Хрущева в 1964 году Жуков еще на что-то надеялся. Ждал звонка Арбежнева. Ведь он так хотел быть полезным армией, которая являлась всем в его жизни. Но телефон молчал. В дни празднования 20-летия Победы, пережив очередное унижение, он понял все. Ему даже не прислали пригласительное на торжественное заседание в Кремле. Ему, маршалу Победы, Георгию Жукову. В честь 20-й годовщины Победы над немецким фашизмом сегодня у нас в гостях выдающийся военачальник, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, Жуков Георгий Константинович Супругой. Жуков! Это Studio? Давай, ищи! Жуков! Жуков! Давай, ищи! Жуков! Жуков! Жуга, 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 Жуга Товарищи! Слово товарищу Жукову мы предоставим чуть позже. А сейчас слово предоставляется товарищу Симонову Константину Михайловичу! Товарищи! Жукова! Жукова! Проходите. Спасибо. О, молодец. Жуков! 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 Я вообще-то давно не выступал. Год восьминую. На печи сидел. Думу думал. Что сказать, товарищи? Двадцать лет назад Красная Армия разгромила фашизм. Советский народ, весь многонациональный СССР показал миру пример сплоченности и героизма. АПЛОДИСМЕНТЫ Е 1960 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОСНОТ не генералы и маршалы ковали победу нет генералы и маршалы тоже нужны человечество освободил от фашизма советский солдат своей испепеляющей ненавистью врагу горячей искренней любовью к своей родине дрался с врагом мужественно проявлял высочайший героизм он и есть настоящий главный герой этой войны он заслуживает памятник от благодарного человечества встанем все и поклонимся светлой памяти советскому солдату и и и и и и и и Жена, а жена, ты муж-то будешь кормить, а то ведь он голодный? Подожди, Галя, ты что? Галочка, ты что? Что с тобой? Галочка, подожди, Миша, 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 да иди сюда быстрей. О, Господи. С тобой, с тобой, с тобой, с тобой. Давай, давай. Ты что кричишь? Сейчас, сейчас, вставай. Вот так, вот так. Все хорошо. Георгий, что случилось? Сейчас мы выясним, выясним. Все хорошо. Сейчас подождем. Пойдем, пойдем. Будьте добры, к доктору Когана. Маршал Жуков спрашивает срочно. Пойдем, пойдем. На операции. Ну, прооперируй, пусть сразу к нам едет, а? Милочка, передайте, спасибо. Спасибо большое. Пойдем. Садись, садись, садись. Да, садись. О, Господи, сейчас, сейчас, сейчас. Ты чего бледная такая, а? Избаловала я тебя, Георгий. Уж нельзя женщине в обморку пасть, честное слово. Вот. Сразу Коган. Ну, как же так, давай, пей. Лучше. Лучше. Все хорошо. Просто. Просто голова откружилась. Все хорошо. Ну, и все. Хорошо. Ну, и все. Хорошо. Георгий Константинович. Не трудись. Святой Отец. Георгий Константинович. 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 Устанетесь, суки! Устанетесь, суки! Устанетесь, суки! Ничего! Ничего не надо! Без неё ничего! У Гали моей рака! Господи! Да не может! Может, это ошибка! Сейчас, подожди, подожди! Попей! Попей! Я говорю, варёк за старым, врачом, солдат, я солдат, чё нам ментальщик? Она уже, оказывается, у него была. И этот Варь давно её живёт. Жора! Она мне не хотела убивать. Жора, ну! Она не хотела убивать. Всё, 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 Жора, не волнуйся. Всё, жить надо, а не крушить здесь. Пойдём, пойдём, пойдём! Уставай! Давай! Уставай! Уставай, Жорочка! Вот так! Вот, вот, вот! Так! Класс! Молодец! Всё, всё, всё! Надо жить! Надо жить за двоих! За неё и за себя! Рукопись! Ну, всё, всё, всё! Быстрее! Рукопись! Вот, сейчас на воздух выйдет! Вот, сейчас на воздух выйдет! Галина Александровна, здравствуйте! Мне надо переговорить с отцом! Что случилось? Мама! Умирает! Буртик часто передаёт способом развития тела, базируя её гармоническую сторону, с каждым провидением обостряя звучание. Варианты в его музыке опираются и на традиции ведь. Жора! Прошла наша жизнь. Крепись. Доктор говорит, поднимет тебя. Держи. Ни зачем, Журай. Ни зачем. Хожу по квартире одна, а тебя нет. Раньше, раньше хоть девочки, теперь у них своя жизнь. Мама, мать пи. Спасибо. Держись, Шир, держись. Неужели я тебя приносила только обоим? Зачем ты так говоришь? Бог тебе, Сутья. Я твой ангел-хранитель. Пока я живу, ты жив. Подойди сюда. Вот так, вот так вот. Я тебя любила больше всего на свете. Больше жизни, больше солнца, больше ветра. Георгий, прощай. 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 Прости меня. Давай режу. Машина готова. А где Галя? В больнице. Рак. Он сутками сидит у нее. Рак. 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 Махина. Рак. 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 Вот чего они боятся. Ему когда-нибудь стыдно будет. Да нет же, ошибаешься. У них и места-то такого, там, где стыдно, нету. Не существует. Слушаю. Здравствуйте, Галина Александровна. Вам звонят со старой площади из секретариата. Секундочку. Жор, из секретариата звонят. Да, я вас слушаю. Мы посылали три хронички отставки в главы. Каком ты результат? Секунду. Жор, ну что? Пока. Да, отрицательный результат. Отрицательный? Передайте, пожалуйста, товарищу маршалу, что я звоню в последний раз. Жора. Мм. Он навязчивый и наглый. Это не он наглый. Это вот этот вот, наглый. Работа у него такая. Жор, ну ты же хочешь, чтоб книга вышла, а? Жор. Послушайте, милейший, если он подпишет эти вставки, то когда выйдет книга? Не получится ли так, что она опять выйдет в главпор, потом секретариат? Это все длится уже девять лет. Я вам даю слово. Подпишем? Книга выйдет через два-три месяца. Более того, тот же переведел на болгарский, чешский и польский языки. У нас в братских странах очередь и найти руку. Одну секунду. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Значит, вы говорите, если я вставлю придуманную вами главу в свою книгу о случайной встрече с героем Великой Отечественной войны Леонидом Ильичом Брежневым? Книга выйдет без промедления? Я обещаю вам, Георгий Константинович. До свидания. Я подумаю. Я прилетаю в восемнадцатую армию, чтоб посоветоваться с политруком Брежневым. Да надо мной весь мир смеяться будет. Командующий армией советуется с политруком. Побойтесь Бога. Жор, Бога в нашей стране нет. А Брежнев есть. Жор. Ну, пусть дураку будет праздник, а умный пойдем. А? Давай. Вот ты молодец. Вези. Вот ты молодец. Вот ты молодец. Гор. Жор. Книга Жукова «Воспоминания и размышления» впервые была опубликована в 1969 году и произвела эффект разорвавшейся бомбы. И это несмотря на то, что из оригинала рукописи годами вымарывались целые абзацы, страницы, а многие фразы в результате изменились так, что потеряли свой первоначальный смысл. Они ломали маршала до конца, потому что панически боялись его славы, его популярности, его знаменитой воли к победе. Ломали всей мощью своей государственной машины. И не сломали. Успех книги был феноменальным. Когда в апреле 1969 года воспоминания появились на прилавках Москвы, первый тираж в 100 тысяч экземпляров разлетелся практически мгновенно. К дому книги на Калининском проспекте очередь тянулась почти полкилометра от самого кинотеатра «Октябрь». А в магазине на улице Кирова разгоряченная толпа в какой-то момент просто высадила витрины и хлынула через них в магазин. Для власть придержащих в Кремле такая реакция простых людей на выход книги стала шоком. Через 12 лет после отставки, опалы и забвения Жуков вернулся к своему народу и вновь победителем. Она его ждала. Да лежит он. Инсульт. Только ей ни слова. Ну, я понимаю. Да. Здравствуй, Валя. Ну? Миш, ну что? Как ты? Где Георгий? А его вызвали, его нет. Вот он просил передать. Миш. Миш. Да. Иди. Иди заводи мотор. К нему поедем. Ну. Сидишь? Галь, ну. Галь, ну лежи. Нету его. Вызвали его. Галь. Миш. Вот ты, конечно. Сколько лет живешь. А врать так и не научился. Что с ним? Инсульт у него. Инсульт? Инсульт. Это ничего. Вот здесь вот четвёртая палата будет. Дальше я сама. А он не должен видеть. Девочки, давайте выйдем. Ну, здравствуй. Георгий. Вот твой лечащий врач пришёл. Терапевт. Уколчик угарбоксилаза будем делать? Как познакомились, помнишь? Да. Посмотрим, как они тут тебя лечат. Лечат. Плохо лечат. Неправильно. Жалеют. А жалеть Маршала Победы не надо. Ничего. Ничего. Мы ещё встанем. Мы ещё пойдём с тобой. Мы ещё побежим. А мы ещё так танцевать с тобой будем. Помнишь, как в Болгарии перед всем болгарским политбюро турвальса? Всем назло. Георгий. Ты не устал? Я сейчас. Вам нельзя столько быть на солнце. Надо в Москву лететь, Галина Александровна. Мне звонили. Я никуда не полечу, пока он не пойдёт. Надо срочно делать вторую операцию. Сделаем. Как только он пойдёт, когда речь вернётся. Галина Александровна, речь может не вернуться. Он будет говорить. Вы не понимаете, что это за человек? И какая у него воля? Он исполин. Здравствуйте. Здрасте. Ну, ладно. Ну? Чего сказала? А? Дай. Миш, не бросай его, когда я умру. Да перестань, даже не думай об этом. С тобой вообще чудо-то произошло, врачи сказали. Нет, нет, я тебе серьёзно говорю, честное слово. Ну, посмотри мне в глаза. Ты мне не веришь, что ли? Смотрю. Ну, есть. Ну, всё хорошо. Одному рада. Знаешь, как рада? Что с девочкой помирилась? Ну, вот и славно. Они ведь не бросить его. С чего ты взяла? Как они могут бросить отца своего? Галь. Идите-ка обедать. Да. Девочки, пойдёмте, обед уже накрыт. Мы сейчас пойдём. Пойдёмте по обеду. Жор. Жора, милая, давай попробуем ещё раз. Мы сейчас встанем и сделаем три шага до скамейки. Ты меня слышишь? Давай, мой родной, мы должны это сделать. Давай. Держи за меня. Давай, Жор. Давай. Давай. Давай, помогай мне. Помогай мне, Жор. Сейчас. Сейчас, Марата. Сейчас. Мы должны это сделать. Ты слышишь меня? Давай, милый. Давай вместе. Давай. 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 Ну. Давай. Молодец. Молодец. Держись. Держись за меня. Держись. Давай. 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 Молодец. Молодец. Давай, Жак. Давай, дайте обо скамейки. Давай. 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 Молодец. 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 Молодец, молодец. Еще один, еще один. Ну. Вот так. Молодец. Молодец. А? Как ты просил. Жор, может, я напишу, а? Я сам, я сам должен написать сам. Не мешай ему, Миша. Он сам напишет. Слышал, что она сказала. Сам иди. Ну, хорошо. Сам так сам. Ты будешь ужинать? Нет. А ты? Ну, я пойду поужинаю. Если что, позоверь тебя. Ну, я хочу. Ну, я пойду поужинку. Ну, раз. Не знаю. Ну, я пойду поужину. Субтитры создал DimaTorzok Давай. Сейчас передали. Лидочка умерла. Русландова. Скоро ужинать будем. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок